Все книги в моей озвучке вы можете услышать в телеграм-канале Медведь Обыкновенной Аудиокниги. Фазиль Искандер. Сандро Ищегема. Часть третья. Глава восьмая. Пиры Валтасара. Хорошей жизнью зажил дядя Сандро после того, как Нестор Аполлонович Лакоба взял его в город. Сделал комендантом ЦИКа и определил в знаменитый абхазский ансамбль песни и пляски под руководством Платона Панцулая. Там он быстро продвинулся и стал одним из самых лучших танцоров, способным соперничать с самим Патой Патарая. 30 рублей в месяц как комендант ЦИКа и столько же как участник ансамбля. Неплохие деньги по тем временам. Прямо-таки хорошие деньги, черт подери. Как комендант ЦИКа, дядя Сандро следил за работой технического персонала. Получал время от времени по почте слуховые аппараты из Германии для Нестора Аполлоновича. Да еще распоряжался гаражом. В том числе и личным Бьюиком Лакобе, который он называл БИК для простоты заграничного произношения. Разумеется, личный Бьюик Лакобе находился в его распоряжении, когда тот уезжал в Москву или еще куда-нибудь на совещание. В такие времена бывало, наркомы и другие ответственные лица просили у дяди Сандро этот самый Бьюик для того, чтобы съездить в деревню на похороны родственника, отпраздновать рождение или свадьбу, или в крайнем случае собственный приезд. Прикатить в родную деревню на личной машине Лакобе, которую знали все, было вдвойне приятно. То есть политически приятно и приятно просто так. Все понимали, что раз человек приехал на машине Нестора Аполлоновича, значит он идет вверх. Может даже Нестор Аполлонович его приблизил к себе и, знай, похлопывает его по плечу, или даже дружески облапив, вталкивает в свою машину, мол, поезжай, подлец, куда тебе надо, да только не блюй на сидение на обратном пути. Были, конечно, и неприятности. Так один не такой уж ответственный, но все же руководящий товарищ, поехал на этом Бьюике в свою деревню. Там он уже за столом. На чей-то вопрос насчет Бьюика с коварной уклончивостью ответил, что хотя его еще не посадили на место Лакобе, мол, вопрос этот еще решается вверхах. Но одно он может сказать точно, что машину ему уже передали. Не успел он выйти из-за этого пиршественного стола, а точнее сказать, досиделся он за ним до того, что из соседней деревни приехало трое не то племянников, не то однофамильцев Лакобы. Они осторожно, чтобы не побеспокоить остальных, вытащили его из-за стола и во дворе измолотили как следует. Вдобавок ко всему, они его привязали к багажнику Бьюика, чтобы в таком виде провести... Правда, провести не удалось, потому что сами управлять машиной они не могли, а шофер сбежал в кукурузник. В сущности говоря, иного и не следовало ожидать. Своими вздорными разговорами он оскорбил не только самого Нестора Лакобу, но и весь его род. А оскорбление рода редко в те времена оставалось безнаказанным. После этого случая приличные люди долго удивлялись, как этот товарищ осмелился столь открыто заниматься святотатством, при этом лживым святотатством. Сам он говорил, что на него нашло затмение на почве выпивки. А хозяин дома, в котором он сидел, клялся всеми предками, что из-за стола никто не вставал, так что ему до сих пор непонятно, кто побежал доносить в соседнее село. К счастью, вся эта история не дошла до ушей Нестора Аполлоновича. А то бы всем этим племянникам или однофамильцам, да и самому дяде Сандро, а уж и заодно и пострадавшему святотатцу, по второму заходу крепко бы досталось. Дяде Сандро, конечно, кое-что перепадал за эти небольшие вольности с Бьюиком. Не то, чтобы какие-нибудь грубые услуги, нет, но нужно устроить родственника в хорошую больницу, быстро получить нужную справку, пересмотреть дело близкого человека, который, думая, что все еще продолжаются николаевские времена, крадет чужих лошадей, да еще на суде, вместо того, чтобы отпираться, рассказывает все, как было, горделиво оглядывая публику. Много хорошего сделал дядя Сандро в те золотые времена для своих близких. Да, не все отплатили добром за добро. Многие впоследствии оказались неблагодарными. Бывало, дядя Сандро выйдет на балкон цыка, посмотрит вниз вдоль улицы, а там в самом конце море виднеется. А если в порту стоит пароход, то с балкона можно разглядеть его трубы и мачты. Дяде Сандро бывало весело смотреть в сторону порта. Приятно было думать, что можно сесть на пароход и уплыть в Батум или в Одессу. И хотя дядя Сандро никуда не собирался уплывать, потому что от добра добра не ищут, все же ему было приятно думать, что можно сесть на пароход и куда-нибудь уплыть. А если стоя на балконе смотреть в противоположную сторону, то там, кроме горы и лесов, ничего не видно. Так что и смотреть туда можно сказать нечего. Только изредка, когда подкатывала тоска по родным местам, дядя Сандро смотрел на горы и украдкой вздыхал. Он вздыхал украдкой, потому что считал неприличным громко вздыхать, находясь на почетной работе при власти. Потому что если человек вздыхает, находясь при власти, получается, что находиться при власти ему не нравится. Что было бы неблагодарно и глупо. Нет, нравилось дяде Сандро находиться при власти. И он, естественно, хотел как можно дольше находиться при ней. До чего же приятно было дяде Сандро в ясный день стоять на балконе цыка и просто глядеть вниз на проходящее население, среди которого было немало знакомых людей и красивых женщин. Те, что раньше знали дядю Сандро и продолжали его любить, поднимали головы и здоровались с ним, приветливым взглядом показывая, что радуются его возвышению. Те, что раньше знали дядю Сандро, но теперь завидовали, проходили, делая вид, что не замечают его. Но дядя Сандро на них не обижался. Пусть себе идут, всем не угодишь своим возвышением. А те, что раньше его не знали, а теперь видели на балконе цыка, думали, что он ответственный работник, который вышел на балкон подышать. Дядя Сандро вежливым кивком отвечал на их приветствие не для того, чтобы содействовать невольному обману, а просто потому, что умел прощать людям маленькие человеческие слабости. Иногда знакомые люди останавливались под балконом и знаками спрашивали, мол, как там Лакоба. Дядя Сандро сжимал кулак и слегка потрясая им, показывал, что Нестор Аполлонович крепко держится. В ответ знакомые радостно кивали и шагали дальше с некоторой дополнительной бодростью. Иногда эти знакомые, зная, что Лакоба куда-то уехал, знаками спрашивали, мол, куда? В ответ дядя Сандро рукой показывал на восток, что означало в Тбилиси, или более значительным жестом на север, что означало в Москву. Иногда они спрашивали, опять же, чаще всего знаками, мол, не приехал еще Лакоба. В таких случаях дядя Сандро утвердительно кивал или отрицательно мотал головой. В обоих случаях знакомые удовлетворенно кивали и, радуясь, что мимоходом приобщились к делам государственным, шли дальше. Цокая каблуками, проходили мухусские модницы, и дядя Сандро, встречаясь с ними глазами, подкручивал луз, намекая на веселые помыслы. Многие свои хитроумные романы он начинал с этого балкона, хотя со сцены театра или клубной эстрады, где бывало выступал ансамбль, тоже нередко завязывались знакомства. Некоторые женщины посмеивались над его заигрываниями с балкона. Дядя Сандро на них не обижался, просто он к ним быстро охладевал. «Ах, я вам не нравлюсь, так и вы мне не нравитесь». Гораздо больше ему нравились те женщины, что краснели, встречаясь с ним глазами, и, опустив голову, быстро проходили мимо. Дядя Сандро считал, что стыд – это самое нарядное платье из всех, которые украшают женщину. Иногда он говорил, что стыд – это самое дразнящее платье, но в сущности это одно и то же. Порой стоя на балконе цыка, дядя Сандро видел своего бывшего кунака Колю Зархиде. Он всегда с ним сердечно здоровался, показывая, что нисколько не зазнался, что узнает и по-прежнему любит старых друзей. По глазам Коли он видел, что тот не испытывает к нему ни злобы, ни зависти за то, что дядя Сандро хозяйствует в отобранном у него особняке или стоит себе на балконе, как в мирные времена. «Ты попробуй на лошадь туда подымись», – кивал ему Коля, напоминая о давнем подвиге. «Что ты, Коля?» – отвечал ему дядя Сандро с улыбкой. «Сейчас это нельзя. Сейчас совсем другое время». «Эх», – говорил Коля, и, словно услышав печальное подтверждение правильности своего образа жизни, шел дальше в кофейню. Дядя Сандро смотрел ему вслед, немного жалея его и немного завидуя, потому что сидеть в кофейне за рюмкой коньяку и турецким кофе было приятно и при советской власти, может быть, даже еще приятнее, чем раньше. Абхазский ансамбль «Песен и плясок» уже гремел по всему Закавказь, а позже прогремел в Москве и, даже, говорят, выступал в Лондоне, хотя неизвестно, прогремел он там или нет. В описываемые времена он уже набирал скорость своей славы, которую в первую очередь ему создали Платон Панцулая, Пата Патарая и дядя Сандро. В дни революционных праздников после торжественной части ансамбль выступал на сцене областного театра. Кроме того, он выступал на партконференциях, на слетах передовиков промышленности и сельского хозяйства, не ленился выезжать в районы республики, а также обслуживал крупнейшие санатории и дома отдыха Закавказского побережья. После выступления на более или менее значительном мероприятии участников ансамбля приглашали на банкет, где они продолжали петь и плясать в доступной близости к банкетному столу и руководящим товарищам. Дядя Сандро, как я уже говорил, шел почти наравне с лучшим танцором ансамбля Пата Патарая. Во всяком случае, он был единственным человеком ансамбля, который усвоил знаменитый номер Паты Патарая. Разгон за сценой, падение на колени и скольжение, скольжение через всю сцену, раскинув руки в парящем жесте. Так вот, это знаменитая Па, он так хорошо усвоил, что многие говорили, что не могут отличить одного исполнителя от другого. Однажды один участник ансамбля, танцоры запевала по имени Махас, сказал, что если нахлобучить башлык на лицо исполнителя этого номера, то и вовсе не поймешь, кто скользит через всю сцену, знаменитый Пата Патарая или новая звезда Сандро Чегемский. Возможно, Махас, как земляк дяди Сандро по району, хотел ему слегка польстить, потому что отличить все-таки можно было, особенно опытному глазу танцора. Но главное не это. Главное то, что своими случайными словами он заранил в голову дяди Сандро идею великого усовершенствования и без того достаточно сложного номера. На следующий же день дядя Сандро приступил к тайным тренировкам. Пользуясь своим служебным положением, он их проводил в конференц-зале ЦИКа при закрытых дверях, чтобы уборщица не подсматривала. Кстати, это был именно тот зал, где когда-то дядя Сандро скакал на своем незабвенном рябом скакуне, чем спас своего друга и заставило разориться индурского скотопромышленника. Около трех месяцев тренировался дядя Сандро. И вот наступил день, когда он решился показать свой номер. Сам он считал, что номер недостаточно отшлифован, но обстоятельства вынудили его рискнуть и бросить на сцену свой тайный козырь. Накануне лучшая часть ансамбля в составе 20 человек уехала в Гагры. Ансамбль должен был выступать в одном из крупных санаториев, где в эти дни проводилось совещание секретарей райкомов Западной Грузии. Совещание, по слухам, проводил сам Сталин, отдыхавший в это время в Гаграх. По-видимому, мысль собрать секретарей райкомов возникла у него здесь во время отдыха. Но почему он созвал совещание секретарей райкомов только Западной Грузии, дядя Сандро так и не понял. По-видимому, секретари райкомов Восточной Грузии в чем-то провинились. А может, он им хотел дать почувствовать, что они еще не доросли до этого высокого совещания, чтобы в будущем работали лучше, соперничая с секретарями райкомов Западной Грузии. Так думал дядя Сандро, напрягая свой любознательный ум, хотя это, собственно говоря, не входило в его обязанности коменданта ЦИКа или, тем более, участника ансамбля. И вот лучшая часть ансамбля выехала, а дядя Сандро остался. Дело в том, что у дяди Сандро в это время тяжело болела дочь. Все об этом знали. Перед самым отъездом группы дядя Сандро попросил Панцулая оставить его ввиду болезни дочери. Он был уверен, что Панцулая всполошится, будет упрашивать его поехать вместе с группой, и тогда, поломавшись, он даст свое грустное согласие. Так было бы прилично по отношению к родственникам, мол, не сам кинулся плясать, а был вынужден. И, кроме того, участники ансамбля еще раз почувствовали бы, что без Сандро танцевать можно, да танец будет не тот. И вдруг руководитель ансамбля сразу дает согласие. И дяде Сандро ничего не остается, как повернуться и уйти. В тот же день управляющий ЦИКом делает ему оскорбительное замечание. «По-моему, у нас крадут дрова», сказал он, указывая на огромный штабель дров, распиленный и сложенный во дворе ЦИКа еще в начале лета. «Садятся», – небрежно ответил ему дядя Сандро, чувствуя скуку из-за своего артистического одиночества. «Я что-то не слыхал, чтоб дрова садились», сказал управляющий с намеком, как показалось дяде Сандро. «А ты не слыхал, что вокруг Чигема леса сгорели?» – вкратчиво спросил дядя Сандро. Это был знаменитый чигемский сарказм, которому далеко не всякий мог приспособиться. «Причем здесь Чигема и его леса?» – спросил управляющий. «Вот я и вожу в горы циковские дрова», – ответил дядя Сандро и отошел от управляющего. Тот только развел руками. «Ишера уже проехали», – думал дядя Сандро, подымаясь по лестнице особняка. «Наверное, сейчас приближаются к Афону». Сквозняк, тронувший его лицо прохладой, показался ему дуновением опалы. «Видно, управляющий что-то знает. Видно, лакоба от меня отступился», – думал дядя Сандро, сопоставляя оскорбительный тон управляющего с еще более оскорбительной легкостью, с которой Платон Панцулая согласился на его просьбу. Особенно было обидно, что на банкете, как предполагали, будет сам товарищ Сталин. Правда, точно никто не знал. Да и это и не полагалось точно знать. Даже было как-то сладостней, что точно никто ничего не знал. На следующий день дядя Сандро сидел у постели своей дочки, тупо глядя, как жена его время от времени меняет на ее головке мокрое полотенце. Девочка заболела воспалением легких. Ее лечил один из лучших врачей города. Он уже сомневался в благоприятном исходе, хотя и надеялся, как он говорил, на ее крепкую чигемскую природу. Четверо чигемцев, дальних родственников дяди Сандро, тут же сидели в комнате, осторожно положив руки на стол. В последние годы они стали все чаще и чаще выезжать в город и, надо сказать, слегка поднадоели дяди Сандро. Чигемцы проходили ускоренный курс исторического развития. Делали они это с некоторой патриархальной неуклюжестью. С одной стороны, у себя дома в полном согласии с ходом истории и решениями вышестоящих органов. В сущности, сам ход истории тогда был предопределен решениями вышестоящих органов. Они строили социализм. То есть, вели колхозное хозяйство. С другой стороны, выезжая в город торговать, они впервые приобщились к товарно-денежным капиталистическим отношениям. Такая двойная нагрузка не могла пройти бесследно. Некоторые из них, удивленные, что за такие простые продукты, как сыр, кукуруза, фасоль, можно получать деньги, впадали в обратную крайность. И, заламывая неимоверные цены, по несколько дней замкнуто простаивали возле своих некупленных продуктов. Иногда уязвленные пренебрежением покупателей, чигемцы увозили назад свои продукты, говоря, ничего, сами съедим. Впрочем, таких гордецов оставалось все меньше и меньше. Деспотия рынка делала свое дело. К одному никак не могли привыкнуть чигемцы. Это к тому, что в городских домах нет очаженного огня. Без живого огня дом казался чигемцу нежилым, вроде канцелярии. Беседовать в таком доме было трудно, потому что непонятно было, куда при этом смотреть. Чигемец привык, разговаривая, смотреть на огонь. Или, по крайней мере, если приходилось смотреть на собеседника, огонь можно было чувствовать растопыренными пальцами рук. Вот почему четверо чигемцев молчали, осторожно положив руки на стол, чем вызывали у дяди Сандро дополнительное раздражение. Сегодня, думал дядя Сандро, наши, может быть, будут танцевать перед самим Сталином, а я должен сидеть здесь и слушать молчание чигемцев. Оказывается, на базаре им предложили остаться в доме колхозника, но они с возмущением отвергли этот совет, ссылаясь на то, что здесь в городе живет дядя Сандро, и он может обидеться, как родственник. Нельзя сказать, что такая верность родственным музам взволновала дядю Сандро. Пожалуй, он ничуть не обиделся бы. «Слава Богу, наш Сандро выбился в присматривающие», сказал один из чигемцев, с трудом преодолевая отсутствие в доме живого огня. «Железные колени сейчас властями ценятся, как никогда», после продолжительного раздумья, объяснил второй чигемец причину успеха дяди Сандро. «Князь-то Тархан, помнится, тоже ценил хороших танцоров», провел историческую параллель третий чигемец. «Все же не настолько», после долгого молчания добавил четвертый чигемец. Он долго думал, потому что хотел сказать что-нибудь свое, но, не найдя ничего своего, решил подправить сказанное другим. Скупо переговаривались чигемцы. Жена, сидя возле больной девочки, обмахивала ее опахалом. Муха жужжала и билось о стекло. Дядя Сандро терпел. И вдруг распахнулась дверь, а в ней управляющий. Дядя Сандро вскочил, чувствуя, что остановившийся мотор времени снова заработал. Что-то случилось, иначе управляющий не пришел бы сюда. Управляющий поздоровался со всеми, подошел к постели больной девочки и сказал несколько слов сочувствия, прежде чем приступить к делу. Дядя Сандро рассеянно выслушал его слова, нетерпеливо ожидая, что тот скажет о причине своего визита. «Что легко пришло, то легко уходит», ответил дядя Сандро на его сочувственные слова, не вполне уместно употребляя эту турецкую пословицу. «Не хотел тебя беспокоить», сказал управляющий, вздохнув, вынул с кармана бумажку. «Тебе телеграмма». «От кого?» выхватил Сандро свернутый бланк. «От лакобы», сказал управляющий с уважительным удивлением. «Приезжай, если сможешь, Нестор», прочел дядя Сандро, расплывающиеся от счастья буквы. «Если можешь», воскликнул дядя Сандро и сочно поцеловал телеграмму. «Да если что-нибудь, чего бы я не сделал для нашего Нестора. Где, Биг?» Уже властно обратился он к управляющему. «На улице ждет», ответил управляющий. «Не забудь прихватить паспорт, там с этим сейчас очень строго». «Знаю», кивнул дядя Сандро и бросил жене. «Приготовь черкеску». Минут через двадцать, уже стоя в дверях с артистическим чемоданом в руке, дядя Сандро обернулся к остающимся и сказал с пророческой уверенностью. «Клянусь Нестором, девочка выздоровеет». «Откуда знаешь?» оживились чигемцы. Жена ничего не сказала, а только продолжая обмахивать ребенка, презрительно посмотрела на мужа. «Чувствую», сказал дядя Сандро и закрыл за собой дверь. «Именем Нестора не всякому разрешают клясться», услышал дядя Сандро из-за дверей. «Таких в Абхазии раз-два и обчелся», уточнил другой земляк дядя Сандро, но этого припустив к машине, он уже не услышал. Кстати, забегая вперед, можно сказать, что пророчество дяди Сандро ни на чем, кроме стыда за поспешный отъезд неоснованное, сбылось. На следующее утро девочка впервые за время болезни попросила есть. Через три часа бешеной гонки Бьюик остановился на Старых Гаграх, перед воротами санатория, на одной из тихих и зеленых улочек. Вечерело. Дядя Сандро нервничал, чувствуя, что может опоздать. Он забежал в помещение проходной, подошел к освещенному окошечку, за которым сидела женщина. «Пропуск», сказал он, протягивая паспорт в длинный туннель оконной ниши. Женщина выписала пропуск. Дядя Сандро все больше и больше волновался, чувствуя, что за этой строгой проверкой скрывается тревожный праздник к встрече с вождем. С пропуском и паспортом в одной руке, с чемоданом в другой, он быстро перешел пустой дворик санатория и остановился у входа, где его встретил дежурный милиционер. Тот почему-то долго и недоверчиво смотрел на его пропуск, сверяя его с паспортом. «Абхазский ансамбль», намекнул дядя Сандро на мирный характер своего визита. Тот на это ничего не сказал, но, продолжая держать в руке паспорт, перевел взгляд на чемодан. Дядя Сандро в ответ ему радостно закивал, показывая полное понимание ответственности момента. Он быстро раскрыл чемодан и, поставив фунок, стал вынимать из него черкеску, азиатские сапоги, галифе, кавказский пояс с кинжалом. Дядя Сандро вынимал каждую вещь, честно встряхивал ее, давая возможность выскочить любому злоумышленному предмету, который мог бы там оказаться. Когда дело дошло до пояса с кинжалом, дядя Сандро улыбаясь, слегка выдвинул его из ножен, как бы отдаленно намекая на полную его непригодность в цареубийственном смысле, даже если бы такая безумная идея и возникла бы в какой-нибудь безумной голове. Милиционер внимательно проследил за его жестом и коротко кивнул, как бы признавая сам факт непригодности и отсекая всякую возможность рассуждений по этому поводу. Дядя Сандро заложил все вещи в чемодан, закрыл его и уже протянул было руку за паспортом и пропуском, но милиционер опять остановил его. «Вы Сандро Чегемба?» спросил он. «Да», сказал дядя Сандро и вдруг догадался, «но для афиши я прохожу как Сандро Чегемский». Афиши меня не интересует, сказал милиционер и, не предлагая дядя Сандро пройти, снял со стены новенький телефон и стал куда-то звонить. Дядя Сандро пришел в отчаяние. Он вспомнил о телеграме, как о последнем спасительном документе и стала рыться в карманах. «Биг, циклокоба», словами-символами заговорил он от волнения, безуспешно роясь в карманах. И вдруг дядя Сандро заметил, что сверху по широкой лестнице, усланной ковром, спускается участник ансамбля Махас. Дядя Сандро почувствовал, что сама судьба посылает ему земляка по району. Он отчаянно зажестикулировал, подзывая его, хотя тот и так спускался к ним, слегка обгоняя отвивающиеся полы черкесски. «Его спросите», сказал дядя Сандро, когда Махас, топыря грудь и невольно раздуваясь, остановил себя возле них. Милиционер, не обращая внимания на Махаса, продолжал слушать трубку. Шея Махаса стала наливаться кровью. Между тем, если бы дядя Сандро прислушался к телефонному разговору, нему бы не пришлось так волноваться, а земляку по району не пришлось бы утруждать грудные силы, необходимые для предстоящего пения. Дело в том, что дежурная в проходной по ошибке вместо Чигемба сначала на пропуске написала Чигенба, а потом исправила букву. Вот это исправление буквы, по-видимому, не положенное в таких местах и вызвало подозрение милиционера. Сейчас по телефону, уточняя это недоразумение, он убедился, что исправила букву она сама, а не кто-нибудь со стороны. Хотя телефон был новенький, может быть, только сегодня поставленный. Было плохо слышно, и милиционеру приходилось то и дело переспрашивать. «Участник ансамбля известный Сандро Чигемский», заявил Махас, выставляя вперед перетопыренную грудь, когда милиционер положил трубку. «Знаю», просто сказал милиционер, «проходите». Дядя Сандро и Махас подымались по лестнице, устланные красным ковром. Оказывается, руководитель ансамбля уже несколько раз посылал Махаза встречать его. Дядя Сандро теперь не испытывал к милиционеру никакой враждебности. Наоборот, он чувствовал, что в этой строгости прохождения в санаторий залог грандиозности предстоящей встречи. Дядя Сандро, пожалуй, согласился бы и на новые препятствия, только бы знать, что в конце концов он их одолеет. «Он будет?» спросил дядя Сандро тихо, когда они поднялись на третий этаж и пошли по коридору. «Почему будет, когда есть?» сказал Махаз уверенно. Он уже чувствовал себя здесь, как дома. Махаз открыл одну из дверей в коридоре и остановился, пропуская вперед дядю Сандро. Дядя Сандро услышал родной закулисный гул и очень возбужденный вошел в большую светлую комнату. Участники ансамбля уже переодетые, разминались, похаживали по комнате. Некоторые, сидя на мягких стульях, отдыхали, вытянув длинные расслабленные ноги. «Сандро приехал!» раздалось несколько радостных голосов. Дядя Сандро, обнимаясь и целуясь с товарищами, показывал им найденную телеграмму лакобы. «Управляющий принес», говорил он, размахивая телеграммой. «Быстро переодевайся!» крикнул панцулая. Дядя Сандро отошел в угол, где на стульях были развешаны вещи участников ансамбля и стал переодеваться, прислушиваясь к последним наставлениям руководителя хора. «Главное, говорил он, когда пригласят, не набрасывайтесь на закуски и вино, ведите себя скромно, но девочку строить тоже не надо. Если кто-нибудь из вождей предлагает тебе выпить, выпей и отойди к товарищам, не стой рядом с вождем, тем более жуя, как будто ты с ним зимний дворец штурмовал». Танцоры, слушая панцулая, похаживали по комнате, переминались, перетягивали пояса. Некоторые становились на носки и вдруг, приподняв ногу, затянутую в мягкий, как перчатка азиатский сапог, скок-скок-скок делали несколько прыжков на одной ноге, одновременно прислушиваясь к ровному, успокаивающему голосу руководителя. Патапатарая несколько раз разгонялся, готовясь к своему знаменитому номеру, но не падал на колени, а просто скользил, чтобы как следует почувствовать пол. Проскользив, он останавливался, осторожно поворачивался и, прикидывая пятку одной ноге к носку другой, измерял пройденный путь. Дядя Сандро занялся тем же самым. Теперь он мог соразмерить силу разгона с расстоянием скольжения с точностью до длины своей ступни. Правда, Патапатарая это делал с точностью до ширины ладони, но у дяди Сандро был в запасе секретный номер и это сейчас опаляло его душу тревожным ликованием. Получится ли? Помните, что сцены никакой не будет, говорил Панцулая в своей белой черкеске похаживая среди питомцев. Танцевать будете прямо на полу, пол там такой же. Главное, не волнуйтесь, вожди такие же люди, как мы, только гораздо лучше. Но вот открылась дверь и в ней показался пожилой человек в часучевом кителе. Это был директор санатория. Он грозно и вместе с тем, как бы испуганно за возможный провал, кивнул Панцулая. — За мной по одному, тихо сказал Панцулая и мягко выскользнул за дверь вслед за часучевым кителем. За руководителем двинулся Пата-Патарая, за Патой дядя Сандро, а там и остальные рефлекторно уступая дорогу лучшим. Бесшумными шагами дворцовых заговорщиков они прошли по коридору и стали входить в комнату, в дверях которой стоял штатский человек. Директор санатория кивнул ему, тот кивнул в ответ и стал всех пропускать в дверь, всматриваясь в каждого и считая глазами. Комната эта оказалась совершенно пустой и только в дальнем ее конце у окна сидело два человека в таких же штатских костюмах, как и тот, что стоял у дверей. Они курили, о чем-то уютно переговариваясь. Заметив участников ансамбля, один из них не вставая кивнул, дав знать, что можно проходить. Директор открыл следующую дверь и сразу же оттуда донесся гул застольных голосов. Не входя внутрь, он остановился возле дверей и молча отчаянным движением руки «Давай, давай, давай!» как бы вмел всех в банкетный зал. В несколько секунд участники ансамбля впорхнули в зал и выстроились в два ряда, оглушенные ярким светом, обильным столом и огромным количеством людей. Банкет был в разгаре. Все произошло так быстро, что в зале их не сразу заметили. Сначала одинокие хлопки, а потом радостный шквал рукоплесканий приветствовал двадцать кипарисовых рыцарей, как бы выросших из-под земли во главе с Платоном Панцулая. Чувствовалось, что аплодирующие хорошо поели и выпили, и теперь с удовольствием продолжают веселье через искусство, чтобы, может быть, потом снова возвратиться по свежевшему веселью застолье. Участники ансамбля, придя в себя, стали искать глазами товарища Сталина, но не сразу его обнаружили, потому что они смотрели в глубину зала, а товарищ Сталин сидел совсем близко у самого края стола. Он сидел слегка отвернувшись к соседу, который оказался всесоюзным старостой Калининым. Аплодисменты продолжались, Апанцулая, склонив голову, стоял перед кипарисовым строем, как мраморное изваяние благодарности. Но вот, почувствовав, что рукоплескания не иссякают, и потому дальнейшее молчание ансамбля становится нескромным, он приподнял голову и, покосившись на участников ансамбля, ударил в ладони. Так всадник, приподняв камчу, прежде чем огреть скакуна, слегка оглядывается на его спину. Участники ансамбля стали рукоплескать, прорываясь шумом своей любви к самому источнику любви сквозь встречный шум правительственной симпатии. Неожиданно поднялся Сталин, и за ним с грохотом вскочил весь зал, стараясь догнать его до того, как он распрямится. С минуту длилась эта бескровная борьба взаимной привязанности, как бы дружеская возня приятелей, похлопывающих друг друга где побежденный благодарил победителя и тут же любовно побеждал его, новой шумовой волной опрокидывая его шумовую волну. Танцоры по привычке, продолжая рукоплескать, переговаривались, не поворачиваясь друг к другу. Он товарищ Сталин. Где, где? С Калининым говорит. Оказывается Ворошилов тоже маленький. А это кто? Жена Берии. Вообще вожди маленького роста Сталин, Ворошилов, Берия, Лакоба. Интересно почему? Ленин был маленький, так и пошло. Маленькие они вообще более устойчивые. Тебе б с Андроза таким столом тмодой. Тмода наш Нестор. А может бери? Не, видишь Нестор во главе стола сидит. Сталин его всегда выбирает. Он его любимчик. Постепенно взаимные рукоплескания слились и выровнялись, найдя общий эпицентр любви, его смысловую точку. И этой смысловой точкой опоры стал товарищ Сталин. Теперь и секретарей райкомов, как бы не выдержав очарования эпицентра любви, повернули свои аплодисменты на Сталина. Все били в ладоши, глядя на него и приподняв руки, как бы стараясь добросить до него свою личную звуковую волну. И он, понимая это, улыбался отеческой улыбкой и аплодировал, как бы слегка извиняясь за предательство соратников, которые аплодируют не с ним, а ему, потому что он один бессилен с такой мощью ответить на их волну рукоплесканий. Появление этих стройных танцоров, затянутых в черной черкеске, обрадовало его. В такие часы он любил все, что несло в себе очевидную и безотносительную к надоевшей порой политике ценность. Вернее, как бы безотносительную, потому что он незримо соединял эту очевидную ценность и законченность с тем громоздким и расползающимся, во что превращалась всякая политическая акция, и воспринимал ее, как пусть маленькое, но вещественное доказательство его правоты. Так 20 стройных танцоров превращались в цветущих делегатов его национальной политики, точно так же, как дети, бегущие к мавзолею, где он стоял по праздникам, превращались в гонцов будущего, в его розовые поцелуи. И он умел это ценить как никто другой, поражая окружающих своей неслыханной широтой, от демонической беспощадности до умиления этими маленькими в сущности радостями. Замечая, что он поражает окружающих этой неслыханной широтой, он дополнительно ценил в себе это умение ценить маленькие в ней исторические радости жизни. Так или иначе, один из ликующих делегатов его национальной политики, а именно дядя Сандро, насмотревшись на вождей, продолжая аплодировать, перевел взгляд на стол. Стол, вернее, столы, пересекали банкетный зал и в конце раздваивались на две ломящиеся плодами ветки. На прохладной белизне белых скатертей блюда выделялись с приятной четкостью. Горбились индюшки в коричневой ореховой подливе, жареные куры с некоторой аппетитной непристойностью выставляли голые гуски. Цвели вазы с фруктами, конфетами, печеньем, пирожными. Треснувшие гранаты, как бы опаленные внутренним жаром, приоткрывали свои преступные пещеры, набитые драгоценностями. Сверкали клумбы зелени, словно только что политые дождем. Юные ягнята, сваренные в молоке по древнему абхазскому обычаю, кротко напоминали об утраченной нежности, тогда как жареные поросята, напротив, с каким-то бесовским весельем сжимали в оскаленных зубах пунцовые редиски. Возле каждой бутылки с вином стояли, как бдительные санитары, бутылочки с боржоми. Бутылки с вином были без этикеток, видны из местных подвалов. Дядя Сандро по запаху определил, что это Изабелла из села Лыхны. Большая часть закусок еще оставалась нетронутой. Некоторые давно остыли, так жареные перепелки запеклись в собственном жиру. Сталин не любил, чтобы за столом сновали официанты и другие лишние люди. Подавалось все сразу навалом, хотя кухня продолжала бодрствовать на случай внезапных пожеланий. За столом каждый ел что хотел и как хотел, но не дай бог сжульничать и пропустить положенный бокал. Этого вождь не любил. Таким образом, за столом демократия закусок уравновешивалась деспотией выпивки. Во главе стола сидел Нестор Лакоба. Большой темный рог со светлой подпалиной лежал рядом с ним как жезл застольной власти. Направо от него сидел Сталин дальше Калинин. Налево от Лакоба сидела жена его Смуглянка Сария. Рядом с ней красавица Нина жена Берии. А дальше сидел ее муж энергично посверкивая стеклами пенсне. За Берии сидел Ворошилов выделяясь своей белоснежной гимнастеркой портупеей и наганом на поясе. За Ворошиловым и за Калинином по обе стороны стола сидели второстепенные вожди неизвестные дяди Сандро по портретам. Все остальное пространство заполняли секретари райкомов Западной Грузии с бровями так и застывшими в удивленной приподнятости. Между ними кое-где были рассыпаны товарищи из охраны. Дядя Сандро их сразу узнал, потому что они, в отличие от секретарей райкомов, ничему не удивлялись и тем более не подымали бровей. Нестор Лакоба, сидевший во главе стола, сейчас круто обернувшись, смотрел на ансамбль и, как хозяин, соблюдая приличие, аплодировал гораздо сдержан и остальных. Когда Сталин опустил руки и сел, аплодисменты замолкли, но не сразу, потому что те, что сидели подальше, этого не заметили. Они замолкли, как замолкает ветерок, прошелестев в листве небольшого дерева. «Любимый вождь и дорогие гости!» начал Панцулая. «Наш скромный абхазский ансамбль, организованный по личной инициативе Нестора Аполлоновича Лакобы...» Дядя Сандро заметил, что в это мгновение Сталин посмотрел на Лакобу и плутовато улыбнулся в усы, на что тот ответил ему застенчивым пожатием плеч. «Исполнят перед вами несколько абхазских песен и плясок, а также песни и пляски дружной семьи кавказских народов». Панцулая низко наклонил голову, как бы заранее извиняясь, что ему придется сейчас повернуться спиной к высоким гостям. Не подымая головы, плавным движением стараясь избегнуть хотя бы оскорбительной неожиданности предстоящей позы, раз уж так или иначе она необходима. Одновременно скорбя лицом за то, что поворачивается спиной, он совершил свой многозначительный поворот, приподнял голову, взмахнул руками, окрыленные рукавами белой черкески и замер на взмахе. «Орайда, сиурайда, эй!» как бы из глубины узкого ущелья вытянул махас. И вот уже хор по взмаху окрыленных рукавов подхватывает древнюю песню. Не все вернутся с набега, без слов рассказывает она. Не всем суждено увидеть пламя родного очага. И когда поперек седла мертвый юноша въедет во двор отцовского дома, от крика матери вздрогнет конь и шевельнется мертвец. Но не вскрикнет отец и не заплачет брат, потому что только отомстив мужчина получает право на слезы. Такова воля судьбы и воля мужчины. Женщина зреет, чтобы родить мужчину. Мужчина зреет, чтобы родить мужество. Виноград зреет, чтобы родить вино. Вино зреет, чтобы напомнить о мужестве. А песня зреет, чтобы пляской напомнить поход. Постепенно мелодия переходит в энергию ритма. Песня сжимается, она отбрасывает лишние одежды, как борец отбрасывает их перед тем, как приступить к схватке. Дядя Сандро чувствует подступающее опьянение, чувствует, как песня переливается в его кровь и теперь хочет стать пляской, выполнением клятвы, заложенной в ней. Участники хора уже бьют в ладони, хотя все еще продолжают напевать сжатый до предела мотив. Вся энергия теперь в ритме хлопающих ладоней, но пляска должна дозреть, дойти, и поэтому ее продолжают подогревать на маленьком огне мелодии. «Оррайда, сиурайда», повторяет хор. «Тащ-тущ, тащ-тущ», хлопают ладони, продолжая вытягивать пляску из песни. Кто-то из зрителей не выдерживает и тоже начинает бить в ладони, стараясь ускорить явление пляски. Весь зал вместе с товарищем Сталином хлопает в ладони. «Тащ-тущ, тащ-тущ!» И тут вырывается пата-патарая. Безумный бег коня, сорвавшегося с привязи, и вдруг замер. Вытягивается, выструнивается на носках, показывая готовность взмыть, как стрела, врезаться во вражеские ряды, но в последний миг меняет решение и в бешеном вращении утоляет ненасытную жажду воина куда-то прорваться и во что-то врезаться. В круг вбрасывается Сандро Чигемский, и вот уже все танцоры взвелись черными вихрями черкесок, показывая древнюю готовность мужчины стать воином, а воину врезаться, взмыть, прорваться. Но в последний миг выясняется, что приказа врезаться, взмыть, прорваться все еще нет. «Ах так!» словно говорят танцоры и грозно топнув ногой кружатся. «Ах так!» «Ах все еще!» И снова «Ах так!» «Ах так!» «Ах так!» Кружатся они, тончают, расслаиваются и в конце концов делаются полупрозрачными, как пропеллеры. Оказывается, вращаясь вокруг себя, можно утолить ненасытную жажду боя. «О райда, сио райда, тащ-тущ, тащ-тущ!» Танцоры умело и вовремя заменяют друг друга, влетают в круг и уже кажется, что карусель танца движется сама по себе, по древнему замыслу, суть которого отчасти заключается в желании ошеломить невидимого врага. В далекие времена, когда князья приглашали друг друга на пиршество, враг был видимым. Так вот, ошеломить его неистощимостью своей свирепой энергии. С короткими перерывами для песен ансамбль танцует абхазские, грузинские, менгрельские и аджарские танцы. И вот коронный свадебный танец. Наступает долгожданный миг. Внезапно вскрикнув, пата-патарая разлетается и еще в прыжке, подогнув ноги, шлепается на колени и, раскинув руки, скользит и замирает у ног товарища Сталина. Для гостей это случилось так неожиданно, что некоторые, особенно те, кто сидел далеко, вскочили на ноги, не понимая, что случилось. Берия вскочила раньше всех и, сверкнув стеклами пенсне, воинственно замер над столом. Но не было злого умысла и товарищ Сталин улыбнулся. И в тот же миг грянул шквал рукоплесканий, а пата-патарая, словно подброшенный этим шквалом, разогнулся и влетел в круг танцующих. Теперь была очередь за дядей Сандро. Уловив необходимое ему музыкальное мгновение, он гикнул и, выскочив из-за спин хлопающих в ладони, повторил знаменитый номер паты-патарая, но остановился гораздо ближе, у самых ног товарища Сталина. Дядя Сандро провел глаза от хорошо начищенных сверкающих сапог вождя к его лицу и поразился сходству маслянистого блеска сапог с лучезарным маслянистым блеском его темных глаз. Снова рукоплескание. «Они состязаются!» крикнул лакобы Сталину, стараясь перекричать шум и собственную глухоту. Сталин кивнул головой и улыбнулся в знак одобрения. И снова пата-патарая, вскрикнув, как у жаленой, шмякается на колени, скользит и, раскинув руки, замирает у самых ног товарища Сталина в позе дерзновенной преданности. «Чересчур», покачал головой Берия. «А по-моему, здорово», воскликнул Калинин, всматриваясь из-за плеча товарища Сталина. Шквал рукоплесканий и пата-патарая пятятся в вихрь танцующих. То, что ему удалось остановиться примерно на расстоянии ладони от ног вождя, почти предрешало его победу. Но не таков чегемец, чтобы сдаваться без боя. Сейчас должна решиться судьба лучшего танцора, и он кое-что приберег на этот случай. Зорко всматриваясь в пространство от ноги товарища Сталина до того места, где он стоял, стараясь почувствовать миг, когда Сталин и Лакоба не будут менять позы, он движением рыцаря, прикрывающего лицо за бралом, сдернул башлык на глаза, гикнул по-чегемски и ринулся в сторону товарища Сталина. Этого даже танцоры не ожидали. Хор внезапно перестал бить в ладони, и все танцоры, за исключением одного танцевавшего с противоположного края, остановились. Бесплодно простучав несколько раз, ноги танцора испуганно притихли. И в этой тишине с лицом прикрытым башлыком, с распахнутыми руками, дядя Сандро стремительно прошуршал на коленях танцевальное пространство и замер у ног товарища Сталина. Сталин от неожиданности нахмурился. Он даже слегка взмахнул сжатый в кулак трубкой. Но сама поза дяди Сандро, выражающая дерзостную преданность, и эта трогательная беззащитность раскинутых рук, и слепота гордо закинутой головы, и в то же время тайное упрямство во всей фигуре, как бы внушающей вождю, мол, не встану, пока не благословишь, заставили его улыбнуться. В самом деле, положив трубку на стол, и продолжая улыбаться, он с выражением маскарадного любопытства стал развязывать башлык на его голове. И когда повязка башлыка соскользнула с лица дяди Сандро, и все увидели это лицо, как бы озаренное благословением вождя, раздался ураган неслыханных рукоплесканий. А секретарей райкома в Западной Грузии еще более удивленно приподняли брови, хотя казалось до этого, что и приподнимать их дальше некуда. Сталин, продолжая держать в одной руке башлык дяди Сандро, с улыбкой показывал его всем, как бы давая убедиться, что номер проделан чисто, без всякого трюкачества. Он жестом пригласил дядю Сандро встать. Дядя Сандро встал, а Калинин в это время взял из рук Сталина башлык и стал его рассматривать. Неожиданно Ворошилов ловко перегнулся через стол и вырвал из рук Калинина башлык. Под смех окружающих он приложил его к глазам, показывая, что в самом деле сквозь башлык ничего не видно. «Кто ты, Абрек?» спросил Сталин и взглянул на дядю Сандро своими лучистыми глазами. «Я Сандро из Чегема», ответил дядя Сандро и опустил глаза. Взгляд вождя был слишком лучезарным. Но не только это. Какая-то беспокойная тень мелькнула в этом взгляде и тревогой отдалась в душе дяди Сандро. «Чегем», задумчиво повторил вождь и сунул в руку дяди Сандро башлык. Дядя Сандро отошел. «Какая точность», услышал он голос Калинина. Поглаживая бородку, Калинин ласково кивнул в сторону дяди Сандро. «Солнце, видное, сквозь башлык», важно заметил Ворошилов, отрезая ухо жареного поросенка. Пока место он возился над ухом, поросенок выпустил изо рта зажатую в нем редиску, и она покатилась по столу, что очень удивило Ворошилова. Он настолько удивился, что, оставив вилку в недорезанном ухе поросенка, стал искать закатившуюся между блюдами бутылками редиску. Тут только дядя Сандро обратил внимание на то, что сидящие за столом уже порядочно выпили. Теперь он присмотрелся к ним своим наметанным глазом и определил, что выпито уже по 12-13 фужеров. Дядя Сандро говаривал, что умеет определить по внешности застольцев, сколько они выпили с точностью до одного стакана. При этом он пояснял, что чем больше людей за столом и чем больше они пьют, тем точнее он мог это определить. Но это еще не все. Оказывается, точность определения повышается с выпитым вином небеспредельно. После трех литров, говаривал дядя Сандро, точность определения снова падает. Платон Панцулая стоял перед сдвоенным кипарисовым строем своих питомцев. Сейчас они должны были спеть песню о красных партизанах Керас. Все шло как нельзя лучше, поэтому Панцулая не спешил, давая танцорам отдышаться. «Тебе хорошо», говорил дядя Сандро, земляк по району. «Теперь ты обеспечен на всю жизнь». «Да, брось ты, Махас», скромничал дядя Сандро. «Да ты что», не глядя на него, распалялся Махас, «подкатить к самому Сталину, да еще прикрыв лицо башлыком. Да, такое и немец не придумает». Да, дядя Сандро прекрасно понимал, что этот блестящий номер не только выдвигает его на первое место в ансамбле, но и окончательно укрепляет его комендантские полномочия. Теперь-то управляющий, конечно, не посмеет лезть к нему с дурацкими расспросами насчет дров. Когда начали петь партизанскую песню Керас, дядя Сандро, только делая вид, что поет, слегка открывая и закрывая рот по ходу мелодии. Это была первая маленькая дань за его подвиг. Пока они пели, Лакоба, наклонившись к Сталину, что-то ему рассказывал. И судя по тому, что он и Сталин несколько раз бросали взгляд в его сторону, дядя Сандро, сладко замирая, почувствовал, что говорят о нем. А когда Нестор Аполлонович сжал кулак и взмахом руки что-то показал, дядя Сандро догадался, что он рассказывает ему о молельном дереве и жест его означает, что по дереву надо было ударить чем-нибудь, чтобы оно прозвенело кум хоз. Во всяком случае, Сталин в этом месте рассказа откинулся и стал хохотать, за что Калинин его слегка оттолкнул, показывая, что он мешает ансамблю. Тогда Сталин перестал смеяться и, наклонившись к Калинину, стал ему, как догадался дядя Сандро, пересказывать эту же историю. Дойдя до места, где надо было показать, что дерево ударяли, он несколько раз рукой сжимающий трубку сделал энергичное движение. Тут Калинин не выдержал и, тряся бородкой, зашелся в хохоте, после чего уже Сталин показывая, что он своим хохотом мешает ансамблю. Взяв в одну руку рок, а в другую бутылку с вином, Сталин встал и пошел к танцорам. Нестор Аполлонович что-то шепнул жене и она, подхватив со стола блюдо с жареной курицей, поспешила за Сталином. Не успел Сталин подойти к танцорам, как тут же очутился директор санатория. Он попытался помочь Сталину, но тот отстранил его плечом и сам, налив полный рог вина, подал его махазу. Тот приложил одну руку к сердцу, другой принял рог и осторожно поднес его к губам. И пока он пил, приложившись к рогу, Сталин с удовольствием следил за ним и методично говорил ему, рубя маленькой пухлой ладонью воздух, пей, пей, пей. Это был литровый рог. Директор, приняв у Сталина пустую бутылку, поставил ее на стол и прибежал с новой. Он взял у Сарии блюдо с курицей, чтобы придерживать его, пока она будет разрезать курицу. То ли от смущения, то ли от того, что блюдо покачивалось в руках у директора, Сария неловко орудовала вилкой и ножом. На смуглых щеках Сарии проступил румянец. Директор начал задыхаться. Между тем Махас опорожнил рог, перевернул его, чтобы показать свою добросовенность, передал дяде Сандро. Сталин, заметив, что закуска запаздывает, махнул рукой и решительно, обеими руками, взяв курицу за ножки, с наслаждением, как заметил дядя Сандро, разорвал ее на две части. Потом каждую из них он разорвал еще раз. Жир стекал по его пальцам, но он на это не обращал внимания. Дяде Сандро показалось, что левая рука вождя двигается не совсем ловко. Уж не сухорук ли, подумал дядя Сандро и осторожно присматриваясь, решил, да, немного есть. Вот бы его свести с колчаруким, подумал он без всякой видимой причины. Вообще дядя Сандро почувствовал, что эта небольшая инвалидность как-то снизила образ вождя. Чуть-чуть, но все-таки. Взяв мокрой рукой куриную ножку, Сталин подал ее махазу. Тот опять склонился, принимая ножку и пристойно надкусывая ее. Директор попытался было налить рог, но Сталин опять отобрал у него бутылку и, обхватив ее скользящими от жира пальцами, наполнил рог и отдал пустую бутылку директору. Тот побежал за новый. Пей, 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 услышал дядя Сандро над собой, как только поднял рог. Дядя Сандро пил, плавно запрокидывая рог с тихой артистической бесчувственностью, с какой должен пить настоящий тамада. Не пьет, а переливает драгоценную жидкость из сосуда в сосуд. Пьешь, как танцуешь, сказал Сталин и, подавая ему куриную ножку, посмотрел ему в глаза своим лучезарным женским взглядом. Где-то я тебя видел, Абрек. Рука Сталина, подававшая куриную ножку, вдруг остановилась и в глазах у него появилось выражение грозной настороженности. Дядя Сандро почувствовал смертельную тревогу, хотя никак не мог понять, чем она вызвана. Он понимал, что Сталин ошибается, что он-то Сандро запомнил бы, если бы видел его где-нибудь. Ансамбль и без того молчавший окаменел. Дядя Сандро услышал, как челюсти махаза, жующие курицу, остановились. Надо было отвечать, но нельзя было отрицать, что Сталин его видел, и в то же время еще страшнее было согласиться с тем, что он его видел не только потому, что дядя Сандро этого не помнил, но главным образом потому, что Сталин приглашал его принять участие в каких-то неприятных воспоминаниях. Это он сразу почувствовал. Могучий аппарат самосохранения, отработанный на многих опасностях, провернул за одну-две секунды все возможные ответы и выбросил на поверхность наиболее безопасный. Нас в кино снимали, неожиданно для себя сказал дядя Сандро. Там могли видеть, товарищ Сталин. А, кино, протянул вождь и глаза его погасли. Он подал куриную ножку. Держи, заслужил. Снова забулькало вино, переливаясь в рог. Пей, 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 раздалось рядом. Дядя Сандро надкусил куриную ножку и слегка зашевелил шеей, чувствуя, что она омертвела и по этому омертвению шеи узнавая, какая тяжесть с него свалилась. Ну и ну, думал дядя Сандро, как это я вспомнил, что нас снимали в кино. Ай да Сандро, думал дядя Сандро, хмелее от радости и гордясь собой. Нет, чигемца не так легко укусить. Неужели мы с ним где-то встречались? Видно, с кем-то спутал. Не хотел бы я быть на месте того, с кем он меня спутал, думал дядя Сандро, радуясь, что он Сандро Чигемский, а не тот человек, с кем его спутал вождь. Сталин уже подавал урок последнему танцору в первом ряду, когда к нему подошел Нестор Аполлонович. Может пригласим их за стол? спросил он. Как скажешь, дорогой Нестор, я только гость, ответил Сталин и, приняв у Сарии салфетку, стал медленно и значительно, как механик, закончивший работу, вытирать руки. Бросив салфетку в упустошенное блюдо, он пошел рядом с лакобой к столу, упругой, легко несущей свои силы походкой. Участников ансамбля рассадили за банкетным столом. Тех, кто получше, рядом с вождями. Тех, что попроще, рядом с секретарями райкома в Западной Грузии. Над банкетным столом уже подымался довольно значительный шум. Островки разнородных разговоров начинали жить самостоятельной жизнью. Вдруг товарищ Сталин встал с поднятым фужером. Грянула тишина и через миг воздух очистился от мусора и звуков. «Я поднимаю этот бокал», начал он тихим, внушительным голосом, «За эту орденоносную республику и ее бессменного руководителя». Он замер на долгое мгновение, словно в последний раз стараясь взвесить те высокие качества руководителя, за которые он однажды его удостоил сделать бессменным. И хотя все понимали, что он никого, кроме Лакоба, сейчас не может назвать, все-таки эта длинная пауза порождала азарт тревожного любопытства. А вдруг? «Моего лучшего друга не старала Кобу». Закончил Сталин фразу, и рука его сделала утверждающий жест, несколько укороченный тяжестью фужера. «Лучшего, сказал лучшего!» прошелестели секретари райкомов, мысленно взвешивая, как эти слова отразятся на тбилисском руководстве партии, а уж оттуда возможным рикошетом на каждом из них. При этом брови у каждого из них продолжали оставаться удивленно приподнятыми. «Республики умеют работать и умеют веселиться». «Да здравствует товарищ Сталин!» неожиданно вскрикнул один из секретарей райкомов и вскочил на ноги. Сталин быстро повернулся к нему с выражением грозного презрения, после чего этот высокий и грузный человек стал медленно оседать. Словно уверившись в надежности его оползания, Сталин отвел глаза. «Некоторые товарищи!» продолжал он медленно, и в голосе его послышались отдаленные раскаты раздражения. Все поняли, что он сердится на этого секретаря райкома за его неуместное прославление Сталина. Берия заерзал и, на мгновение сняв пенсне, бросил на него свой знаменитый мутно-зеленый взгляд, от которого секретарь райкома откачнулся как от удара. Сидевшие рядом с ним секретари райкомов как-то незаметно расступились, образовав между ним и собой просвет с идеологическим оттенком. Все секретари райкомов смотрели на него удивленно, приподняв брови, как бы селись узнать, кто он такой и откуда он вообще взялся. Тот продолжал, опираясь руками о стол, глядя на Берию, медленно оседать, стараясь незаметно войти в застолье и в то же время сдерживая себя на тот случай, если ему будет приказано удалиться. Некоторые громадеи там, в Москве, продолжал Сталин после еще более длительной паузы. И в голосе его еще более отчетливо прозвучали нотки угрозы и раздражения. И сразу же всем стало ясно, что он решает про себя что-то очень важное, а про этого неловкого секретаря райкома давным-давно забыл. Берия отвел от него взгляд, и тот словно обвалился под собственным обломанным костяком. Радостно рухнул, пронесло. «Бухарина!» услышал дядя Сандро шепот одного из второстепенных вождей, незнакомых ему по портретам. «Бухарина! Бухарина! Бухарина!» прошелестело дальше по рядам секретарей райкомов. В самом деле, в партийных кругах было известно, что Сталин так называет Бухарина. «В дни дружбы наш громотей, теперь этот громотей!» «Думают, что руководить по-ленински», продолжал Сталин, «это устраивает бесконечные дискуссии, трусливо обходя решительные меры». Сталин опять задумался. Казалось, он с посторонним интересом прислушивался к этому шелесту и доволен им. Он любил такого рода смутные намеки. Фантазия слушателей неизменно придавала им расширительный смысл неясными очертаниями гранит зараженной местности. В таких случаях каждый отшатывался с запасом, а отшатнувшихся с запасом можно было потом для политической акции обвинить в шарахне. «Но руководить по-ленински это значит, во-первых, не бояться решительных мер, а во-вторых, находить кадры и умело расставлять их куда надо. Небольшой пример». Вдруг Сталин посмотрел на дядю Сандро, и тот почувствовал, как душа его плавно опустилась вниз. При этом сам он, не мигая, продолжал смотреть на вождя. «Нестор нашел этого брека в далеком горном селе и сделал его талант всеобщим достоянием», продолжал Сталин. «Раньше он танцевал для узкого круга, а теперь танцует на радость всей республики и на нашу с вами радость, товарищи». «Так выпьем за моего дорогого друга, хозяина этого стола, Нестора Лакобу», закончил товарищ Сталин и, стоя выпив бокал, добавил «А Лаверде, Лаврентию». Он прекрасно знал, что Берия и Лакоба не любят друг друга и сейчас забавлялся, заставляя Берию первым выпить за Лакобу. Поддев ножом, он достал из солонки шматок аджики, переложил его к себе в тарелку и, густо обмазав пурпурной приправой кусок ягнятины, отправил его в рот, хрустнув молочным хрящом. «Не слишком дерет?» спросил Калинин, опасливо проследив, как Сталин мазал мясо аджикой. «Нет», сказал Сталин, мотнув головой, «думаю, что эта абхазская аджика имеет большое будущее». Многие из тех, кто слышал слова Сталина, потянулись к аджике. Впоследствии это предсказание вождя, в отличие от многих других, в самом деле подтвердилось. Аджика распространилась далеко за пределы Абхазии. Между тем Берия произнес тост и, ничем не выдавая своих чувств, выпил за Лакобу. Лакоба каждый тост вождя слушал со слуховым аппаратом. Сейчас снял аппарат и слушал Берию, приставив ладонь к уху. Он тоже ничем не выдавал своих чувств, время от времени кивая головой в знак благодарности за то, что расслышал слова. После Берии слово взял Калинин и, выпивая за Лакобу, сказал несколько слов о Громотеях, давно оторвавшихся от народа. Сталину тост его понравился и он потянулся поцеловать его. Калинин неожиданно отстранился от поцелуя. Сталин нахмурился. Дядя Сандро опять удивился, как быстро меняется у него настроение. Только что Лучезар насиял глазами Калинину и вдруг потускнел, съежился. Берия оживленно сверкнул Пенсне, а секретаре райкомов с удивленно приподнятыми бровями уставились на Калинина. Значит, он с ними, а не со мной, испуганно подумал Сталин. Как же я его проморгал. Он испугался не самой измены Калинина, раздавить его ничего не стоит, а того, что чутье на опасность, которому он верил, ему изменило. И это было страшно. А что с тобой конопатом целоваться, сказал Калинин, с дерзкой улыбкой глядя на Сталина. Вот если бы ты был шестнадцатилетней девочкой, он собрал пальцы правой руки в осторожную горстку, слегка потряс ими, словно прислушиваясь к колокольцу нежной юности. Тогда другое дело. Лицо Сталина озарилось, и вздох облегчения прошелестел по залу. Нет, не изменило чутье, подумал Сталин. Ах, ты мой всесоюзный козел, сказал он, обнимая и целуя Калинина, в сущности обнимая и целуя собственное чутье. Ха-ха-ха-ха, рассмеялись секретарей райкомов, радуясь взаимной шутке вождей. С некоторым опозданием к ним присоединился Лакоба, которому дядя Сандро, он теперь сидел рядом с ним, пояснил недослышанную шутку. Запоздал и смех Лакобы прозвучал несколько странно, и Берия, не удержавшись, двусмысленно хохотнул, хотя его хохоток можно было принять из-за отголосок еще того смеха. Но Сталин почувствовал издевательский смысл этого смеха. Этот смех ему сейчас был неприятен. И он сказал, посмотрев на Берию, Ваврентий, попроси жену, пусть потанцует. Конечно, товарищ Сталин, сказал Берия и посмотрел на жену. Но я не умею, товарищ Сталин, сказала она краснее. Сталин знал, что она не умеет танцевать. Вождь просит, грозно шепнул Берия. Зачем? вождь. Мы все просим, сказал Сталин и, собирая глазами участников ансамбля, добавил. Давайте, ребята. На ходу, хлопая в ладони и подпевая, участники ансамбля образовали полукруг, открытой стороной, обращенный к основанию стола. «Я не ломаюсь, я в самом деле не умею», говорила жена Берия, стараясь перекричать шум рукоплесканий. Но теперь ее просили все. Подталкиваемая мужем, она робко упираясь шла в круг. На мгновение, когда Берия повернулся спиной к столу, дядя Сандро заметил, что его искривленные губы шепчут жене непечатные слова. Раскинув руки, она сделала два неловких круга и остановилась, не зная, что делать дальше. Ясно было, что она и в самом деле не умеет танцевать. «Молодец», сказал Сталин, улыбаясь и похлопал ей. Все похлопали жене Берии. «Сарью, просим Сарью», раздались голоса. Сейчас Сарья сидела между дядей Сандрой и Лакобой. Сверкнув темными глазами, она посмотрела на мужа. «Иди же», сказал Лакоба по-абхазски. Она взглянула на Сталина. Тот ласково ей улыбнулся. Все шло, как он хотел. Сарья вошла в круг. Смуглянка с головой слегка запрокинутой тяжелым узлом волос сделала несколько плавных кругов и вдруг остановилась возле Паты Патарае, вызывая его на танец. Сдержанно улыбаясь, Пата проплыл рядом с ней. Берия сидел за столом, не глядя на танцующих, тяжело опершись головой на руку. Жена его растерянная стояла возле участников ансамбля, видимо, не решаясь сесть на место. «Лаврентий», тихо сказал Сталин. Тот выпрямившись посмотрел на вождя. Оказывается, глухой не только в кадрах лучше разбирается. Берия развел руками, мол, ничего не поделаешь, судьба. Дяде Сандро стало неприятно. Он почувствовал, что здесь таится опасность для Лакобы. «Ох, не надо бы вождю так растравлять его», подумал дядя Сандро. «Потом скажешь, что они говорили», шепнул дядя Сандро Лакоба, когда раздался последний взрыв рукоплесканий и все посмотрели на Сарью, обнявшую жену Берии. Лакобы заметил, что Сталин что-то сказал Берии и тот развел руками. Видимо, он почувствовал, что речь идет о нем. Почти одновременно со словами Лакобы раздались три пистолетных выстрела. Дядя Сандро вскочил на ноги. Ворошилов вкладывал в кобуру дымящийся пистолет. Расстроганный танцем Сарьи и особенно ее благородным порывом он не удержался от маленького салюта. Все радостно зашумели и стали смотреть на потолок, где возле люстры чернели три маленькие дырочки, соединенные между собой молнийкой трещины. Штукатурку, осыпавшаяся вниз после выстрелов, покрыла белым налетом стынущую индейку. Сталин посмотрел на слегка припудренную индейку, подняв голову посмотрел на черные дырочки в потолке, потом перевел взгляд на Ворошилова и сказал «Попал пальцем в небо». Ворошилов густо покраснел и опустил голову. «Среди нас», сказал Сталин, «находится настоящий народный снайпер, опросим его». Он посмотрел на Лакобу и, положив трубку на стол, начал аплодировать. Все дружно зааплодировали, присоединяясь к вождю, хотя почти никто толком не знал в чем дело. Лакоба понял, о чем его просят и, склонив голову, смущенно пожал плечами. «Может, не стоит», сказал он, взглянув на Сталина. Тот подносил к трубке огонь. «Стоит, стоит!» закричали вокруг. Сталин, прикуривая, остановился и кивнул на крики, мол, глаз народа, ничего не поделаешь. Смущаясь от предстоящего удовольствия, Нестор Аполлонович развел руками. Он стал искать глазами директора санатория, но тот уже быстро и рысцой бежал к нему. «Позови!» кивнул Лакоба склонившемуся директору. «Переодеть?» спросил директор, все еще склоненный. «Зачем?» сморщился Лакоба. «Проще, проще!» Нестор Аполлонович налил себе фужер вина и знаком показал, чтобы всем налили. Все наполнили свои бокалы. «Я хочу поднять этот бокал!» начал он своим дребезжащим голосом. «Не за вождя, но за скромность вождя!» Нестор Аполлонович рассказал по этому поводу такой случай. Оказывается, в прошлом году он получил записку от товарища Сталина, в которой тот просил ему выслать мандарины, строго наказався проводить посылку счетом, который вождь оплатит с первой же получки. Сталин задумчиво покуривал трубку, слушая рассказ Нестора. «Все это правда», думал он, глухой не льстит, и деньги выслал с получки. Хороший урок всем этим секретарям, которые только и знают, что весь вечер задирают брови. Ему было приятно, что все, о чем говорит Нестор, правда. Но, заглядывая в себя глубже, он находил еще один источник более скрытой, но и более тонкой радости. Источник этой радости заключался в том, что и тогда, когда он писал записку, он помнил, рано или поздно, она-то вот и всплывет, и сыграет свою маленькую историческую роль. Так кто умеет заглядывать в будущее, он или эти грамотеи? «Кажется, неужели наша республика обеднеет, если мы пошлем товарищу Сталину эти несчастные мандарины?» продолжал Нестор Лакоба. «Но и мы с тобой сажали эти мандарины, дорогой Нестор», ткнул Сталин трубкой в его сторону. «Народ сажал!» «Народ сажал!» прошелестело по рядам. «Народ сажал!» повторил Сталин про себя, еще смутно нащупывая взрывчатую игру слов, заключенную в это невинное выражение. Впоследствии, когда отшлифовались его великолепная формула «Враг народа», некоторые пытались приписать ее происхождение Великой Французской Революции. Может, у французов и было что-то подобное, но он-то знал, что здесь, в России, он ее выненчил и пустил в жизнь. Подобно поэту, для которого во внезапном сочетании слов вспыхивает контур будущего стихотворения, так и для него эти случайные слова стали зародышем будущей формулы. Ужасно подумать, что механизм кристаллизации идеи один и тот же у палача и поэта, подобно тому, как желудок людоеда и нормального человека принимает еду с одинаковой добросовестностью. Но если вдуматься, то, что кажется равнодушием природы человека, может быть следствием высочайшей мудрости его нравственной природы. Человеку дано стать палачом, так же, как и дано не становиться им. В конечном итоге выбор за нами. И если бы желудок людоеда просто не принимал человечное, это был бы упрощенный и опасный путь очеловечивания людоеда. Неизвестно, куда обратилась бы эта его склонность. Нет человечности без преодоления подлости. И нет подлости без преодоления человечности. Каждый раз выбор за нами и ответственность за выбор тоже. И если мы говорим, что у нас нет выбора, то это значит, что выбор уже сделан. Да, мы и говорим о том, что нет выбора, потому что почувствовали гнет вины за сделанный выбор. Если бы выбора и в самом деле не было, мы бы не чувствовали гнет вины. Под гром рукоплесканий Лакоба выпил свой бокал и не успел замолкнуть этот гром во славу скромности вождя, как в дверях появился повар в белом халате, а за ним директор санатория с тарелкой в руке. Услышав рукоплескание, повар сделал попытку шарахнуться, но директор слегка подтолкнул его и отвел от двери. Это был среднего роста пожилой полнеющий мужчина с нездоровым цветом лица, какой часто бывает у поваров, с тяжелой шапкой курчавых волос на голове. Жестом приказав ему стоять, директор, стараясь неподвижно держать тарелку, подошел к Лакобе. Нестор Аполлонович, повар здесь, сказал он, склонившись над ним и показывая содержимое тарелки. В тарелке, слегка перекатываясь, лежало с полдюжины яиц. Хорошо, сказал Лакоба и хмуро посмотрел в тарелку. Тут только дядя Сандро догадался, что Нестор Аполлонович будет стрелять по яйцам. Этого он еще не видел. Индюшкины яйца, вдруг спросил Берия и, протянув руку, вытащил из тарелки яйцо. Куриные Лаврентий Палыч, подсказал директор, поближе подсовывая ему тарелку. Тогда почему такие большие, спросил Берия, с любопытством рассматривая яйцо. Яйца и в самом деле были довольно крупные. Сам выбирал, хихикнул директор, кивнув головой в сторону повара, стараясь обратить внимание Берии на тайный комизм этого обстоятельства. Но Берия, не обращая внимания на тайный комизм этого обстоятельства, продолжала рассматривать яйцо. Директор встревожился. Может заменить Лаврентий Павлович? спросил он. Не, я просто так говорю. Опомнился Берия и быстро положил яйцо в тарелку. «Рывнует глухому», шепнул Сталин Калинину и беззвучно рассмеялся в усы. Калинин в ответ затряс бородкой. «В этом углу, по-моему, лучше», сказал Лакоба, оглядывая люстру и кивая в противоположный тому, где стоял повар угол. Так фотограф перед началом съемки старается найти лучший эффект освещения. «Совершенно верно», подтвердил директор. «Волнуется», кивнул Лакоба на повара. «Немножко», сказал директор, низко склонившись к уху Лакобы. «Успокой его», сказал Нестор Аполлонович, слегка отстраняясь от директора, поза которого слишком назойливо подчеркивала его глухоту. Повар все еще стоял у дверей с безучастным подопытным выражением на лице. Дядя Сандро только сейчас заметил, что он в одной руке сжимает колпак. Пальцы этой руки все время шевелились. Директор подошел к повару, что-то шепнул ему и они оба направились к противоположному углу. Директор важно нес впереди себя тарелку с яйцами. Стало тихо. Смысл предстоящего теперь был всем ясен. Прохрустев накрахмаленным халатом, повар остановился в углу, повернувшись лицом к залу. «Если б ты только знала, как я ненавижу это!» шепнула Сарья, поворачиваясь к Нине. Та ничего не ответила. Широко раскрытыми глазами она смотрела в угол. Сарья больше ни разу не посмотрела туда, куда смотрели все. Повар стоял, плотно прислонившись к стене. Директор ему беспрерывно что-то говорил, а повар кивал головой. Лицо его приняло мучной цвет. Директор выбрал из тарелки яйцо, и повар теперь не шевеля головой, а только скосив на него белые, как бы отдельные от лица плавающие глаза, следил за его движениями. Директор стал ставить ему на голову яйцо, но то ли сам волновался, то ли яйцо попалось неустойчивое, оно никак не хотело становиться на попа. Нестор Аполлонович нахмурился. Вдруг повар, продолжая неподвижно стоять, приподнял руку, нащупал яйцо, прищурил со своими белыми отдельно плавающими глазами, поймал точку равновесия и плавно опустил руку. Яйцо стояло на голове. Теперь он вытянувшись, замер в углу, и если бы не выражение глаз, он был бы похож на призывника, которому меряют рост. Директор быстро посмотрел вокруг, не находя куда поставить тарелку с яйцами, и вдруг словно испугавшись, что стрельба начнется до того, как он отойдет от повара, сунул ему в руку тарелку и быстро отошел к дверям. Лакоба вытащил из кобуры пистолет и, осторожно опустив дуло, взвел курок. Он оглянулся на Сталина и Калинина, стараясь стоять так, чтобы им было все видно. Дяде Сандро пришлось сойти с места. Он встал за стулом сарьи, ухватившись руками за спинку. Дядя Сандро очень волновался. Лакоба вытащил руку с приподнятым пистолетом и стал медленно опускать кисть. Рука оставалась неподвижной и вдруг дядя Сандро заметил, как бледное лицо Лакобы превращается в кусок камня. Повар внезапно побелел и в тишине стало отчетливо слышно, как яйца позвякивают в тарелке, которую он держал в одной руке. Вдруг дядя Сандро заметил, как по лицу повара брызнуло что-то желтое и только потом услышал выстрел. «Браво, Нестор!» закричал Сталин и забил в ладони. Гром рукоплесканий прозвучал, как разряд облегчения. Директор подбежал к повару, выхватил у него из рук колпак, вытер щеку повара, облитую желтком, и сунул колпак в карман его халата. Он оглянулся на лакобу, как оглядываются на стрельбище, чтобы показать, куда попал стрелявший, или спросить, надо ли подготовить мишень к очередному выстрелу. «Давай!» кивнул лакоба. Директор на этот раз быстро поставил яйцо на голову повара и, хрустнув скорлупой разбитого яйца, отошел к дверям. И снова лицо лакобы превратилось в кусок камня. Вытянутая рука окаменела и только кисть, как часовой механизм, с тупой стрелкой ствола, медленно опускалась вниз. И опять на этот раз дядя Сандро заметил сначала, как желтый фонтанчик яйца выплеснул вверх и только потом раздался выстрел. «Браво!» И взрывы рукоплесканий сотрясли банкетный зал. Улыбаясь бледной счастливой улыбкой, лакоба прятал пистолет. Повар все еще стоял медленно оживая. «Посади его за стол!» бросил лакоба жене по-абхазски. Сарья схватила салфетку и подбежала к повару. Вслед за нею подбежал и директор, которому повар теперь сердито сунул тарелку с яйцами. Сарья стояла перед ним и, вытирая ему лицо салфеткой, что-то говорила. Повар с достоинством кивал. Директор, присев на корточки и поставив рядом с собой тарелку с яйцами, подбирал скорлупу разбитых яиц. Сарья стал уводить повара, но тот вдруг остановился и, сбросив халат, кинул его директору. По-видимому, случившееся на некоторое время давало ему такие права, и он явно показывал окружающим, что он недаром рискует, а имеет за это немалые выгоды. Когда директор с халатом, перекинутым через плечо и с тарелкой в руке, быстро проходил к дверям, дядя Сандро с удивлением подумал, что повар и директор могли бы заменить друг друга, потому что многое в этой жизни решает случай. Сарья посадила повара между последним из второстепенных вождей, незнакомых дяди Сандро по портретам, и первым из секретарей райкомов. Сарья налила повару фужер коньяку, придвинула тарелку, плеснула в нее ореховые подливы и положила кусок индюшатины. Повар сразу же выпил и сейчас оглядывая стол, важно кивал на какие-то слова, которые ему говорила Сарья. Бедная Сарья, думал дядя Сандро, она сейчас пытается замолить грех за эту стрельбу, которую она так не любила и которая, кстати, однажды закончилась неприятностью. Дело происходило в одной абхазской деревне. После большого застолья началась стрельба по мишени. Может именно потому, что стреляли по мишени и Лакоба был не очень внимателен или еще по какой-нибудь причине, но он ранил деревенского парня, который то и дело бегал смотреть на мишень. Рана оказалась не опасной и парня тут же на бьюике Лакоба отправили в районную больницу. Лакоба обратно ехал вместе с другими членами правительства на второй машине. И вот тут-то на обратном пути один из членов правительства сильно повздорил с Лакобой и даже ссадил его с машины посреди дороги. Мне надоели твои партизанские радости, говорят, сказал он ему тогда. Трудно сейчас установить, почему Лакоба согласился сойти с машины. Возможно, он сам был так подавлен случившимся, что не нашел возможным сопротивляться такой оскорбительной мере. Я думаю, скорее всего, человек, который его ругал, был старше его по возрасту. И если тот ему сказал что-нибудь вроде того, что или ты сейчас сойдешь с машины, или я сойду, то Лакоба, как истый абхазец, этого допустить не мог и, вероятно, сам сошел с машины. Когда Нестор Аполлонович спрятал пистолет и повернулся к столу, Сталин стоял на ногах, раскрыв объятия. Нестор Аполлонович, смущенно улыбаясь, подошел к нему. Сталин обнял его и поцеловал в лоб. Мой Вилгельмтелл, сказал он и, неожиданно что-то вспомнив, обернулся к Ворошилову. А ты кто такой? Я Ворошилов, сказал Ворошилов довольно твердо. Я спрашиваю, кто из вас ворошиловский стрелок? Спросил Сталин и дядя Сандро опять почувствовал неловкость. Ох, не надо бы, подумал он, расстравлять Ворошилова против нашего Лакоба. Конечно, он лучше стреляет, сказал Ворошилов примирительно. Тогда почему ты выпячиваешься как ворошиловский стрелок? Спросил Сталин и сел предвкушая удовольствие долгого казуистического издевательства. Секретарь райкомов с трудом подымая тяжелевшие брови начинали удивленно прислушиваться. Лакоба потихоньку отошел и сел на место. Ну, хватит, Иосиф, сказал Ворошилов, покрываясь пунцовыми пятнами и глядя на Сталина умоляющими глазами. Хватит, Иосиф, сказал Сталин, укоризненно глядя на Ворошилова. Говорят, оппортунисты всего мира. Ты тоже начинаешь? Ворошилов, опустив голову, краснел и надувался. Скажи, чтобы начали его любимую, шепнул Нестор жене. Сария тихо встала и прошла к середине стола, где сидел Махас. Лакоба знал, что это один из способов остановить внезапные и мрачные капризы вождя. Махас затянул старинную грузинскую застольную «Гапринди шалом артхало» «Лети черная ласточка». В это время Ворошилов, подняв голову, пытался что-то сказать Сталину. Но тот вдруг поднял руки в умоляющем жесте, мол, оставьте меня в покое, дайте послушать песню. Сталин сидел тяжело, опершись головой на одну руку и сжимая в другой потухшую трубку. Нет, ни власть, ни кровь врага, ни вино никогда не давали ему такого наслаждения. Всерастворяющей нежностью, мужеством всепокорности, которого он в жизни никогда не испытывал, песни эта, как всегда, освобождала его душу от гнета вечной настороженности. Но не так освобождала, как освобождал азарт страсти и борьбы. Потому что, как только азарт страсти кончался гибелью врага, начиналось похмелье, и тогда победа источала трупный яд побежденных. Нет, песня по-другому освобождала его душу. Она окрашивала всю его жизнь в какой-то фантастический цвет судьбы, в котором его личные дела превращались в дело судьбы, где нет ни палачей, ни жертв, но есть движение судьбы, история и траурная необходимость занимать в этой процессии свое место. И что с того, что ему предназначено занимать в этой процессии самое страшное и поэтому самое величественное место? Лети, черная ласточка, лети. Но вот постепенно эта траурная процессия судьбы уходит куда-то, становится далеким фоном сказочной картины. Ему видится теплый осенний день, день сбора винограда. Он выезжает из виноградника на арбе, нагруженной корзинами с виноградом. Он везет виноград домой, в довильню. Поскрипывает арба, пригревает солнце. Сзади из виноградника слышатся голоса домашних, крики и смех детей. На деревенской улице у плетня остановился всадник, которого он впервые видит, но почему-то признает в нем гости из кахетии. Всадник пьет воду из кружки, которую протягивает ему через плетень местный крестьянин. У самого плетня колодец, потому-то и остановился здесь этот всадник. Проезжая мимо всадника и односельчанина, он сердечно кивает им, мимолетно улыбается всаднику, который, вглядываясь в него, за скромным обликом виноградаря правильно угадывает его великую сущность. Именно этой догадке улыбается он мимоходом, показывая всаднику, что он сам не придает большого значения своей великой сущности. Он проезжает и чувствует, что всадник из кахетии все еще глядит ему вслед. Он даже слышит разговор, который возникает между односельчанином и гостем из кахетии. Слушай, кто этот человек? Говорит всадник, выплескивая из кружки остаток воды и возвращая ее хозяину. Это тот самый Джугашвили, радостно говорит хозяин. Неужели тот самый? Удивляется гость из кахетии. Я думаю, вроде похож, но не может быть. Да, подтверждает хозяин, тот самый Джугашвили, который не захотел стать властителем России под именем Сталина. Интересно, почему не захотел? Удивляется гость из кахетии. Хлопот говорит много, объясняет хозяин. И крови говорит много придется пролить. Ох, прицокивает гость из кахетии. Я от одного виноградного корня не могу отказаться, а он от России отказался. А зачем ему Россия, поясняет хозяин. У него прекрасное хозяйство, прекрасная семья, прекрасные дети. Что за человек? Продолжает прицокивать гость из кахетии, глядя вслед орбе, которая теперь сворачивает к дому. От целой страны отказался. Да, отказался, подтверждает хозяин. Потому что, говорит, крестьян жалко. Пришлось бы, говорит, всех объединить. Пусть, говорит, живут сами по себе. Пусть каждый имеет свой кусок хлеба и свой стакан вина. Дай бог ему здоровья, восклицает всадник. Но откуда он знает, что будет с крестьянами? Такой человек все предвидит, говорит хозяин. Дай бог ему здоровья, цокает гость из кахетии. Дай бог. Иосиф Джугашвили, не захотевшись стать Сталином, едет себе на арбе мурлычить песенку о черной ласточке. Солнце пригревает лицо, поскрипывает арба, он с тихой улыбкой дослушивает наивный, но в сущности правдивый рассказ односельчанина. И вот он въезжает в раскрытые ворота своего двора, где в тени яблони дожидается его какой-то крестьянин, видимо приехавший к нему за советом. Крестьянин встает и почтительно кланяется ему. Что ж, придется побеседовать с ним, дать ему дельный совет. Много их к нему приезжают. Может все-таки лучше было бы взять власть в свои руки, чтобы сразу всем помогать советами. Куры пьяные от виноградных отжимок ходят по двору, прислушиваясь к своему странному состоянию. Крестьянин, дожидаясь его, почтительно кланяется. Мать, услышав скрип арбы, выглядывает из кухни и улыбается сыну. Добрая старая мать с морщинистым лицом. Хоть бы в старости почет и достаток пришли наконец. Добрая, будь ты проклята. Тут, как всегда, видение обрывается. Он никогда не мог провести его дальше, всегда потому что кровь давней обиды ударяла в голову. Нет ей прощения даже за то, что она каждый раз портила этот сон наяву, этот милый вариант судьбы, который сладко было себе позволить вохмелю, слушая любимую песню. Нет ей прощения, нет. Как он помертвел однажды. Как помертвел, когда, играя с мальчиками на зеленой лужайке, вдруг услышал срыть лужайку, как двое взрослых мужчин, похабно-похахатывая, стали говорить о ней. Они сидели в десяти шагах от него в тени алычи, срыть алычу, чтобы она высохла, и говорили о ней. А потом один из них вдруг остановился и, кивнув в его сторону, сказал другому, чтобы потише говорил, потому что кажется ее мальчик тут крутится. Они заговорили тише, а он, раздавленный унижением, должен был продолжать игру, чтобы товарищи его ничего не заметили и ни о чем не догадались. Как он ненавидел их тогда, как мечтал отомстить, особенно почему-то этому второму, который сказал, чтобы первый говорил потише. Нет ей прощения за самую ее позорную нищету и за все остальное. Лети, черная ласточка, лети. Он поднял голову и, оглядывая теперь поющих секретарей райкомов, постепенно успокоился. С каждым накатом мелодии песня смывала с их лиц эти жалкие маски с удивленно приподнятыми бровями, под которыми все отчетливей, все самостоятельней проступали, ничего, пока поют можно, лица виноградарей, охотников, пастухов. Лети, черная ласточка, лети. Они думают, власть это мед, размышлял Сталин. Нет, власть это невозможность никого любить, вот что такое власть. Человек может прожить свою жизнь никого не любя, но он делается несчастным, если знает, что ему нельзя никого любить. Вот я уже полюбил глухого, и я знаю, что Берия его сожрет, но я не могу ему ничем помочь, потому что он мне нравится. Власть это когда нельзя никого любить, потому что не успеешь полюбить человека, как сразу же начинаешь ему доверять, но раз начал доверять, рано или поздно получишь нож в спину. Да, да, я это знаю, и меня любили, и получали за это рано или поздно. Проклятая жизнь, проклятая природа человека, если б можно было любить и не доверять одновременно, но это невозможно. Но если приходится убивать тех, кого любишь, сама справедливость требует расправляться с теми, кого не любишь, с врагами дело. Да, дело, подумал он, конечно, дело. Все делается ради дела, думал он, удивленно вслушиваясь в полый, пустой звук этой мысли. Это от песни, подумал он. «Вообще надо бы запретить эту песню, она опасна, потому что я ее слишком люблю». «Глупость», подумал он, «она была бы опасна, если бы другие ее могли так же глубоко чувствовать, как я, но так ее никто не может чувствовать». Продолжая слушать песню, он налил себе фужер вина и молча ни на кого не глядя выпил. Поставив фужер, он взял со стола давно потухшую трубку и несколько раз безуспешно попытался затянуться. Заметив, что трубка потухла, он уже нарочно тянул, словно продолжая оставаться в глубокой задумчивости. Спички лежали рядом, но он ждал, кто-нибудь догадается или нет подать ему огня. «Вот так будешь умирать, стакан воды не подадут», подумал он, жалея себя. Но тут Калинин зажег спичку и поднес ее к трубке. Оставаясь в глубокой задумчивости, он ждал, пока пламя спички доберется до пальцев Калинина, и только тогда потянулся к огню и, прикуривая, наблюдал, как легкое пламя касается дрожащих пальцев Калинина. «Ничего», подумал он, «ни одному мне мучиться». Он с удовольствием затянулся и откинулся на стуле. Взгляд его упал на Ворошилова. Опустив голову и насупившись с выражением обиженного ребенка. И вдруг острая жалость к нему пронзила Сталина. Он тоже загубил душу, подумал Сталин. «Клим», сказал он глухим от волнения голосом, «где царицын? Где мы, Клим?» «За что обидел Иосиф?» поднял голову Ворошилов и посмотрел на Сталина горьким преданным взглядом. «Трасти, Клим, если обидел», сказал Сталин, раскаиваясь и любуясь своим раскаянием. «Они нас с тобой еще хуже обижают». «Ничего, Иосиф», воскликнул Ворошилов, потрясенный тем, что вождь не только понимает его обиды, но и ставит их рядом со своими. «Ты им еще покажешь, где раки зимуют». «Думаю, что покажу», сказал Сталин, скромно пыхнув трубкой. Песня кончилась, и рой смутных, нетвердых мыслей, схлынул из его отрезвевшей головы. «Да разве на него можно обижаться», думал Ворошилов, веселее и незаметно оглядывая вождей, чтобы убедиться в том, что они слышали, как его только что возвысил Сталин. «И как он точно понимает», думал Ворошилов восторженно, «что мои враги в руководстве армии – это продолжение враждебной Сталину линии в руководстве государственным аппаратом». «Товарищ Сталин, что делать с этим, Цулукидзе?» спросил Берия, внимательно прислушивавшийся к словам Сталина. Он давно хотел спросить об этом и решил, что сейчас самое подходящее время. Дело в том, что этот старый большевик еще Ленинской гвардии, хотя давно уже был отстранен от всяких практических дел, продолжал язвить и ворчать по всякому поводу. В свое время это он бросил подхваченную грузинскими коммунистами реплику, что Берия с Маузером в руке рвется к партийному руководству за Кавказией. «А что, сволочи, с эрфуртской программой я должен был рваться к руководству. Разве вы с ней в говне не очутились?» Другого человека за такие слова теперь, когда уже прорвался к руководству, он давно бы подвесил за язык, но этого тронуть опасался. Не было полной ясности в этом вопросе. Многих старых большевиков Сталин сам уничтожал, но некоторых почему-то придерживал и награждал орденами. «А что он сделал?» спросил Сталин, в упор посмотрел на Берию. «Болтает лишнее, выжил из ума», сказал Берия, стараясь догадаться, что думает Сталин по этому поводу, раньше, чем он выскажется. «Лаврентий», сказал Сталин мрачнее, «Потому что он не находил сейчас нужного решения». «Я приехал использовать законный отпуск. Почему ты мне задаешь такие вопросы?» «Нет, товарищ Сталин, я просто посоветоваться хотел», быстро ответил Берия, стараясь обогнать помрачнение Сталина, голосом показывая, что извиняется и сам не придает большого значения вопросу. «Хорошо, что не ликвидировал», с радостным испугом мелькнуло у него в голове. «Волтунов Ленин тоже ненавидел», сказал Сталин задумчиво. «Может, выгнать из партии к чертовой матери?» спросил Берия, оживляясь. Ему показалось, что Сталин все-таки не прочь как-то наказать этого сукиного сына. «Из партии не можем», сказал Сталин и вразумляюще добавил. «Не мы принимали», Ленин принимал. «А что делать?» спросил Берия, окончательно сбитый с толку. «У него, по-моему, был брат», сказал Сталин. «Интересно, где он сейчас?» «Жив, товарищ Сталин», сказал Берия, покрываясь холодным потом. «Работает в Батуми директором лимонадного завода». Сталин задумался. Берия покрылся холодным потом, потому что раньше не знал о существовании брата Цулукидзе и только в прошлом году, собирая материал против видного в прошлом большевика, узнал о его брате. Материалы о брате, запрошенные из Батумы, ничего полезного в себе не заключали. Он даже ни разу не проворовывался на своем лимонадном заводе. Но то, что он знал о его существовании, знал, что он делает и как он живет, сейчас работало на него. Сталин это любил. Как работает? спросил Сталин строго. Хорошо, сказал Берия твердо, показывая, что свою неприязнь к болтуну никак не распространяет на его родственников, а знание деловых качеств директора лимонадного завода простое следствие знания кадров со стороны партийного руководителя. Пусть этот болтун ткнул Сталин трубкой в невидимого болтуна. Всю жизнь щалеет, что загубил брата. «Гениально!» воскликнул Берия. «У вас на Кавказе еще слишком сильны родственные связи», объяснил Сталин ход своей мысли. «Пусть другим болтунам послужит уроком диалектика наказания». Почувствовав что Сталин своими словами отделил себя от Кавказа некоторые секретари райкома стали смотреть на него с грустным упреком словно спрашивая «За что осиротил?» «Век живи век учись» сказал Берия и развел руками. «Но только не за счет отпуска Лаврентий» строго пошутил Сталин чем обрадовал Лакобу. Он считал нетактичным что Берия здесь за пиршественным столом в Абхазии выклянчивал у Сталина санкцию на расправу со своими врагами. Вечно этот Берия лезет вперед и сам же я виноват что познакомил его со Сталином думал Лакоба. Сейчас самое время поднять тост за старшего брата за великий русский народ. Недаром Сталин сказал мол у вас на Кавказе значит он уже чувствует себя русским. Он знаками показал на тот конец стола чтобы всем разлили. Я хочу поднять этот тост сказал он вставая со своего места бледный упрямо не подающийся хмелю на исходе ночи. За нашего старшего брата. Пиршественная ночь набирала второе дыхание. Снова пили ели плясали и уже даже у дяди Сандро величайшего томоды всех времен и народов покруживалась голова. Увидеть за одну ночь столько грозного и прекрасного даже для него было многовато. Лакоба приспустил по воде томоды, чувствуя, что вождю строгий порядок кавказского застолья начинает надоедать. «Прекрасную сарью просим, просим!» кричал Калинин, хлопая в ладони и любовно склоняя бородатую голову. «Мравалджамия, мравалджамия!» просили на том конце стола и затягивали ее. «Многие лета!» кричали другие и затягивали абхазскую застольную. «Теперь ты на коне!» кричал с того конца махас, встретившись глазами с дядей Сандро. «Благодать снизошла на тебя! Благодать!» «У меня волос курчавый, как папоротник!» рассказывал повар одному из секретарей райкома, давая ему пощупать свои волосы. «Яичко как в гнездышке лежит!» «Все же риск!» сказал секретарь, угрюмо щупая волосы повара. «У людей жены!» бормотал Берия, тяжело опустив голову на руки. «Ну, Лаврик, пойми, мне было стыдно и он совсем не рассердился!» «Дома поговорим!» «Ну, Лаврик!» «Я для тебя больше не Лаврик!» «Ну, Лаврик!» «У людей жены!» «Какой же риск, мил человек!» «У меня один волос на три пальца возвышается!» радостно разуверял повар недоверчиво косящего в его сторону секретаря райкома. «А в голову не попадал?» «Конечно нет!» радуясь его наивности говорил повар «Риск тут мало, страху много!» «Все же риск человек выпивший!» угрюм придерживался своей версии секретарь райкома. «Говорит, у вас на Кавказе!» качал головой другой секретарь. «А что мы ему сделали?» «Шата, прошу как брата, не обижайся на вождя!» утешал его товарищ. «Я за него жизнь готов отдать, но у меня душа болит!» отвечал тот, бросая осиротевший взгляд на тот конец стола. «Шата, прошу как брата, не обижайся на вождя!» «Везунчик, везунчик!» кричал захмелевший Махас, встретившись глазами с дядей Сандро. «Теперь вся Абхазия у тебя в кармане!» Дядя Сандро укоризненно качал головой, намекая на непристойность таких криков, тем более направленных в самую гущу правительства. «Притворяйся, что не в кармане!» кричал он. «Не притворяйся, везунчик!» Что это он все кричит? Даже Лакоба обратил внимание на Махаса. «Глупости!» сказал дядя Сандро и подумал. «Хорошо хоть по-абхазски кричит, а не по-русски». «Это что?» пытался повар развлечь угрюместого секретаря. «Я еще во времена принца Альденбургского здесь, в Гаграх учеником повара начинал. Принц, как Петр, с палкой ходил, обед для рабочих сами пробивали. Случалось, поваров палкой бивали, но всегда за дело. Все же риск», угрюм качал головой секретарь. Он чувствовал себя перебравшим и мысль его застряла на стрельбе по яйцам. «Это что?» пытался отвлечь его повар удивительными воспоминаниями. Сюда приезжали «Государь-император». «Зачем выдумываешь?» «Неохотно отвлекся секретарь». «Крестом клянусь на крейсере». «Сам крейсер остановился на рейде. Государь на катере причалили, а государыня не пожелали причалить, чем обидели принца», рассказывал повар. «Придворные интриги», угрюм перебил его секретарь. Рано утром, когда по велению Лакобе, директор санатория раздвинул тяжелые занавески и нежно-розовый августовский рассвет, заглянул в банкетный зал, он нежно-розовый рассвет, увидел многих секретарей райкомов спящими за столами, кто откинувшись на стуле, а кто прямо лицом на столе. Одному из них, спавшему откинувшись на стуле, друзья сунули в рот редиску, что могло вызвать у нежно-розового рассвета только недоумения, потому что поросят, держащих в оскаленных зубах по редисинке, на столе не оставалось, а шутливая аналогия была понятна лишь посвященным. Участники ансамбля один за другим подходили к Сталину. Сталин сгребал со стола конфеты, печенье, куски мяса, жареных кур, хачапури и другую снеть. Приподняв полу черкески или постелив башлыки, они принимали подарки и, поблагодарив, отходили от вождя. Марш, говорил Сталин, накидав очередному танцору гостинцев. Он старался всем раздавать поровну, приглядывался к кускам мяса, к жареным курам и, если чем-то одним не додавал, то старался побольше наложить другого. Так деревенский патриарх, старший в доме, после большого пиршества раздает гостям дорожные и соседские паи. Все равно все на Сталина спишут, шутил вождь, накладывая снеть в растопыренные полы черкески. Все равно скажут, Сталин все скушал. Некоторые участники ансамбля, раз такое дело, перемигнувшись, прихватывали с собой бутылки с вином. На трех переполненных легковых машинах ансамбль возвращался в мухус. Когда садились в машины, произошло любопытное замешательство. Рядом с шофером первой машины сел, конечно, руководитель ансамбля Платон Панцулая. Рядом с шофером второй машины должен был сесть, как обычно, Пата Патарая. Он уже занес было голову в открытую дверцу, но потом вытащил ее оттуда и предложил сесть дяде Сандро, случайно, будем думать, оказавшемуся рядом. Дядя Сандро стал отказываться, но после вежливых пререканий ему все-таки пришлось уступить настоянием Пат и Патарая и сесть рядом с шофером во вторую машину. Было решено доехать до реки Гумисты, выбрать там место поживописней и устроить завтрак на траве. Ехали весело с песнями. Нередко по дороге попадались ребятишки, и тогда им из машины бросали конфеты и печенье. Дети кидались собирать божий дар. Знали бы, с какого стола. Устало улыбались танцоры. За эшерами, там где дорога проходила между зарослями папоротников, ежевики и дикого ореха, внезапно машинам преградило путь небольшое стадо коз. Машины притормозили, а козы, тряся бородами и пофыркивая, переходили дорогу. Пастушка не было видно, но голос его доносился из зарослей, откуда он выгонял отставшую козу. «Хейт, хейт!» кричал мальчишеский голос, мальчик кидал камни, и они, хряснув по густому сплетению, глухо с промежутками падали на землю. И когда камень мальчика попал в невидимую козу, дяде Сандро показалось, что он за миг до того угадал, что именно этот камень в нее попадет. И когда коза, крякнув, выбежала из-за кустов, и вслед за ней появился подросток, и, увидев легковые машины смущенно замер, дядя Сандро, холодея от волнения, все припомнил. Да, да, почти так это и было тогда. Мальчик перегонял коз в котловину с обида. И тогда вот так же одна коза застряла в кустах. И он так же кидал камни и кричал. Вот так же, как сейчас, когда он попал в нее камнем, она крякнула и выскочила из кустов, и следом за ней выскочил мальчик и замер от неожиданности. В нескольких шагах от него по тропе проходил человек и гнал перед собой навьюченных лошадей. Услышав треск кустов, человек дернулся и посмотрел на голубоглазого отрока с такой злостью, с какой на него никогда никто не смотрел. В первое мгновение мальчику показалось, что ярость человека вызвана неожиданностью встречи. Но и успев разглядеть, что перед ним только мальчик и козы, человек еще раз бросил на него взгляд, словно какую-то долю секунды раздумывал, что с ним делать, убить или оставить. Так и не решив, он пошел дальше и только дернул плечом, закидывая карабин, сползавший с покатого плеча. Человек шел с необыкновенной быстротой, и мальчику почувствовалось, что он оставил его в живых, чтобы не терять скорость. В руках у человека не было ни палки, ни камчи, и мальчику показалось странным, что лошади без всякого понукания движутся с такой быстротой. Через несколько секунд тропа вошла в рощу, и человек вместе со своими лошадьми исчез. Но в самое последнее мгновение, еще шаг и скроется за кустом, он опять вскинул карабин, сползавший с покатого плеча, и, оглянувшись, поймал мальчика глазами. Мальчику почудился отчетливый шепот в самое ухо. Скажешь, вернусь и убью. Стадо уже было далеко внизу, и мальчик побежал по зеленому откосу, подгоняя козу. Он знал, что роща, в которую вошел человек со своими лошадьми, скоро кончится, и тропа их выведет на открытый склон, по ту сторону котловины с обида. Когда он добежал до стада и посмотрел вверх, то увидел, как там, на зеленом склоне, одна за другой стали появляться навьюченные лошади. Восемь лошадей и человек, отчетливые на зеленом фоне травянистого склона, быстро прошли открытое пространство и исчезли в лесу. Даже сейчас на расстоянии примерно километра было заметно, что лошади и человек идут очень быстро. И тут мальчик догадался, что этому человеку и не надо никакой палки или камчи, что он из тех, кого лошади и безо всякого понукания боятся. Перед тем, как исчезнуть в лесу, человек снова оглянулся и, тряхнув покатым плечом, поправил сползающий карабин. Хотя лица его теперь нельзя было разглядеть, мальчик был уверен, что он оглянулся очень сердито. Через день до Чигема дошли слухи, что какие-то люди ограбили пароход, шедший из поти в Одессу. Грабители действовали точно и безжалостно. Мало того, что их возле Кенгурска ждал человек с заранее купленными лошадьми, они сумели склонить к участию в грабеже четырех матросов. Ночью они связали и заперли в капитанской каюте самого капитана, рулевого и нескольких матросов. Спустили шлюпки, на которые погрузили награбленное и отплыли к берегу. К вечеру следующего дня трупы четырех матросов нашли в болоте возле местечка Тамыш. Через день нашли еще два трупа, до полной неузнаваемости изъеденные шакалами. Было решено, что грабители поссорились между собой и двое оставшиеся в живых увезли груз неизвестно куда или даже погибли в болотах. И все-таки еще через несколько дней уже совсем недалеко от Чигема нашли труп еще одного человека, убитого выстрелом в спину и сброшенного с обрывистой оттарской дороги чуть ли не на головы жителям села Наа, упрямо расположившимися под этими обрывистыми склонами. Труп сохранился и в нем признали человека месяц назад покупавшего лошадей в селе Джигерды. Чигемцы довольно спокойно отнеслись ко всей этой истории, потому что дела долинные это чужие дела, тем более дела пароходные. И только мальчик с ужасом догадывался, что он видел того человека в котловине с обида. Дней через десять после этой встречи к их дому подъехал всадник в абхазской бурке, но в казенной фуражке, издали показывающий, что он, как нужный человек, содержится властями. Всадник, не спешиваясь, остановился возле плетня, поджидая, пока к нему подойдет отец мальчика. Потом, вытащив ногу из стремени и поставив ее на плетень, всадник разговаривал с отцом мальчика. Отгоняя собак, мальчик вертелся возле плетня, прислушиваясь к тому, что говорили взрослые. «Не видел, кто из ваших?» спросил всадник у отца, «Чтобы кто-нибудь с навьюченными лошадьми проходил по верхней Чигемской дороге». «Продел слыхал», ответил отец, «а человек не видел». «Да не по верхней, а по нижней!» чуть не крикнул мальчик, да вовремя прикусил язык. Человек, продолжая разговаривать, нашел ногой стремя и поехал дальше. «Кто это па?» спросил мальчик у отца. «Старшина», ответил отец и молча вошел в дом. И только глубокой осенью, когда они с отцом нагрузив ослика мешками с каштанами, поднялись из котловины с обида, а потом присели отдохнуть на той самой нижней Чигемской тропе, чуть ли не на том же месте. Он не удержался и все рассказал отцу. «Так вот, почему ты перестал сюда коз гонять?» усмехнулся отец. «Вот и неправда», вспыхнул мальчик. Отец попал в самую точку. «Жо ж ты молчал до сих пор?» спросил отец. «Ты бы только видел, как он посмотрел», сознался мальчик. «Я все думаю, как бы он не вернулся». «Теперь его сюда на веревке не затащишь», сказал отец, вставая и погоняя ослика хворостиной. «Но если бы ты сразу сказал, его еще можно было поймать». «Откуда ты знаешь, па?» спросил мальчик, стараясь не отставать от отца. С тех пор, как он встретился с этим человеком, лошадьми, дальше одного дня пути никуда не уйдет», сказал отец и взмахнул хворостинкой. Ослик то и дело норовил остановиться, подъем был крутой. «А ты знаешь, как он быстро шел», сказал мальчик. «Но никак не быстрее своих лошадей», возразил отец и, подумав, добавил. «Да он и убил этого последнего, потому что знал, один переход остался». «Почему па?» спросил мальчик, все еще стараясь не отставать от отца. «Вернее, потому и оставил его в живых», продолжал отец, размышляя вслух, чтобы тот помог ему навьючить лошадей для последнего перехода, а потом уже и прихловнул. «Откуда ты знаешь это все?» спросил мальчик, уже не стараясь догнать отца, потому что они вышли на взгорье, откуда был виден их дом. «Знаю я их геурские обычаи», сказал отец. «Им лишь бы не работать, да я о них и думать не хочу». «Я тоже не хочу», сказал мальчик, «но почему-то все время вспоминаю про это». «Это пройдет», сказал отец. И в самом деле, это прошло и с годами настолько далеко отодвинулось, что дядя Сандро иногда вспоминая сомневался, случилось ли это все на самом деле, или же ему, мальчишке, все это привиделось уже после того, как пошли разговоры об ограблении возле Кенгурска парохода. Но тогда, после знаменитого на всю жизнь банкета, который произошел в одну из августовских ночей 1935 года или годом раньше, но никак не позже, все то увиделось ему с необыкновенной ясностью, и он, суеверно удивляясь его грозной памяти, благодарил Бога за свою находчивость. Об этой пиршественной ночи дядя Сандро неоднократно рассказывал друзьям, а после двадцатого съезда и просто знакомым людям, добавляя к рассказу свои отроческие не то видения, не то воспоминания. Как сейчас вижу, говаривал дядя Сандро, все соскальзывает с плеча его карабин, а он все его зашвыривает на ходу, все подтягивает не глядя, очень уж того покатое плечо было. При этом дядя Сандро глядел на собеседника своими большими глазами с мистическим оттенком. По взгляду его можно было понять, что скажи он вовремя отцу о человеке, который прошел по Нижней Чигемской дороге, вся мировая история пошла бы другим, во всяком случае, не Нижней Чигемским путем. И все-таки по взгляду его нельзя было точно определить, то ли он жалеет о своем давнем молчании, то ли ждет награды, от не слишком благодарных потомков. Скорее всего, по взгляду его можно было сказать, что он жалея, что не сказал, не прочь получить награду. Впрочем, эта некоторая двойственность его взгляда заключала в себе дозу демонической иронии, как бы отражающей неясность и колебания земных судей в его оценке. Сам факт, что он умер своей смертью, если, конечно, он умер своей смертью, меня лично наталкивает на религиозную мысль, что Бог затребовал папку с его делами к себе, чтобы самому судить его высшим судом и самому казнить его высшей казнью. Глава девятая. Рассказ Мула Старого Хабуга. В то утро я ел траву в котловине сабида, когда на гребне холма, разделяющего котловину на две части, появился мой старик. Рядом со мной паслось несколько лошадей и ослов, поодаль паслись коровы. Лошадь одного из наших соседей, вздорного и глупого лесника Амара, была с жеребенком, и я, конечно, старался держаться поближе к нему. Мы, мулы, вообще обожаем жеребят, а я в особенности. Тем более этого жеребенка я дней сорок тому назад спас от волков. Но об этом я расскажу как-нибудь потом. Хотя на случай, если потом рассказать забуду, кое-что расскажу и сейчас. В тот раз мы также паслись в котловине сабида, только были гораздо ниже в лощине. Я, как всегда, старался держаться возле жеребенка, потому что я от нежности схожу с ума, когда слышу запах жеребенка или вижу его длинноногую неуклюжую фигуру. Два волка неожиданно выскочили из ольшаника, и все лошади и ослы бросились на утек. Я, конечно, тоже бросился бежать, но все-таки, несмотря на страх, я о жеребенке не забывал. И когда на подъеме он начал отставать, я сам сбавил ход. Я понял, что оба волка стараются отрезать жеребенка от остальных лошадей и ослов. Ну нет, решил я, пока я жив, вам не перегрызть его тонкую шею. И вот все лошади и ослы уже впереди, а волки с обоих сторон настигают жеребенка. А я бегу рядом, и один волк уже между нами. Шерсть на шее вздыбилась, пасть оскалена, чувствую, выбирает мгновение, чтобы изловчиться и прыгнуть на шею жеребенка. Она на меня, между прочим, совсем не обращает внимания. Этим я и воспользовался. Как только он изловчился для прыжка, я примерился к нему, слегка развернулся и легнул его правым задним копытом. После такого удара можно не оглядываться. Я с наслаждением почувствовал, как череп волка хрустнул под моим копытом. Да, скажу я вам, это был толковый удар. Как потом оказалось, волк замертво свалился. И в тот же день его подобрал пастух Харлампа. Ударив этого волка, я, не оглядываясь, припустил за вторым. Я снова догнал жеребенка и обошел его с той стороны, где был второй волк. Но он, то ли заметив, что я сделал с его товарищем, то ли испугавшись, с какой неимоверной яростью я мчался на него, затрусил в сторону и скрылся в зелени рододендрона. А между прочим, все остальные лошади и ослы, в том числе и кобылы этого жеребенка, были далеко впереди на гребне холма. Я бы тоже сейчас там мог быть, но ведь жеребенок сильно отстал на подъеме, не мог же я его оставить волкам. Правильно люди говорят, не та мать, которая родила, а та, которая воспитала. Мы мулы вообще тем отличаемся, что очень любим жеребят. Ну, то, что мы умнее всех остальных животных, это всем давно известно. Но не все знают, что мы обожаем жеребят. И надо же, что именно мы их не можем иметь. Очень уж это несправедливо. Правда, до меня доходили слухи, что иногда мулицы рожают. Но сам я такого не видел. И потом непонятно, от кого они от мулов или от жеребцов. Лично я даже среди мулов отличаюсь особенной любовью к жеребятам. Ослята и человеческие дети мне тоже нравятся. Ну, конечно, все-таки с жеребятами их не сравнить. Так вот, если я чувствую, что жеребенку что-то угрожает, я прихожу в неслыханную свирепость. За свою жизнь, спасая жеребят, я убил двух волков, четыре чем змей. Зайцев я даже не считаю. Могут мне сказать, что лиса не нападает на жеребенка. Правильно, в спокойном состоянии я сам это понимаю. Но когда я пасусь рядом с милым беззащитным жеребенком и вдруг между нами пробегает лиса, я теряю голову от бешенства. Если я пасусь рядом с жеребенком, не подходи и все, что тебе места мало что ли? Больших злых собак я тоже легаю, когда они нападают на меня. Но людей никогда. Правда, один раз я легнул одного дурака, но за что? Я стоял себе привязанный к мельнице, а он подошел сзади и ни с того ни с сего поднял мой хвост. До сих пор не пойму, зачем ему нужно было поднимать мой хвост. Одно дело, когда мой старик моет меня в ручье и подымает мой хвост, чтобы плеснув туда воду отодрать проклятых мух. Другое дело, когда к тебе подходит незнакомый человек и ни с того ни с сего задирает тебе хвост. Среди людей, между прочим, очень много глупцов попадается. Вообще, по моим долгим наблюдениям, ум среднего мула гораздо выше ума среднего человека. И это понятно почему. Человек, как хищное животное, в основном из мяса делает свое мясо. А мул из травы делает мясо. Из мяса сделать мясо каждый дурак сможет. А вот ты попробуй из травы сделать мясо. Это, братец, куда сложней. Вот так дело обстоит. Но надо быть до конца справедливым. И эта справедливость велит мне признаться в том, что хотя ум среднего мула гораздо выше ума среднего человека, все-таки ум самых умных людей выше ума самых умных мулов. Это я вижу, когда честно сравниваю свой ум с умом моего хозяина. Да, мой старик в основном умнее меня, хотя и он иногда делает глупости. И в том-то обида, что я редко могу поправить моего старика, когда он делает или говорит глупость. Понимать-то я прекрасно понимаю абхазскую речь, но сказать ничего не могу, потому что мул бессловесное животное. Некоторые недалекие люди могут сказать, якобы поймав меня на слове, как же ты все это рассказываешь, если ты бессловесное животное. Поясняю для недалеких людей, как это происходит. Дело в том, что все, что я говорю, я мысленно рассказываю ангелам. Они все это заставят увидеть и услышать во сне одного из наших парней, а он уже в свою очередь расскажет об этом остальным людям. Ничего, ничего, не беспокойтесь, он это сделает как надо. Это уж точно, что он пограмотнее ваших писарей в часучевых кителях. Теперь, когда всем ясно, что и как получается, сразу же перехожу к рассуждению о собаках, чтобы потом не забыть. Дело в том, что у многих людей существует глупейшее заблуждение, что собака самое умное животное. Просто людям приятно думать, что их имущество охраняет очень умное животное. Им так спокойней. Я об этом говорю не потому, что собаки часто бросаются на нас, хотя это тоже кое-что говорит о их недалеком уме. Я же, например, не оспариваю, что собаки преданы своим хозяевам. Да, это и в самом деле так. Но то, что эту преданность они все время тычут в глаза, забывая о собственном достоинстве, тоже не признак ума. Но главное не это. Если спокойно обдумать и взвесить все причины, по которым собака лает в течение одного дня, то невольно приходишь к мысли, а в порядке ли вообще у нее мозги. Если, допустим, собака лаяла в день сто раз, хотя они обычно лают гораздо больше, так вот, если разобрать причины, по которым она лаяла сто раз, то окажется, только в одном случае ей надо было в самом деле лаять, а в остальных случаях ей вообще надо было спокойно сидеть или спать. А теперь представьте мула, который сто раз пошел на мельницу, чтобы один раз принести мешки с мукой, и сразу станет ясно, чего стоит ум собаки. Я думаю, теперь этот вопрос всем ясен, и дальше об этом говорить было бы все равно, что подражать бессмысленному собачьему лаю. Так вот, мой старик появился на склоне котловины Сабида, где я ел траву с другими лошадьми и ослами, и стал спускаться ко мне, громко крича «Арабка! Арабка!» Так он меня называет, хотя я не такой уж черный, но я не обижаюсь, само по себе имя еще ни о чем не говорит. Между прочим, своего осла он тоже называет арабкой, но одно дело арабка я, мул, и другое дело арабка он, осел. одно и то же имя, а звучит совсем по-разному. Так вот, значит, мой старик приближался ко мне, громко зовя меня по имени, чтобы я обратил на него внимание. Но я сначала сделал вид, что я не слышу его. Я всегда сначала так делаю, потому что раз он меня ищет, все равно мимо не пройдет. Наконец, я поднял голову и посмотрел на него. В одной руке он держал горст соли, чтобы приманить меня, а в другой уздечку. Я понял, что предстоит дальняя дорога. Я это понял потому, что его лицо было очищено от щетины. Всегда, когда предстоит дальняя дорога, он очищает свое лицо от щетины таким острым особенным ножичком. Когда надо поехать в сельсовет или на мельницу, или куда-нибудь к близким соседям, он лицо свое не очищает от щетины. А когда предстоит дорога в другое село или в город, он всегда очищает лицо. Так я понял, что предстоит дальняя дорога. Мой старик осторожно подошел ко мне, словно я могу от него убежать куда-нибудь. Да куда я от тебя убегу, чудак? Не убегу я от тебя никуда, потому что ты мой хозяин и я не хочу иметь никакого другого хозяина. Он подошел ко мне и я, подняв голову, но и не проявляя излишней жадности, ждал, когда он протянет мне ладонь с горстью крупной соли. И он протянул мне ладонь, и я выбрал оттуда вкуснейшую в мире соль. И когда все прожевал и проглотил, он сунул мне в рот удела, перекинул уздечку над холкой и влез мне на спину. Мы пошли к дому. Я в последний раз оглянулся на жеребенка и когда мы тронулись, он поднял голову и посмотрел мне вслед. Ох, если б я почувствовал в его глазах сожаление, что я покидаю его. Но нет, милый, длинный, рыжик, равнодушно опустил голову и стал спокойно щипать траву. Неблагодарный, я же тебя от смерти спас. Я же готов за тебя жизнь отдать, а ты ничего этого не понимаешь. Но кто его знает, может он все-таки любит меня и только внешне не может это показать. Ведь разрешил же он мне дважды подходить к нему и положить голову на грифку его трепещущей шеи. Что это были за сладчайшие минуты? Я шеей чувствовал, как под нежной шкуркой его шеи струится теплая кровь. Эта теплота передавалась моему телу и я ощущал, как по нему растекается неслыханное блаженство. Правда, все это длилось не очень долго. Глупышка внезапно прервал то, что я считал нашим общим блаженством и фыркнув отбежал от меня. А второй раз, когда мы так стояли, он не прервал блаженство. Я думаю, все-таки почувствовал сладость нашей близости. Но тут подошла его мать и отогнала меня. Я не стал сопротивляться, чтобы не обижать жеребенка. А то что она взвыла бы на всю котловину с обида. Заревновала старая дура. Если ты так любишь своего жеребенка, почему-то оставила его позади и первая удирала от волков. Мы подошли к дому моего старика. Он наклонившись столкнул калитку и мы вошли во двор. Возле кухни мой старик спешился, вытащил удила из моего рта и привязал меня к перилам веранды. Я стал сильно волноваться. Дело в том, что обычно перед большой дорогой мне выносят в тазу кукурузные початки, чтобы я подкрепился. Но иногда не выносят, потому что просто забывают. И именно это ужасно обидно. Если бы они не выносили початки, потому что им жалко, было бы не так обидно. Но от того, что они просто иногда забывают это сделать, бывает очень обидно. Мой старик зашел в кухню и стал разговаривать со своей старухой. Из их разговора я понял, что мы идем к его сыну в город, где тот сейчас живет. Этот сын его, Сандро, живет в городе и зарабатывает на пропитание танцами. В жизни не слыхал, чтобы за танцы человека кормили, поили и держали бы его под крышей. Никак этого не могу понять. Так каждому захочется танцевать. И тогда кто же будет пахать, сеять, собирать урожай? Из разговоров моего старика со старухой я понял, что Сандро собирается покупать дом, но хочет, прежде чем купить его, посоветоваться со своим отцом. Вот старик и собрался в город. Старуха все время уговаривала моего старика склонить своего сына вернуться в Чигем, потому что в городе сейчас страшные дела происходят. Я об этом слыхал много раз, и когда был привязан возле сельсовета, и когда мы ездили на поминки в соседнее село, и на мельнице об этом же говорили, и я все расслышал, несмотря на шум мельничного жерного. Там в городе одни люди хватают других людей и отправляют в холодный край, название которого я забыл, а иногда просто убивают, а за что никто не знает. Вроде бы думают, что они колодцы отравляют, но что-то мне не верится. Мы с моим стариком много раз бывали в дальних дорогах и по пути нередко пили из колодцев, где ни разу не отравились. Я одного не пойму, почему все эти люди, прежде чем их схватят, никуда не бегут, да что они, стреножины что ли? Раз такое дело, бегите в горы, в леса, кто вас там отыщет. Я и то в свое время сбежал от злого хозяина и пришел к своему старику, и ничего, обошлось. Так вот, значит, старуха стала нудить моего старика, чтобы он уговорил сына вернуться в чаге. А старик стал уверять, что такой бездельник как Сандро никогда не захочет менять свою дармовую городскую жизнь на сельскую. Тут они сильно повздорили, и я затасковал, решив, что теперь-то конечно забудут дать мне кукурузу. Айда, мой старик, и тут про меня не забыл. Старуха, продолжая ругаться, что через него может погибнуть ее сын, вынесла мне целый тазик кукурузных початков. Штук 10, не меньше. Я стал отгрызать от кочерыжек вкусные золотистые зерна. Тут как всегда куры и петухи приблизились ко мне, ожидая, когда от початков будут отскакивать отдельные зерна. Я конечно старался так аккуратно отгрызать зерна, чтобы от початков ничего не отскакивало. Да, разве за всему следишь? Все равно зерна иногда нет-нет и отскочат в сторону и эти пустоголовые куры и петухи тут же склевывали их. Я поел всю кукурузу, так что одни голые кочерыжки остались в тазу, а старик мой тоже поел и выйдя на веранду вымыл руки и рот. Он почему-то после еды всегда полоскает рот, чтобы отмыть его от остатков пищи. Странная привычка. Мне наоборот приятно, когда после вкусной еды во рту остаются кусочки пищи, тогда дольше помнишь ее приятность. Но мой старик всегда так делает, видно ему нравится забывать то, что он ел, а мне наоборот нравится помнить то, что я ел, например, как сейчас кукурузу. Вымыв руки и сполоснув рот, мой старик оседлал меня. Когда он начал натягивать подпруги, я как всегда раздул живот, а он как всегда ткнул меня кулаком, чтобы я выпустил воздух, а он как следует затянул подпруги. И что интересно, ни я никогда не забываю раздуть живот, ни он никогда не забывает ткнуть меня кулаком. Я все жду, забудет ли он когда-нибудь, что я раздул живот. Но пока что не получается, он все замечает. Оседлав меня, мой старик в последний раз оглядел двор, чтобы убедиться, все ли на местах, не надо ли что-то подправить или дать какой-нибудь наказ домашним. Убедившись, что здесь все как надо, он посмотрел на взгорье, где стоял дом его сына охотника Исы. Поглядев дом Исы и его двор, и не найдя там никаких признаков безхозяйственности, он посмотрел вниз, его сына пастуха Махаза. И тут он обнаружил непорядок. Дело в том, что мой старик терпеть не может, когда в его собственном доме или в домах его сыновей закрыта кухонная дверь. Он считает, что по абхазским обычаям, если хозяева дома, дверь кухни должна быть целый день распахнута. Распахнутая дверь кухни означает, что хозяева всегда готовы принять мимоезжего всадника или прохожего, если ему захотелось напиться или поесть. А закрытая дверь кухни, особенно если над крышей поднимается дым, означает, что тут живут скупые хозяева, которые боятся случайного гостя. И вот старик мой, если он находится дома, без устали подслеживает за кухнями своих сыновей, чтобы они были всегда распахнуты, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не подумал, что у него негостеприимные сыновья. Но мало ли чего не бывает. То ли хозяйка за водой пошла, то ли на огород за зеленью или прополоть овощи, так она прикрывает дверь на кухню, чтобы туда куры или собаки не вошли. А мой старик, как увидит закрытую кухонную дверь, так и начинает кричать. И сейчас он заметил, что у Маши, жены, его сына Махаза, дверь на кухню закрыта. «Эй, вы там, у Маши!» закричал он вниз. «От кого это вы заперлись на кухне?» «Мама купается, дедушка», закричала в ответ одна из дочерей тети Маши. «Потому она закрылась». «Чтобы ее водяной употребил», пробормотал мой старик. «Слыхано ли, чтоб женщина целыми днями плескалась?» «Нет, конечно, Маша не имеет привычки целыми днями купаться. Просто старик терпеть не может, чтобы дверь какой-нибудь кухня была закрыта. Наконец он взгромоздился на меня и мы пошли. «Верни моего сына!» крикнула ему вслед старуха. «Чтоб язык твой отсох!» бормотнул мой старик и, наклонившись, открыл калитку и мы вышли со двора. Перед крутым склоном, выходящим к реке Кодор, мой старик остановил меня у дома своего дружка. Тот мотыжил кукурузу на своем приусадебном участке. Звали его Даур. Этот Даур оказался еще упрямей моего старика. На весь чигем он единственный, кто еще не вступил в колхоз. Мой старик ревниво к нему приглядывается, все не может понять, правильно ли он сделал, что вступил в колхоз или лучше было бы держаться, как этот Даур. «Хороших тебе трудов!» крикнул мой старик. «Добро тебе, хабук!» ответил Даур и, бросив мотыгу, пошел в нашу сторону. Он перелез через плетень и, подойдя к нам, поздоровался с моим стариком за руку. «Спешься, выпьем по рюмке!» сказал Даур. «Не-не-не!» ответил мой старик. «Я так мимоездом!» «Куда путь держишь?» спросил Даур. «К сыну в город еду!» ответил мой старик. «Все на своем муле!» вдруг сказал Даур. «Я уж думал, тебя на лошадь пересадят, раз уж ты кумхозником стал!» И далась им эта лошадь. «Вот люди, кто не встретит, удивляются, почему мой старик ездит на мне, а не на лошади. Никак болвана не поймут, что потому-то он на мне и ездит, что я удобней и приятней лошади во всех отношениях!» «Я уж так на своем муле до смерти проезжу», сказал мой старик и, вздохнув, добавил. «Ах, кумхоз, шо поделаешь, время заставило». «Да, время», вздохнул Даур в ответ. «Ну, а шо тебя не теребят?» спросил мой старик. «Опять вызывали в сельсовет», сказал Даур. «Сдается, новый налог придумали». «Нет уж, от тебя не отстанут», сказал мой старик. «Эй, ты», крикнул Даур в сторону дома, «вынесь нам что-нибудь, горло промочить». Я понял, что теперь они будут долго разговаривать и стал потихоньку пощипывать траву возле приусадебного плетня. «Ну, а что у вас в кумхозе?» спросил Даур. «Эти болваны», сказал мой старик, «придумали дурость под названием план». «Табак а по плану они его приказывают ломать. Сколько я им не говорил, не слушаются». «Попомни мое слово, гиблая это затея». «Весной я им говорил, не надо спешить засевать низинку, надо дать земле просохнуть». Опять не послушались, теперь там кукуруза не больше моей ладони». «Я отпока, слава богу, хозяин на своей земле», угрюм сказал Даур. Тут его старуха принесла графинчик Чача, две рюмки и очищенных орехов в тарелке. Они выпили и закусили. Старик мой, выпив рюмку и наглядно запрокинув ее, сказал свою обычную присказку. «Чтобы этот кумхоз опрокинулся, как эта рюмка». «Да прислушается Аллах к словам твоим», поддержал его Даур. Они выпили по три рюмки и хозяин упрашивал моего старика выпить еще, но мой старик наотрез отказался, говоря, что он и так задерживается в дороге. В самом деле, солнце уже поднялось на высоту дерева, а мы только до конца своего села дошли. Мне самому не терпелось идти, потому что траву возле забора я все общипал, а когда попробовал прихватить кукурузный листик, высунувшийся между прутьями плетня, так этот единоличник стукнул меня рукой по голове. Не очень больно, но обидно. Что ему этот листик кукурузы? Жадные они все-таки единоличники. Честно скажу, в этом отношении колхоз мне больше нравится. Возьмем такой пример. Однажды соседский буйвол порвал изгородь одного крестьянина, и мы за этим буйволом вошли в поле. Нас было три коровы, два осла и я. Мы совсем недолго лакомились кукурузными стеблями. Мы объели участок поля совсем небольшой, ну не больше, чем занимает обычный крестьянский дом. И вдруг нас обнаружил хозяин. Что тут было? Он чуть не убил нас. Он такой дубиной колошматил нас, что я чуть разум не потерял. Главное всех бил, кого попало, хотя легко было догадаться, что только буйвол мог порвать эту изгородь. А в другой раз мы славно потравили колхозное поле. Между прочим, тот же буйвол порвал забор. У него была такая привычка, если уж он поднимет голову, и в глаза ему попадаются сочные кукурузные стебли, он так и прет на них, и уже никакая ограда его не удержит. Ну так вот, мы там славно попировали, может быть час, может быть больше. И только тогда нас заметил один колхозник. Прогнал, а бить не бил. Так только коми земли бросал в нашу сторону, чтобы мы ушли. Так где же после этого, я спрашиваю, более доброе, более сердечное отношение к животному? Конечно, в колхозном поле, а не на приусадебном участке. Вообще-то, честно говоря, в колхозе много глупостей делается, и мой старик прав, но у них есть и хорошие стороны, и надо быть к ним справедливым. Мой старик распрощался с Дауром, и мы стали спускаться вниз, к Адору. Я очень осторожно переступал ногами, чтобы не споткнуться самому, или, не дай бог, не сбросить вниз моего старика. Мелкие камушки так и сыпались из-под ног, и надо было следить в оба, чтобы каждый раз ставить ногу в надежное место. Справа и слева от этого очень крутого спуска шли крестьянские дома, и оттуда беспрерывно нас облаивали большие и маленькие собаки. Хотя я на них совсем не обращал внимания, все-таки меня раздражал этот почти беспрерывный злобный лай. Хоть бы он имел какой-нибудь смысл, мы ведь к вам во двор не заворачиваем, безмозглые твари, мы ведь только мимо, мимо проезжаем. Ведь можно же было понять, живя возле такой дороги, что здесь много народу проходит и всадников проезжает, так нет. Они каждый раз делают вид перед своими хозяевами, что им с большим трудом удалось отогнать грабителей от своего дома. Несмотря на трудную дорогу и этот раздражающий лай, я все-таки успевал оглядеть дворы, надеясь увидеть, не мелькнет ли где-нибудь жеребенок, но так и не заметил ни одного жеребенка. Такое пренебрежение жеребятами, я думаю, не только преступно, но и глупо. Скажем, вы не любите жеребят, но ведь из них вырастают лошади, об этом вы подумали, на чем вы будете ездить через несколько лет, если такое отношение к жеребятам продлится. На середине спуска к реке Кадор нам повстречался странствующий еврей по имени Самуил. Он ехал на ослике сам и впереди погонял ослика с поклажей. Этот странствующий еврей из Мухуса разные городские товары и меняет их на деньги или деревенские продукты. Поравнявшись с Самуилом, мой старик остановился. Тот тоже остановил своего ослика. «Добром тебе», сказал мой старик. «Добром тебе тоже, Хабук», приветливо ответил Самуил. «Что везешь к нам?» спросил мой старик. «Ткани для женских платьев и мужских рубашек», сказал Самуил. «Галоши с загнутыми носками, какие обожают абхазцы, стекла для ламп, иголки для швейных машин, нитки, пуговицы, чуму, холеру и другую всякую всячину». «Зайди к нашим, может, что-нибудь возьмут», сказал мой старик, подумав. «Обязательно зайду», сказал Самуил. «А что слышно в городе, куда я еду?» спросил мой старик. «Лучше не спрашивай, Хабук», всплеснул руками Самуил. «В городе, куда не едешь, людей берут каждую ночь, а иногда даже днем». «Какую нацию сейчас больше всех берут, Самуил?» спросил мой старик. «Что ты говоришь, Хабук?» снова всплеснул руками Самуил. «Разве сейчас есть такая нация, которую меньше берут? Если была бы такая нация, я бы купил документ и вступил в эту нацию, а сейчас я хотел бы со своей семьей скрыться в Чигеме». «Плохи дела», сказал мой старик. «Если ты Самуил, торгующий человек, хочешь скрыться в Чигеме». «Дела даже хуже, чем мы с тобой думаем, Хабук», сказал Самуил. «Как ты думаешь?» спросил мой старик. «Чего добивается большоусой?» «Ни один человек в мире не знает», ответил Самуил. «Чего он там добивается?» «Ученые люди голову ломают, чтоб не может». «Ученые люди не знают», сказал мой старик. «Зато я знаю, что он добивается». «Я знаю, что ты скажешь», воскликнул Самуил. «Есть люди, которые говорят, что он сошел с ума. Это не я так говорю, это люди так говорят». «Нет», твердо сказал мой старик, «он не сошел с ума». «Я знаю, что ты думаешь, Хабук», воскликнул Самуил. «Но умоляю, не говори об этом никому. Особенно в городе, куда едешь. Сейчас никому нельзя доверять, даже собственному мулу не доверяй своих мыслей». «Ну уж такой глупости я от Самуила никак не ожидал. Я не то, чтобы предать своего хозяина, я жизнь готов за него отдать. Да если ты хочешь знать правду, животные вообще никого не предают, предают только люди». «Знаю», спокойно сказал мой старик. «Не то, что в городе, я даже за Кадором не могу так сказать, потому что среди долинных абхазцев уже появились доносчики». Так они поговорили еще немного и разъехались. Самуил вверх, мы вниз. Меня очень встревожил этот Самуил. Я даже стал опасаться за своего старика, после Кадора он обычно держит язык за зубами, но очень уж он уверен, что доносчики на эту сторону Кадора не перебрались. Этот странствующий еврей Самуил впервые появился в Чигеме пять лет назад. До этого в Чигеме не было ни одного еврея, и многие чигемцы даже не подозревали о существовании такой нации. И они стали приходить в большой дом, чтобы поглазеть на Самуила, поговорить с ним, подивиться его знанию абхазского языка. И только вздорный человек, лесник Амар, не ходил смотреть на Самуила, и пытался отговорить остальных, чтобы они не ходили смотреть на него. Во время Николаевской войны с Германией Амар служил в дикой дивизии, и любил рассказывать о том, как они там в этой дикой дивизии рубили людей от плеча до седла. Но чигемцам давно надоели его рассказы, и ему было обидно, что все бегут в большой дом послушать Самуила, и посмотреть на него. Куда прете, куда, куда, кричал он чигемцам с веранды своего дома, когда они шли знакомиться с Самуилом. Вы здесь козий помет месили, когда я уже видел евреев. В Польше, в Польше, надрывался он, страна такая, там я видел их, ничего особенного, вроде армян, в Польше, в Польше. вздорным лесничем молча проходили мимо его дома. И только один обернулся и спросил, а эндурцев ты там не видел? Эндурцев не видел, ответил ему Амар, врать не буду. Хорошо им там без эндурцев, сказал чигемец и пошел дальше. К эндурцам у абхазцев очень сложное отношение. Главное, никто не знает точно, как они появились в Абхазии. Сначала выдвигалось предположение, что их турки насылают на абхазцев. Считалось, что турки по ночам на своих филюгах подплывают к берегу, высаживают их и говорят, а теперь идите. Куда идти? Как будто бы спрашивают эндурца. Он туда, вроде бы говорят им турки, и машет рукой в сторону Абхазии. И вроде бы с тех пор эндурцы идут в Абхазию и идут, и конца и края им не видно. Но некоторые абхазцы они ссылаются на то, что эндурцы не знают турецкого языка, а если бы они были из Турции, то даже при всей своей дьявольской хитрости хоть один бы из них проговорился бы. И чигемцы выдвинули другую версию. Они выдвинули такую версию, что эндурцы где-то в самых дремучих лесах между Грузией и Абхазией самозародились из древесной плесени. Вроде в царские времена это было возможно. А потом доросли до целого племени, размножаясь гораздо быстрее, чем хотелось бы абхазцам. А некоторые самые старые чигемцы говорят, что помнят времена, когда эндурцы в Абхазии не жили, а только иногда появлялись маленькими стайками, нанимаясь к абхазцам то дом построить, то поле подмотыжить. Вот тогда они и приглядывались, где у нас и как и что, отвечали им более молодые чигемцы, а вы думали поле промотыжить. Честно говоря, сам я не знаю, кто прав, но мне кажется, во всем есть некоторое преувеличение. Но я отвлекся от странствующего Самуила. Больше всего он поразил чигемцев тем, что говорил по-абхазски. Ты абхазский еврей, спрашивали у него чигемцы, или ты еврейский абхаз? Не, отвечал им Самуил, я еврейский еврей. Тогда откуда ты знаешь наш язык? удивлялись чигемцы. Я 20 лет торговал в абхазских долинных селах, сказал Самуил, но мне там сейчас запретили торговать, потому что большевики там открыли магазины и хотят, чтобы люди покупали в этих магазинах то, что люди не хотят покупать, а то, что они хотят покупать, в магазинах нету. Это мы знаем, сказали чигемцы, но ты нам объясни, Самуил, где находится родина вашего народа. Наша родина там, где мы живем, отвечал Самуил. Этот ответ Самуила показался чигемцам чересчур простоватым, и они решили его поправить. Уважаемый Самуил, сказали ему чигемцы, ты наш гость, но мы должны поправить твою ошибку, родина не может быть в любом месте, где человек живет. Родина это такое место, по нашим понятиям, где люди племени твоего сидят на земле и добывают свой хлеб через землю. Фу, промолвил тогда Самуил, так рассказывают чигемцы, и закачался сидя на стуле. Такая родина у нас была, но у нас ее отняли. Кто отнял, спросили чигемцы, русские или турки? «Не», отвечал Самуил, «не русские и не турки, совсем другая нация. Это было в незапамятные времена, и это все описано в нашей священной книге Талмуд. В этой книге описано все, что было на земле и все, что будет». Чигемцы никогда не думали, что есть такая книга, и они сильно заволновались, узнав об этом, и они сразу же решили узнать у Самуила о своей будущей судьбе. «Тогда не мучь нас, Самуил», взмолились чигемцы, «скажи нам, что написано в этой книге про индурцев». «Я не читал», сказал Самуил, «я торгующий еврей, но есть евреи-ученые, у них надо спросить». Тут чигемцы слегка приуныли, понимая, что ученый еврей навряд ли до них когда-нибудь доберется, и они стали задавать Самуилу разные вопросы. «Ответь нам на такой вопрос, Самуил», спросили чигемцы. «Еврей, который рождается среди чужеродцев, сам от рождения знает, что он еврей, или узнает об этом от окружающих наций?» «В основном от окружающих наций», сказал Самуил и добавил, удивленно оглядывая чигемцев. «Да вы совсем не такие простые, как я думал». «Да», закивали чигемцы, «Мы не такие простые, думают, что мы простаки». Чигемцы задавали Самуилу множество разных вопросов, и он наконец устал. И он им сказал, «Может, вы у меня что-нибудь купите, или будете все время задавать вопросы?» «Мы у тебя все купим, раз ты к нам поднялся», отвечали чигемцы, «По нашим обычаям было бы позорно ничего у тебя не купить». И они у него все купили. И Самуил был вполне доволен чигемцами. Но на обратном пути у него получилась осечка. Оказывается, Самуил большой знаток торговых дел, ничего не знал о том, как распределяются блага чигемских гор и лесов. И этим воспользовался Сандро, который провожал его из села. Была осень, и Самуил сказал, что хотел бы заготовлять чигемские каштаны и продавать их в городе. Пожалуйста, сказал ему Сандро и показал на каштановую рощу в котловине Сабида. Вот эта роща до самой речки в глубине лощины моя, а за речкой уже чужая. Я тебе свою рощу продам, а ты найми греков в селе Анастасовка, и они приедут со своими ослами, соберут тебе каштаны и довезут до самой машины, идущей в город. И тогда они стали торговаться. Но Сандро его и тут перехитрил. Что ты со мной торгуешься, сказал он Самуилу. Я тебе за эти же деньги и не только продам рощу, но буду и сторожить ее до твоего приезда, а то сейчас самый сезон, того и гляди, налетят греки и армяне, и от твоих каштанов ничего не останется. Тогда согласен, сказал Самуил. Сторожи мои каштаны, а я дней через десять приеду. Будь спокоен, отвечал Сандро. Я даже ни одного дикого кабана не подпущу к твоей роще. Не подпускай, сказал Самуил, а я найму греков с их ослами и приеду. Только ни одному человеку не говори, что я тебе продал каштановую рощу, попросил его самуил. Торговый человек умеет хранить секреты. Через десять дней Самуил приехал с греками и они стали собирать ему каштаны. И он им платил за каждый мешок. И когда они, обобрав всю рощу, спустились до речки, Самуил спросил у них, не знают ли они, где сейчас находится хозяин каштанов, растущих по ту сторону речки. Греки, услышав слова насчет хозяина каштанов, бросили свои мешки и стали смеяться над Самуилом. И Самуилу это очень не понравилось. Мне удивительно слышать ваш смех, сказал Самуил. Интересно, вы меня наняли работать или я вас? Хозяин, сказали греки, наконец перестав смеяться. Конечно, ты нас нанял работать и платишь нам за это деньги, но нам смешно слышать, что каштаны по ту сторону речки кому-то принадлежат. По местным обычаям это считается лес, лес, а то, что человек собрал в лесу, оно ему и принадлежит. А по эту сторону речки, стревожился Самуил, каштаны тоже никому не принадлежат. Да, радостно подтвердили греки, и по эту сторону речки каштаны никому не принадлежат, и сама речка никому не принадлежит. Хочешь, ставь на ней мельницу? Мельницу мне незачем ставить, тем более в таком диком месте, сказал Самуил задумчиво, но я считал, что каштаны кому-то принадлежат, раз их продают на базаре. Так Сандро его обманул когда-то, но Самуил ему простил этот обман, потому что все равно выручил за каштаны хорошие деньги, да и привык во время приезда в Чигем останавливаться в доме моего старика. Одним словом, расставшись с Самуилом, мы продолжали свой спуск к реке Кадор. Наконец, когда этот крутой склон мне здорово надоел, мы выбрались на ровное место, где уже хорошо был слышен шум реки, но тут мы подошли к дому одного грузина, тоже дружка моего старика. Мой старик остановил меня и заглянул во двор. Я тоже заглянул во двор в надежде увидеть жеребенка, но никакого жеребенка во дворе не оказалось. Двор был полон индюками и поросятами. Под тенью лавровишни на коровьей шкуре лежал дружок моего старика. Увидев нас, он встал и громко поздоровавшись, стал приближаться к нам. Я понял, что опять начнутся разговоры и, не теряя времени, стал есть траву на обочине дороги. Хозяин вышел из калитки и, подойдя к моему старику, поздоровался с ним за руку. После этого он довольно насмешливо оглядел меня, и я понял, что он сейчас что-нибудь про меня скажет. Так оно и оказалось. Мир перевернулся, сказал, улыбаясь хозяин дома. А ты, Хабук, как сидел на своем муле, так и сидишь. Как сидел, так и буду сидеть, отвечал мой старик твердым голосом. Молодец, мой старик. Что мне в нем нравится, так это то, что никто его не может сбить с толку. Если уж он что-то сам решил, так пусть хоть всем селом навалятся на него, но все равно будет делать по-своему. И главное, все знают, что он самый умный в чигеме старик. Все знают, что он своими руками нажил самое большое хозяйство. Все знают, что у него была дюжина лошадей, но он выбрал меня. Так неужели вам не ясно, что если человек во всем умнее вас, так значит и в том, что он мула предпочел лошади, проявился его ум. Этим болванам кажется, что если абхазец сидит на муле, а не на лошади, он себя унижает. Но мой старик лучше всех знает цену любому животному. Другой бы на его месте, если бы ему столько говорили против мула, послушался людей и, расставшись со мной, отбивал себе печенку на тряской лошади. Ну так вот, дружок моего старика предложил ему спешиться и посидеть у него в доме за столом. Мой старик опять отказался, сказав, что он торопится в город. Тогда хозяин окликнул свою хозяйку, и та принесла чайник вина, два стакана и черчхеля на закуску. И они, конечно, стали пить и закусывать. Честно говоря, в моем старике тоже немало смешных странностей. И тут и там он наотрез отказался зайти в дом, ссылаясь на спешку, а сам пьет и закусывает, сидя верхом на мне. Это называется он спешит. Раз уж ты решил перекусить, так сойди с меня, дай и мне передохнуть. Как дела в вашем кумхозе? Спросил мой старик. Да, вот, все эвкалипты сажаем, отвечал хозяин. Что это еще за эвкалипты? Удивился мой старик. Это заморское дерево такое, отвечал хозяин. На дрова не годится, а плодов от него не больше, чем приплода от твоего мула. Опять меня задел. Так зачем же вы его сажаете? Спросил мой старик. Велят, отвечал хозяин. Они говорят, что эвкалипт будет комаров отпугивать. Да, зачем же их отпугивать? Спросил мой старик. Так они считают, что от укусов комаров человек малярией болеет. Вот бараньи головы, удивился мой старик. Что ж они не знают, что малярию гнилой туман нагоняет? Не знают, сказал хозяин, разливая вино по стаканам. Да, ведь против них не попрешь. Власть? Не попрешь, согласился мой старик и, выпив вино, наглядно опрокинул стакан. Чтобы этот комхоз опрокинулся так, как я опрокинул этот стакан, сказал мой старик. Дай тебе бог, согласился хозяин и снова налил вино в стаканы. Ладно, думаю, отведи душу, поговори, пока мы не доехали до Кадора, если ты уж уверен, что доносчики все никак не решатся переправиться через Кадор. Но страшно подумать, если доносчики уже на этой стороне Кадора, а мой старик все еще мелет, что не придет на язык. На той стороне Кадора он ведет себя потише. Нет, он и там запрокидывает стакан, но говорит при этом не прямо, а намеком. Но я-то знаю, что он то же самое имеет в виду. Они выпили еще по два стакана, и хозяин спросил у моего старика, как идут дела в их колхозе. Тут мой старик, чтобы быть понятнее ему, перешел на грузинский язык, который я почти не понимаю. Но мне и так ясно было, про что он будет говорить. Между прочим, мой старик, с армянами он разговаривает на турецком языке. Он только не знает русского языка, потому что русские живут в городе, а мы там редко бываем. По-русски он знает только одно слово дуррак. По-абхазски это слово означает никчемный, жалкий человечишка. Иногда, когда мой старик злится на кого-нибудь, он вставляет это слово, и люди, которые спорят с ним, теряются, не зная, что ему ответить. Наконец, они попрощались, и мы пошли дальше. «Эвкалипт», бормотал мой старик, вспоминая это чудное слово. «Они думают, лучше бог знают, где какому дереву расти положено». От возмущения мой старик сплюнул и даже выпустил задом лишний воздух. Интересно, что когда я выпускаю лишний воздух, он всегда недовольно ворчит, а когда он это делает, я совсем не обижаюсь. Я никак не пойму, что тут обидного для него, зачем я лишний воздух должен держать при себе, он же мне мешает дышать. Смешных странностей у моего старика до черта. Мы стали подходить к реке, шум ее с каждым мгновением усиливался, и я почувствовал, что начинаю волноваться. Дело в том, что я терпеть не могу переходить через всякие там мостки, мосты, стоять на досках парома, когда знаешь, что под этими досками проносится бешеная вода. Если бы мне дали проходить по мосту или вброд через ледяную воду, то я выбрал бы брод, если, конечно, вода не слишком большая. Насколько я знаю, лошади и ослы тоже так устроены. Мы любим всегда под ногами чувствовать твердую землю, а когда нет под ногами твердой земли, у меня какое-то неприятное чувство. Душа обмирает, а тело сопротивляется. Оно не доверяет вещам, которые стоят на воде или висят в воздухе. Когда мы подошли к реке, там уже стоял какой-то крестьянин с нагруженным ослом и еще два человека. Одним из них был охотник с собакой. Но эта собака меня не тревожила, потому что охотничьи собаки довольно разумные существа. Они почти не лают и совсем не кусаются. Меня немного успокоило, что на берегу стоял ослик с поклажей. Все же как-то легче, когда ты не один должен взбираться на паром. От волнения у меня пересохло в горле, и я потянулся к воде, чтобы напиться. Мой старик отпустил поводья, и я нарочно отошел подальше от этих людей, которые ждали паром. Я боялся, что старик мой воспользуется последней возможностью почесать язык на этом берегу и заговорить с кем-нибудь из них о колхозе. А вдруг кто-нибудь из них доносчик с того берега, а только делает вид, что собирается переправляться туда. Чтобы подольше отвлекать моего старика, я долго-долго пил холодную мутную воду Кодора. Ослик увидев, что я пью воду, тоже вспомнил, что ему хочется пить и потянулся к воде, но хозяин его не пустил. Я понимал, что ослик волнуется, как и я, но его глупый хозяин этого не понимал. А между тем, с той стороны реки паром уже приближался. К слову сказать, сколько я не напрягал свой ум, а у меня, слава богу, есть что напрягать. Я никак не мог понять, какая сила движет паром поперек реки. Ведь вода его толкает по течению, а он прет против течения. По-моему, это самая удивительная загадка. Я так думаю, что люди тоже не понимают, почему паром движется против течения, но делают вид, что это им давно известно. И что я еще заметил? В середине реки, где течение сильнее всего толкает его вперед, он именно там быстрее всего движется против течения. Паром все приближался и приближался. И я чувствовал волнение не только от того, что предстояло перейти в него. Меня еще волновало, кто первый взойдет на паром, я или ослик. Мне, конечно, не хотелось идти первому. По справедливости, раз ослик сюда пришел первым, он первым и должен взойти на паром. Я чего боялся больше всего, это выдержат ли мостки, ведущие от берега к парому. Я, конечно, тяжелее ослика, но ослик с поклажей пудов на 6 будет потяжелее меня. И я решил, что если мостки выдержат ослика с поклажей, то они выдержат и меня. Меня беспокоило еще вот что. Я заметил, что одна доска на мостках треснула как раз там, где был вбит гвоздь в перекладину. Так что гвоздь этот с одной стороны ее совсем не держал. При переходе на паром эта доска вполне могла соскользнуть с перекладины. И тогда ослик или я обязательно сломали бы ногу. И главное, столько мужчин стоит тут в ожидании парома, и ни один из них не обратил на это внимание. И конечно в конце концов только мой остроглазый старик как всегда заметил непорядок. Мой старик слез с меня, взял хороший камень, отодвинул треснутую доску, вытащил из перекладины гвоздь, выпрямил его, поставил доску на место и там где она была целой вбил гвоздь по самую шляпку. Но вот послышался скребущий звук железной веревки на особом колесике скользящий поперекинутой через реку другой железной веревкой. И паром боком уперся в мостки. Там было человек восемь людей и ни одного животного, так что непонятно было, выдержат меня мостки или нет. Как я надеялся, первым пустили ослика. Но хозяин ослика перепутал все мои расчеты. Он сначала снял с ослика оба мешка и перетащил их на паром. Но выдержали. К сожалению, он перетаскивал мешки по одному. Если бы он сразу перетащил оба мешка, я бы меньше волновался. Ведь такой солидный упитанный мул, как я, весит гораздо больше человека с одним мешком. Перетащив мешки, человек взял под усцы своего ослика и стал тянуть его на мостки. Ослик стал за всех сил упираться. Очень уж не хотел идти. Но ведь все равно идти надо, никуда не денешься. Хозяин его упрямо тянул, а тут еще охотник несколько раз огрел ослика прикладом своего ружья. Наконец, бедняга осторожно взошел на мостки, а потом спрыгнул на паром. Теперь была очередь за мной. Я собрал все свое мужество, и, когда мой старик, взойдя на мостки, слегка натянул поводья, я поставил ногу на доску, и, не ждя, чтобы какой-нибудь бродячий охотник бил меня сзади прикладом, взошел на мостки и тихонько спрыгнул на паром. Все стали хвалить меня за ум и смелость. Мне, конечно, приятно было это слышать, но ум мне дала сама природа, тут особой моей личной заслуги нет, а вот чтобы мужественно держать себя, пришлось напрячь всю свою волю. Паромщик оттолкнулся багром, и наша посудина медленно, а потом все быстрее и быстрее пошла на тот берег. Я стоял на дне парома, стараясь не шевелиться и не переступать ногами, чтобы доски днища не обломились подо мной. Старик мой расплатился с паромщиком, мы кое-как вышли на берег и пошли дальше. Мы прибыли в село Анастасовка. Там у сельсовета стояла железная арба под названием Машина. На ней многие люди ездят в город и обратно. Я раньше никак не мог понять, на какой силе двигаются эти машины, но потом догадался. Однажды мы с моим стариком проходили через село Джагерды. Я там увидел одну машину, стоявшую на улице у ручья. Хозяин ее набрал из ручья полное ведро воды и влил в машину. Потом сел в нее и поехал. Я понял, что эти машины двигаются на водяной силе, как мельничные жернова. Когда мы проходили мимо машины, старик мой взглянул на нее и сказал «Железа-то у вас будет много, а вот откуда вы мясо возьмете, хотел бы я знать». Это больное место моего старика. Дело в том, что он был лучший скотовод чигема. Сейчас у нас тоже кое-что есть, но раньше было очень много скота. В лучшие времена, говорят чигемцы, у моего старика было столько косый овец, что когда их перегоняли на летнее пастбище, бывало головные уже за три километра на чигемском хребте, а задние еще топчутся в загоне. Вот сколько у него было скота. А ведь начинал он с одной единственной козы. В Чигеме тогда еще никто не жил. Он первым приехал в Чигем, попробовал местную воду, и она ему так понравилась, что он решил здесь поселиться. Он тогда только вернулся из Турции, куда многих абхазцев загнали, кого селком, кого обманом. И у него ничего не было, только юная жена, один ребенок и эта коза. Ее одолжил ему молоком. В первый же год он на жирной Чигемской земле собрал такой урожай кукурузы, что купил на нее небольшое стадо овец и коз. А через 20 лет упорных трудов мой старик уже имел все, и детей, и хозяйство, и огромный загон для скота. И дом его был полная чаша, и гостей бывало полон двор, так что жена его обслуживать. А молока было столько, что его обрабатывать на сыр не успевали и сливали собакам. Да-да, держал пастухов, ну и что, за три года работы пастух получал 30 коз, после чего мог уйти и заводить собственное хозяйство. А у вас колхозник за три года и трех коз не зарабатывает, вот как. Иногда я вижу своего старика совсем молоденьким, только-только испившим ледяную чашу чигемского родника, утирающимся рукой и решающим здесь буду жить. Так стоит он передо мной, небольшого роста, широкоплечий, горбоносый, упорный, с могучей, неукротимой мечтой в глазах. А теперь что? А теперь всем колхозам они не имеют столько скота, сколько он один тогда имел. Пустамеле все по ветру пустили. Тот же моему старику и обидно. И теперь иногда на лице моего старика бывает такая горечь, что у меня душа разрывается от жалости к нему. Эта горечь на лице его означает кончилось крестьянское дело. Но иногда он все же надеется, что эти безумцы образумятся и снова каждый крестьянин заживет сам по себе. Мы продолжали идти по дороге. Я поглядывал по сторонам, где виднелись зеленые дворики, в надежде увидеть какого-нибудь жеребенка. Во дворах паслись телят, свиньи, куры, индюшки, а жеребят не было видно. Попомните мое слово. Если с жеребятами дальше так дело пойдет, Абхазия останется без лошадей. Или они думают готовых лошадей привозить из России, не верится что-то. Да и не годятся громоздкие русские лошади для наших гор. Все же я надеюсь, что на такой длинной дороге нам где-нибудь встретится жеребеночек. Вдруг из одной проселочной дороги выехал на улицу всадник. Остановив свою лошадь, он из-под руки оглядел нас, как бы сились узнать, кто мы. Хотя я могу поклясться всеми жеребятами, которых я любил в своей жизни, что он сразу нас узнал. Это был известный лошадник из села Анхара по прозвищу Колчерукий. Старик мой поравнялся с ним, они поздоровались и поехали рядом. От Колчерукова я ничего хорошего не ожидал. Так оно и получилось. Да чё ж тебя кумхоз довёл, закричал Колчерукий, хотя мы были от него в двух шагах, и мой старик слава богу прекрасно слышит, что ты на муле стал разъезжать. Нарочно так говорит, хотя прекрасно знает, что старик мой всегда ездит на муле. Я спокойно ответил ему мой старик, и до кумхоза сидел на муле, и бог даст после кумхоза буду сидеть на муле. Знаю, знаю, засмеялся Колчерукий, просто так к слову сказал, хороша под тобой лошадка. Вдруг ни с того ни с сего брякнул мой старик. Да уж, отвечал Колчерукий хвостливо, еще не настолько мне задурели голову, чтобы я в лошадях перестал разбираться. Я, как услышал слова моего старика насчет этой лошадки, так сразу почувствовал, что у меня горло перехватило. Да что хорошего в ней, я спрашиваю, все крутит головой, все норовит куда-то в сторону зарысить, якобы от избытка сил и нетерпения. Да это же сплошное притворство и обман. Пусть она, как я, пройдет от Чигема до Мухуса, простоит там голодная всю ночь, а на следующий день вернется обратно. Вот тогда бы вы посмотрели, рассет она в сторону от нетерпения или шатается как чучело под ветром. Горько все-таки. Если ты ведешь себя как солидный мудрый мул и не беспокоишь хозяина дерганием и кривлянием, так они это считают, что в тебе лихости мало. Но ничего не поделаешь, так устроен этот мир. Мудрость всегда обречена на неблагодарность окружающих. Ну, а как дела у вас в кунхозе? Спросил мой старик. Эвкалипты еще не сажают. Э, сказал колчаруки, что это еще за эвкалипты? Это такое заморское дерево, ответил мой старик. Сейчас его всюду сажают, чтобы комаров отпугивать. А чего это комаров отпугивать? Удивился колчаруки. Уж лучше пусть они мух отпугивают, а то совсем мою лошадь заели. Они так считают, что комары плодят малярию, сказал мой старик. Хотя каждый знает, что малярию плодит гнилой туман. В низинных селах, где бывает гнилой туман, там и болеют малярии. А комаров у нас в такой простой вещи уразуметь не могут, а берутся перевернуть всю нашу жизнь. Это ребенку ясно, согласился колчаруки. Нет, у нас эвкалипты не сажают, у нас с ума сошли на чае, чай повсюду разводят. Чай, удивился мой старик, наши отцы и деды отродясь чай не пили, чай пьют русские, вот пускай они и разводят его себе. Говорят, у колчаруки, вот они и решили приспособить нашу землю для чая. А где же они его брали раньше, спросил мой старик, ведь русские без чая и дня прожить не могут. А раз ты не знаешь, ответил колчаруки, они его у китайцев покупали. Так что ж, китайцы теперь перемирли что ли, спросил мой старик. Не, китайцы не перемирли, отвечал колчаруки, но это целая история. Но я тебе так быть расскажу, потому что ты преданный нашему народу человек, хоть сидишь верхом на муле. Опять колчаруки попытался меня задеть, но мой старик ничуть не смутился. Еще бы, сказал мой старик, рассказывай, а мы слушая тебя, глядишь, скоротаем дорогу. Так вот, повторил колчаруки, китайцы не перемирли, скорее весь мир перемрет, чем китайцы перемрут, до того они живучие. Но китайский царь передал нашему Большеусому, что больше не будет русских поить чаем, потому что они убили царя Николая вместе с женой и детьми. Что ж, китайский царь, удивился мой старик, только опомнился, русского царя вон когда еще убили. Так что ж, не знаешь шайтанскую хитрость Большеусова? Он говорил ему, что русский царь вместе со своей семьей живет у него в Кремле и получает наркомовскую пенсию. То в Кремле живет, то на курорте, а больше нигде не живет. Но тут вмешались англичане. Они сказали китайскому царю, ты что не видишь, что Сталин тебя обманывает? Ты пошли в Россию доверенного человека, и если русский царь жив, пусть они покажут ему. И тогда китайский царь написал Большиусому, что он посылает к нему доверенного человека. И если этот человек увидит живого царя Николая, тогда он, китайский царь, снова будет посылать русским чай, пусть пьют, пока не лопнут. Хорошо, отвечал Большиусый китайскому царю, присылайте человека, хотя мне обидно, что вы мне не верите. И вот приезжает доверенный как будто рядом с домом Большиусого стоит дом царя Николая. И как будто Николай ему рассказывает, как прежняя власть управляла людьми, а Большиусый ему рассказывает, как теперешняя власть управляет людьми. И как будто они так сдружились между собой, что их дети целыми днями вместе играют и бегают внутри Кремля. И вроде бы они уже сами путают, где чей ребенок. Вроде дело до того дошло, что Большиусый, когда у него хорошее настроение, подзывает к себе своего ребенка, чтобы дать ему конфету. А тот оборачивается и оказывается сыном царя Николая. Но он все равно дает ему конфету. Да подойди ты, говорит ему Большиусый, не бойся, она не отравленная. Вот до чего как будто они сроднились. Вводят значит этого китайца в кремлевский дом и показывают на какого-то человека точка в точку похожего на царя Николая. А рядом с ним вроде сидят жена и дети. Китаец долго на них смотрит, а не на него. А помощники Большиусова ждут, что скажет китаец. Ты царь Николай? спрашивает китаец у этого человека. Да я царь Николай, доволен бодро отвечает этот человек. А это твоя жена? спрашивает китаец Да, так же бодро отвечает этот человек. Она и есть моя жена. А это твои дети? спрашивает китаец и почему-то пристально оглядывает детей. Да, уверенно отвечает этот человек, это мои дети. Ты точно знаешь, что это твои дети? снова спрашивает китаец и снова пристально смотрит на детей. Что я, не знаю своих детей, что ли? Вроде бы обижается этот человек, точка в точку тогда китаец, глядя на помощников Большеусова, говорит, то, что царь Николай за 15 лет не постарел, вы можете объяснить тем, что Сталин ему устроил хорошую жизнь, но чем вы объясните, что за 15 лет дети царя не выросли? Тут помощники Большеусова растерялись, покраснели, побледнели, не знали, что сказать. Тут-то они и докумекали, что в торопях дали маху, забыли, что дети растут, но было уже поздно, тык-мык, а сказать нечего. Сами удивляемся, говорят они, мы их кормим, поем, а они почему-то не растут. Выходит, царские дети, говорит китаец, при советской власти не растут? Выходят, соглашаются помощники Большеусова. Выходит, они превратились в лилипутов? Выходят, подтверждают помощники Большеусова. Нет, говорит китаец, не выходят, вы плохие, вы мошенники, вы убили царя Николая и его детей. Как же так, возмущаются помощники Большеусова, мы ничего не понимаем, тогда объясни нам, кто этот человек и его дети. Это не царь, говорит китаец, это переодетый чекист, а это не царские дети, это дети чекистов. Тогда помощники Большеусова говорят китайцу, «Ну, хорошо, возможно, получилась ошибка. Ты посиди пока в другой комнате, а мы между собой посоветуемся, как быть». Китайцы отвели в другую комнату, а эти начали между собой советоваться. И вот, что они решили. Они решили дать китайцу тысячу золотых николаевских десяток, чтобы он своему царю сказал, что видел настоящего царя Николая. И они вошли в комнату, где сидел китаец, и сказали ему об этом. «Вы дураки», ответил им китаец, «Вы даже до сих пор не знаете, что китайцы взяток не берут». Тут Колчарукова перебил мой старик. «Неужто не берут?» «Да», говорит Колчарукий, «оказывается, китайцы взяток не берут». «Как же они свои дела устраивают?» удивился мой старик. «Никто понять не может», отвечает Колчарукий, «Вот такие они, китайцы, упрямые». «Ну, а дальше что было?» спрашивает мой старик. «А, дальше было вот что. Помощники Большоусова опять вышли и стали между собой советоваться. Правда, я не знаю, звонили они Большоусому или сами между собой решили. Тот, кто рассказывал эту историю, сам об этом не знает, а я ничего прибавлять не хочу». «Итак, они значит снова входят к китайцу в комнату и говорят «Если ты не скажешь китайскому царю, что видел настоящего русского царя, мы тебя убьем». «А, к твоему царю пришлем нашего советского китайца, и он ему скажет все, как мы хотим». «И китайский царь ему поверит, потому что вы все китайцы на одно лицо». «Ничего не выйдет», отвечает им китайц с улыбкой, «Когда он посылал меня к вам, он сказал мне тайное слово, которое я должен повторить, когда приеду к нему во дворец, и это слово вы никакими пытками меня не заставите сказать, поэтому мой царь изобличит вашего фальшивого китайца». Тут помощники Большеусова совсем приуныли, и пришлось им обо всем рассказать хозяину. Большеусый пришел в неслыханную свирепость, а сделать ничего не может, потому что убить доверенного китайца нельзя, придется воевать с Китаем, а воевать нельзя, потому что китайцев оказывается даже больше, чем русских». «Неужто больше, чем русских?» подивился мой старик. «Да», уверенно сказал Колчерукий, «сами русские это признают». «Чем только они кормятся?» проговорил мой старик. «У них все в ход идет», сказал Колчерукий, «Жучки, паучки, червячки, они все едят, а потом все это чаем запивают и ничего». «Так, чем же кончилась эта история с китайцем?» спросил мой старик. «А вот чем кончилась», отвечал Колчерукий. Большеусый вызвал этого доверенного китайца и говорит ему, «Страна у меня большая и не всегда знаешь на одном конце ее, что делается на другом, а помощники у меня глупые, что им не скажешь, все перепутают». «Я им сказал, берегите царя и его семью, а они все перепутали и расстреляли их». «Они мне фальшивого царя показали», сказал китаец. «Насчет фальшивого царя не беспокойтесь», отвечал ему большиусый, «Я прихожу его расстрелять вместе с его фальшивой женой, можешь так передать своему царю». «Это хорошо», сказал китаец, «Но мой царь больше не будет поить русских чаем, потому что он будет горевать за русского царя и его семью». «С тем, значит, доверенный китайц и уехал». «Вот с тех пор и решил большиусый разводить чай на нашей земле, чтобы от китайцев больше не зависеть». «Это все политика», сказал мой старик. «Да, политика», согласился Колчаруки. Тут Колчаруки стал заворачивать на проселочную дорогу и очень удивился, что мы туда не заворачиваем. «Ты что, раз туда не едешь?» спросил Колчаруки. «Я еду в город», отвечал мой старик. «А ты куда едешь?» «Я еду на оплакивание Карамана», ответил Колчаруки. «Я думал, и ты туда едешь». «Как злозадый Караман умер?» удивился мой старик. Похотливых людей наши абхазцы называли злозадыми. «Да, умер», отвечал Колчаруки, «и умер через свою злую задницу». «Последний раз он вроде бы привел какую-то русскую в дом», сказал мой старик. «Точно», ответил Колчаруки, «прямо на ней и умер». «Да откуда ты знаешь?» удивился мой старик. «Не уж-то она сказала». «Не», ответил Колчаруки, «она только ночью прибежала к сыновьям и сказала, что отец их умер, а сыновья рядом живут. Они пришли в дом и увидели, что отец их ничком лежит на постели в таком виде, что стало ясно, чем он занимался в свои последние минуты». «Тьфу», сплюнул мой старик, «умереть ничком, как бешеная собака, убитая выстрелом». «Вот что других народов и принято умирать ничком, но только не у нас. Настоящий абхазский старик лежа ничком никогда не умирает. Настоящий абхазский старик умирает лежа на спине, в чистой рубашке, окрушенной близкими. А этот жил как кобель и умер как кобель. Что ж меня, гревестники, не известили?» «Видно, поспели», ответил колчаруки. «Его только послезавтра хоронят». «Все же я его оплачу», решил мой старик, хоть порченом он был человеком. Тут мой старик повернул меня на проселочную дорогу, и мы пошли к дому этого карамана. Мне это дело очень не понравилось. Если мой старик так будет останавливаться всю дорогу, мы никогда до города не доедем». «Я тебе скажу, колчаруки», продолжал мой старик, «мужчина после семидесяти лет должен забыть про женщину, а самые мудрые еще раньше забывают. Мужчина после семидесяти лет считается по нашим обычаям стариком, а старик должен блюсти чистоту. Он не должен грязнить свою постель женщиной. Дело старика следить за честью семьи, честью рода, честью села и честью племени своего, тем более в наше время, когда бесчестие нависло над нашим домом и грозит очумить нас позором». Говорят, среди долинных абхазцев уже появились доносчики, которые рассказывают властям то, о чем мы говорим в нашем доме, на нашем поле, на нашей сходке. Куда подевались абхазские мужчины, я спрашиваю, почему по нашему славному древнему обычаю доносчикам не отрезают уши и языки? «Ого», сказал колчаруки, «слишком многие остались бы без языка и ушей». «А вот ты, хабук, говоришь, что после семидесяти мужчина грязнит постель женщиной, так ведь все от природы зависит, иной как раз в старости делается особенно злозадом, шо ж такому делать, если ему не втерпешь?» «Чего ж», сказал мой старик и опять сплюнул, «пусть в руки возьмет топор или мотыгу и быстро забудет про женщину, у некоторых стариков протухают мозги, кровь плохо движется в теле и застревает в паху, а он, дурак, думает, что у него молодость наступила». И потом это грех, грех вливать в женщину прокише стариковское семя, грех против будущего ребенка. Если от дурного зерна на поле вырастет хилый стебелек кукурузы, ты его срежешь мотыгой, а ведь ребенка не убьешь. К слову, выродили они что-нибудь говорят», отвечал Колчерукий. Но сам я его не видел. Он эту молотку подобрал пять лет назад, когда начался голод на Кубани, и оттуда хлынули люди, чтобы спастись от голода. Вот тогда он ее и приманил в свой дом за пару помидоров и кусок чурека. А потом, откормившись, отмывшись, она ему так приглянулась, что он ее сделал своей женой. Сыновья пытались стыдить и отговаривать его от женитьбы. Они даже пугали его, говорили, что эта женщина без рода, без племени, может отравить его, чтобы прибрать к рукам хозяйство. Да разве злозадого караманы кто остановит? Молчите, отвечал он им выблитки. Я трех жен затоптал и эту затопчу. Да не тут-то было. Эта русская молотка как только отъелась, оказалась до того злозадой, что сама затоптала его. «Жил как скотина и умер как скотина», сказал мой старик. И вот что удивительно, мой старик презирает этого карамана, а все-таки едет на его оплакивание. Так уж он устроен, очень уважает обычаи. Но слава богу, дом этого карамана оказался недалеко. Вскоре мы к нему подошли. Ворота были распахнуты, а во дворе толпилось множество народу. Гроб с покойником стоял возле дома под небольшим навесом. С той стороны гроба выглядывали ближайшие родственницы и плакальщицы. Справа возвышалось помещение, крытое огромной плащ-палаткой. В нем устраивают поминальное застолье для приехавших оплакивать покойника. Нас встретил молодой парень, по-видимому один из сыновей этого карамана. Он провел нас к навязи. Мой старик и колчаруки спешились. Парень этот хотел взять у моего старика поводья, но мой старик их ему не дал и, вынув изо рта у меня удела, прикрепил поводья к седлу, сказал, пусть мой молх попасется, у меня дальняя дорога. Хорошо, сказал этот парень и, привязав лошадь колчарукова, повел его вместе с моим стариком на оплакивание. Недалеко от гроба стоял столик, на котором оставляют тапки, папахи и башлыки. Мой старик и колчаруки положили свои шапки на столик и, стоя возле него, дожидались своей очереди. У наших такой обычай, что в шапке нельзя оплакивать покойника, как будто бы покойнику не все равно, в шапке ты или не в шапке, но он таков обычай, и все блюдут его. Дождавшись, когда оплакивающий угроб был отведен в сторону, мой старик, ударяя себя руками по голове, двинулся к покойнику. Сзади его слегка придерживал за бока особый человек, приставленный для этого дела. Вообще, как я понимаю, смысл такого сопровождения заключается в том, чтобы удерживать оплакивающего от слишком буйных и опасных для его жизни проявлений горя. Ну, например, чтобы он не бился головой от гроб. И это, конечно, понятно, когда умирает хороший человек и оплакивают его близкие люди. Но дело в том, что ко всякому покойнику всякого оплакивающего сопровождает такой человек. В том числе и к такому несолидному покойнику, как этот кароман. И вот, зная все, что мой старик говорил о нем, не смешно ли думать, что мой старик может покалечить себя в приступе отчаяния при виде трупа каромана? «Ох-ох-ох-ох», стонал мой старик, продолжая бить себя по голове и стоя у гроба. «Зачем ты нас покинул, кароман?» Женщины, родственницы покойного, торчащие из-за гроба, отвечали на слова моего старика дружным рыданием. «Я думаю таким же искренним, как и рыдание моего старика». «Нет, мой старик не обманщик. То, что он думал о каромане, он уже сказал, а теперь он просто выполняет обряд оплакивания. Такое уж он чтит обычаи». «Ты видишь, кароман?» рыдая говорили плакальщицы. «Старый хабук пришел проститься с тобой, даже не дождавшись гревесника». «Ох-ох-ох, бедный кароман!» Довольно глупо повторял мой старик, видно, ничего больше из себя не мог выдавить. «Отчего ты покинул нас?» «А то ты не знаешь, забыл, что он через свою злозадость и вытянул ноги». Так мой старик, не слишком убиваясь, поплакал с минуту, а потом был отведен приставленным к нему человеком к своей шапке, а оттуда уже нахлобучив ее на голову, он бодро отправился в поминальное помещение выпить свои несколько стаканов и закусить. «Я чего боюсь?» Как бы он там не начал опрокидывать свой эту сторону кодора? Я, конечно, пользуясь тем, что меня не привязали, ел траву. Десяток лошадей, стоящих у коновязи, косились на меня и умирали от зависти. Еще бы, ведь ни одной из них не позволили вольно попастись на этом углу двора. Мой старик мне доверяет, и недаром. Я ведь, в отличие от некоторых глупых лошадей, не стану бродить между людьми и не выйду за ворота. Я буду здесь пастись, объедая каждый клочок травы, пока за мной не придет мой старик. Пока я ел траву, рядом со мной прошла большая хозяйская собака, но я не стал за ней следить, потому что собаки, когда во дворе собирается много людей и животных, падают духом и не решаются ни лаять, ни кусаться. А меня, между прочим, обилие людей никогда не смущает. Но, с другой стороны, у меня вообще нет такой глупой обязанности, как облаивать живые существа. Слава Богу, мои обязанности значительно сложней и почетней. Возле меня появился белоголовый мальчик, лет четырех, с большим куском хачапури в руке. Я догадался, что это сын карамана от русской. Абхазские дети такими белоголовыми не бывают. Видно, кровь у этой русской оказалась посильнее, чем у этого карамана, потому что мальчик пошел в нее. За этим мальчиком присматривала девочка лет 12, явно из наших. Я понял, что это скорее всего внучка карамана присматривает за его сыном. Ну, разве это не смешно? Получается, что внучка в три раза старше сына. Ни одно животное, скажу я вам, не способно так запутать законы природы, как человек. Этот мальчонка долго и внимательно наблюдал за тем, как я ем траву. Видно, впервые видел мула. Ну, что ты любуешься мулом, белоголовый русачок, подумал я. Ты ведь сам муленок, ты ведь сын старого абхазского осла и молодой русской кобылицы. Вот и получается, что ты сам муленок. Малыш продолжал молча смотреть на меня, а потом, видно, я ему очень понравился, подошел ко мне и протянул свой кусок хачапури. Я не стал ломаться и осторожно, взяв у него из рук этот кусок, съел его. Хачапур оказался очень вкусным, и я был от всей души благодарен мальчику. До этого я несколько раз видел хачапур, но никогда не пробовал. Надо же, чтобы я впервые попробовал хачапур во дворе этого злозадого карамана из рук русского мальчика. Как говорится, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Между прочим, после этого я внимательно пригляделся к мальчику и не заметил в нем никакой худосочности или уродства. Мальчик как мальчик, только головенка беленькая. Или мой старик погорячился насчет прокисшего старческого семени, или это скажется потом. Будем надеяться, что мой старик ошибся на этот раз. Надо сказать, что мать этого мальчика я нигде не углядел. Сдается мне, что сыновья карамана стыдясь людей из-за ее молодости припрятали ее куда-нибудь на время оплакивания и похорон. Наконец, мой старик, довольно хорошо взбодрившись поминальными стаканами, подошел ко мне, освободил поводья и взгромоздился на меня. Мы вышли за ворота. Люди продолжали подходить, а из поминального помещения доносился гул возбужденных голосов, доходящих по нашим понятиям до неприличия. Не знаю, может, у других народов на поминках принято петь и плясать, но только не у наших. У наших принято пить поминальные стаканы в тишине, слушая мудрую речь того, кому предоставлено говорить, а эти разгуделись. Но, с другой стороны, если подумать, разве этот старый похотливец заслужил почтенные поминки? Мы прошли проселочную дорогу, вышли на улицу и двинули дальше. Мы долго шли по улице, и несколько раз навстречу нам ехали машины, а некоторые из них, обдавая нас клубами пыли, обгоняли нас. Я все время озирался по сторонам, стараясь разглядеть на улице или где-нибудь во дворе жеребенка, но жеребята не попадались. Вдоль улиц спаслись ослы, свиньи в большом количестве, иногда коровы и буйволы, а жеребят не попадались. Несколько раз навстречу нам показывались верховые, и к моему большому удовольствию ни один из них не оказался знакомым моего старика, и он ни разу не остановил меня. О том, что нас ни один всадник не обогнал, не может быть и разговоров, я бы этого никогда не позволил. Мой старик меня любит не только за плавный ход, но также за очень бодрый шаг. Ну, разумеется, если кто-нибудь пустится сзади голопом, он нас опередит, но это не в счет. Верховое животное ценится за бодрый и плавный шаг, а бег это забава для людей, и при этом довольно грубая. Видовал бывало со своим стариком на скачках, а чумелые ребятишки верхом на своих лошадях носятся по кругу. Дикость и больше ничего. Мы проехали село под названием Эстонка. Здесь живет национальность под названием эстонцы. А кто они на самом деле никто не знает, но живут тихо, нашим не мешают. Вообще о них мало что известно. Одно только известно, что они разводят огромных коров, которые дают в день по 20 литров молока. По нашим абхазцам такие коров ни к чему. Нашему абхазцу неприятно возиться с такой коровой. Она его унижает своей несамостоятельностью. Эти эстонские коровы по горам ходить не могут и сами себя не прокармливают. То и дело приходится их кормить, подмывать, держать в чистом сухом помещении. Нет, нашим такие коровы ни к чему. У абхазца совсем другой подход. Скажем, одна эстонская корова дает 20 литров молока, а абхазская корова, скажем, 2 литра. Хотя на самом деле она может дать до 4 литров. Но будем считать 2. Это яснее покажет глупость другого понимания выгоды. Эстонец от одной коровы имеет 20 литров, а абхазец заводит 10 коров и имеет те же 20 литров. Эстонец целый день крутится возле своей коровы, а у абхазцев всех дел утром открыть ворота скотного двора и выпустить их, а вечером когда они придут снова впустить их. Так что же выгоднее целый день возиться с одной коровой и иметь 20 литров или тоже молоко получать от 10 коров и не иметь с ними никакой возни. А теперь возьмем со стороны мяса. Ясно, что тому кто имеет 10 коров проще прирезать телка, чем одну корову. Ну а теперь пришел колхоз и абхазцам не разрешают держать больше трех коров. Ну наши конечно пока исхитряются там где живут подальше от начальства. Но сколько не хитри, а власть тебя все равно перехитрит. На то она и власть. И никто понять не может кому мешает скотина, почему ее не дают разводить. Ведь ясно же каждому чем больше у крестьян скотины, тем больше мяса в город попадет. Им же выгодно, а они этого почему-то не понимают. Потому то и говорит мой старик, железа то у вас будет много, а вот откуда вы мясо возьмете, хотел бы я знать. Становилось жарко, солнце приближалось к середине неба. Я это понимал и не поднимая головы, потому что тень моя топталась подо мой старик спешился и ушел за кусты. Я понял, что вино прошло сквозь него и ему захотелось помочиться. Я тоже помочился, воспользовавшись тем, что он отошел. Обычно ему почему-то неприятно, если я на ходу мочусь. Поэтому я на ходу стараюсь сдерживаться, если не слишком сильно подпирает. Когда я на ходу освобождаюсь от навоза, ему тоже бывает неприятно, но совсем по другой причине. Дело в том, что люди очень ценят наш навоз. Нет, нет, не только мулов. Хотя у мулов, конечно, навоз получше, но и других животных. Для людей это почти золото. От нашего навоза земля жиреет и передает свой жир растениям полей и огородов. Крестьяне были бы счастливы, если бы мы только ночью на скотном дворе освобождались от навоза. Так ведь не подгадаешь, чтоб тебе захотелось только на скотном дворе. Хотя и там мы оставляем немало добычи. В одном месте возле калитки выскочила мерзкая собачонка и свизгливым лаем долго бежала за мной. Ей очень хотелось укусить меня за заднюю левую ногу, но она и не решалась укусить и не отставала, подлая тварь. Конечно, я мог бы ее одним ударом копыта отбросить в сторону, но это означало бы признаться, что она выводит меня из себя, а это унизительно для такого солидного мула, несущего на себе такого человека, как мой старик. Пришлось сдерживаться изо всех сил, пока эта собачонка не отстала от меня. Я почувствовал, что мои нервы перенапряглись, а сердце заколотило. Вот так ничтожная тварь может вывести из равновесия. Когда настоящая большая собака лает на тебя, хоть это и неприятно, но это борьба. Тут кто кого, подойдет слишком близко к садану копытом, и она это знает, и я это знаю, а эта зудит, зудит, зудит за тобой, и связываться с ней унизительно, и терпеть ее невозможно. Видно, Господь Бог решил вознаградить меня за мои страдания. Не успели мы отъехать от этой собачонки на сто шагов, как из проселочной дороги выехала телега, запряженная кобылой, рядом с которой бежал ослепительной красоты жеребенок. Он был белый, как облачко, с длинными разъезжающимися ногами, и чудной грифкой, которую так хотелось прикусить и потрепать, но, разумеется, не больно. Телега выскочила на дорогу впереди нас, и я незаметно ускорил шаг, чтобы быть все время рядом с жеребенком. Я постарался ускорить шаг незаметно, чтобы мой старик ни о чем не догадался. Он, конечно, знает о моей страсти к жеребятам, но я стараюсь, чтобы это не бросалось в глаза. Наверное, ему обидно думать, что я еще кого-то люблю, кроме него. Понимает ли он, чудак, что это разная любовь? Моим стариком я горжусь, а к жеребятам испытываю сумасшедшую нежность. Я купаюсь в наслаждении, когда глаза мои смотрят на них, а ноздри, процедив все остальные запахи, доносят их аромат до самого дна моей души. Этот чудный, этот потешный жеребенок то шел рядом со своей матерью, то отставал, принюхиваясь на дороге к чему-то непонятному. Потом, вдруг опомнившись и взбрыкнув на несуществующего врага, бежал вперед, развивая хвост и обгоняя телегу. В одном месте, когда он обогнал телегу, через улицу переходило стадо гусей. Жеребенок, увидев их, так и застыл от изумления. Видно, он впервые увидел гусей. Одна гусыня проходила совсем близко от него, и он, наклонив голову, хотел поближе рассмотреть ее, может быть, даже понюхать, чем она пахнет. Он же не знал, дурачок, что гусыня ничем хорошим пахнуть не может. То, что жеребенок наклонился к гусыне, страшно не понравилось одному гусаку. Гусак, вытянув шею, как змея, ринулся на жеребенка. Бедняга от неожиданности так перепугался, что вспрыгнул на месте на всех четырех ногах, а потом развернулся и дал стрякача к матери. Но что-то испугался, дурашлеп. Удрав от гусака, жеребенок подбежал к матери с нашей стороны, так что я видел его теперь совсем близко. И меня так обволокло его сладким запахом. То ли с испугу, то ли еще отчего, он стал на ходу тыкаться в соски кобылы. Наверное, от волнения или потому, что мешала телега, он никак не мог поймать губами сосцы, хотя очень старался, вытянув свою длинную шею. Кобыле, конечно, тоже трудно было подставлять ему сосцы, я ее ни в чем не виню. Она все старалась не ударить его ногой по мордочке, а он все тыкался, и в конце концов она сбилась с ноги, и тогда человек, сидевший на телеге, гаркнул. Но ты! С этими словами он изо всех сил хлестнул кнутом жеребенка. Я увидел своими глазами тонкую полоску, след от кнута на нежной спине жеребенка. Он взвизгнул от боли и помчался вперед. Растерявшаяся кобыла тоже понеслась, а я, потеряв голову от гнева, рванулся за ними, чтобы закусать и затоптать этого живодера. Ты что сбесился? крикнул мой старик и сам огрел меня кнутом по спине. Я не почувствовал боли, но опомнился, и мне стало стыдно, что я потерял голову. Да ведь я все равно не мог бы достать зубами этого негодяя. Старый мул, пробормотал мой старик, так и будешь до смерти бегать за жеребятами. Я почувствовал, как от стыда кровь ударила мне в голову. Да, мне стыдно за свою страсть, но ведь мне от этих жеребят ничего не надо, только любоваться ими, только слышать их запах. Если бы этот живодер не ударил кнутом жеребенка, мой старик не догадался бы, за кем я, тайно наслаждаясь, слежу. Телега, пылевшая впереди, снова свернула на проселочную дорогу и в последний раз мелькнул беленький жеребенок. Я вздохнул и отвернулся. Да, да, конечно, моя страсть не по возрасту. Мул моего возраста и, смело добавлю, моего ума, конечно, должен держаться солидней. Я дал себе слово, чтобы угодить моему старику больше не обращать внимания ни на одного жеребенка, если они попадутся на нашем пути. Конечно, если хватит сил. Во всяком случае, я постараюсь. То, что я в порыве гнева рванулся за этим негодяем, напомнило мне другой мой порыв. В отличие от этого, хоть и бессмысленного, но доброго, тот был порывом дикого страха, который привел меня к самым черным дням моей жизни. В тот пригожий осенний день мы со своим стариком возвращались с мельницы. Мой старик из любви и уважения к моей мудрости никогда не нагружал меня мешками. Так что впереди нас топал ослик, навьюченный мешками с мукой, а старик мой сзади ехал на мне и погонял ослика. Мы уже взяли самый изнурительный напскальский подъем и шли по ровной тропе, проходившей сквозь каштановую рощу. Изредка наклоняя голову, я успевал хватать попадавшиеся каштаны. Я это старался делать, не замедляя хода, чтобы не раздражать моего старика. Отчасти из-за этих каштанов все получилось. Из-за них, из-за ослика, хотя главную вину я с себя не снимаю. Дело в том, что ослик шел впереди, и он подбирал самые лучшие, самые близко от тропы лежавшие каштаны. В сущности, он подбирал почти все каштаны, а мне оставались только случайные. И это вызвало во мне зависть и дурной азарт. Я от этого забылся и только думал, как бы не пропустить какой каштан. Слева от нас вдруг послышался сильный треск в кустах черники, и я мгновенно почему-то решил, что там медведь. Он тоже очень любит чернику. От ужаса, сломя голову, я пустился по тропе. Старик мой вскрикнул и от неожиданности свалился с меня. От этого я окончательно потерял голову и бежал, и бежал, и бежал. Так я пробежал с километра и, наконец, опомнился и остановился. Только теперь я осознал, что я наделал. Вспоминая, что случилось, я сдорогался от стыда, раскаяния и позора. Медведь! Какой медведь? Разве я видел медведя? И как я, старый болван, забыл, что в это время года никакой ягоды нет и медведю в кустах черники нечего делать. Может, чья-то корова заблудилась или, в крайнем случае, косуля хряснула веткой. А я бежал, сбросив с себя своего старика. Ужас! Ужас! И что еще дополнительно обжигало меня мучительным унижением, это то, что все это произошло на глазах у ослика, который не поддался страху и никуда не убежал. В самом мрачном состоянии души, не зная, что случилось с моим стариком, я стал возвращаться. Я решил, что если обнаружу труп моего старика, брошусь со скалы и разобьюсь. Как раз тут рядом на Пскальский спуск и там обрыв метров на сто. Но если он остался жив, думал я, пусть он меня три дня бьет палкой и пусть я до конца своей жизни не увижу ни одного жеребенка. И вот я вернулся и увидел, что мой старик сидит на земле, а ослик, позор, позор, он все видел, спокойно похаживает возле него и осторожно, чтобы не уколоться о колючие коробочки, из которых каштаны еще не выскочили, вытаскивает их оттуда и ест. Ага, вернулся, волчья доля, сказал мой старик, заметив меня. Понурив голову, я подошел к нему и стал рядом с ним. Он с большим трудом встал и я понял, что он повредил ногу. Проклиная меня на все лады, он кое-как взобрался на меня, согнал ослика на тропу и мы двинулись домой. Я чувствовал перед своим стариком ужасную вину и готов был нести любую кару. Меня как-то тревожило, что мой старик меня ни разу не ударил. И вот мы дома. Старик мой остановил меня у самой кухни. Кряхтя он слез с меня и крикнул домашним «Расседлайте эту волчью долю!» Сильно хромая, он вошел в кухню. С ослика сняли мешки, расседлали его, а потом расседлали и меня. Нас пустили пастись во двор, но мне трава в горло не лезла, и я так уж по привычке через силу ел ее. На другое утро ослика выпустили со двора, и он вместе с другим скотом ушел пастись в котловину с обида, а меня оставили во дворе. Я чувствовал, что это знак какого-то предстоящего наказания, но какое наказание предстоит, я не знал, и от этого было очень тоскливо. Если бы мой старик меня побил или лишив еды запер в сарай, было бы не так тоскливо. Так три дня в полном неведении я проторчал во дворе. Мой старик ко мне не подходил. Только внуки его, мальчик и девочка, дети его сына Казима, пытались иногда меня утешать. Но у меня было такое плохое настроение, что я ничем не мог ответить на их доброту и ласку. На четвертый день на некрасивой кобыле в наш двор въехал знакомый моего старика. Меня охватило самое зловещее предчувствие. Я живо вспомнил, как этот человек встречался в прошлом году с моим стариком и упрашивал его продать меня. Тогда мой старик, конечно, наотрез отказался продавать меня. И вот почему-то именно этот человек сейчас приехал к нам. Он спешился, привязал лошадь, и они вместе с моим стариком вошли в кухню. Все-таки у меня еще была маленькая надежда, что этот человек приехал сюда случайно. Я не слышал, чтобы мой старик за ним кого-нибудь посылал. Они долго оставались в кухне, и я сильно волновался от неизвестности. Но вот они вышли из кухни и стали подходить ко мне, и сердце у меня замерло. Они подошли ко мне и остановились возле меня. Мой старик сказал, что я во всех отношениях великолепный мул, что ход у меня ровный и быстрый, а выносливость выше всяких похвал. И он сказал, что продает меня только потому, что сильно осерчал на меня за то, что я сбросил его по дороге с мельницы. Как не горько мне было слышать это, все-таки я не мог не подивиться его гордости. Ведь мог скрыть, что я его сбросил, но не захотел гордый. Через эту проклятую гордость я думаю он и продать меня решил. Как это так, он упал с мула, да еще на глазах у ослика. Может не окажись этого дрянного ослика, он бы меня не так страшно наказал. Не знаю за сколько они сговорились, но мой старик продал меня. Шею мне обвязали веревкой, человек этот взял за конец и сел на свою кобылу. Все домашние вышли провожать меня. И старуха, жена моего старика, столько раз кормившая меня кукурузой, причитала по мне как по мертвому. Бедная арабка, бедная арабка. И жена Казима, сына моего старика, говорила, бедная арабка, неужели мы тебя больше не увидим? А дети ее, милые дети, обнимали меня, целовали и плакали. И только мой старик не посмотрел на меня, и я старался не смотреть в его сторону, потому что сердце мое разрывалось от горя и обиды. Мы ему новому хозяину открыли ворота, и он выехал на своей кобыле, ведя меня за собой на веревке. Мы долго шли к нему домой. Я знал, что счастья в моей жизни больше не будет никогда. Но живое существо, пока оно живет, будь то человек или животное, ищет себе какое-нибудь утешение. И я, шагая за этой тряской, несказадой кобылой, думал, что может быть у нее есть дом жеребенок. И этот жеребенок, думал я, будет последним утешением в моей горестной судьбе. Часов через десять мы въехали во двор моего нового хозяина. Он отвязал от я быстро оглядел двор. Тут было полно кур, паслась пара телят, но никакого жеребенка не оказалось. Я тайно следил за кобылой, не ищет ли она кого глазами, но кобыла никого не искала, и было неясно, есть ли у нее жеребенок или нет. Но я все еще не терял надежды. Я думал, что жеребенок может пастись на выгоне с домашним скотом. Кобылу расседлали и выпустили на волю. Меня оставили во дворе. До вечера я пасся во дворе, ожидая, что когда вечером скотина вернется домой, жеребенок придет вместе со своей матерью. Но вот пришел вечер, коровы подошли к воротам скотного двора, и мыча стали просить выпустить к ним телят. Телят тоже своим матерям отвечали мычанием. Рядом с всякого жеребенка. И душу мою окончательно заела тоска. Господи, и откуда только взялась такая надежда? Как я мог подумать, что найдется жеребец, который покроет эту веслозадую уродку? На следующее утро хозяйка вынесла мне несколько початков кукурузы и бросила их передо мной на грязную землю. А ведь жена моего старика всегда в тазике выносила мне кукурузу. Я, конечно, съел початки, хотя прекрасно понимал, что угощают меня не от большой доброты. Меня собирались отправить пастись с местным стадом, чтобы я, помня об этой кукурузе, вечером снова подошел к дому своего нового хозяина. Ну что ж, бежать я никуда не собирался. А куда побежишь, если твой хозяин сам от тебя отказался? Не бежать же в лес к или вместе с хозяйским скотом и этой кобылой, утробы которой ничего кроме навоза не способна была выродить. Мы вышли на выгон, и я огляделся. Здесь было около дюжины соседских коров, примерно столько же ослов и лошадей, и ни одного же ребенка. И тут черная туча отчаяния окончательно заволокла мою душу. Внешне я жил, но внутренне чувствовал дней хозяин оседлал меня, и мы пошли в соседнюю деревню. Все в нем мне было неприятно, и его запах, и его тяжесть, и его привычка грубо одергивать поводья. Я старался идти как можно хуже. Конечно, как я не старался плохо идти, хуже его кобылы я просто при всем желании не мог шагать. Но он все-таки был очень удивлен. Несколько раз он сходил с меня, рассматривал мои копыта и бабки, и никак не мог понять, что со мной случилось. Он был очень недоволен, и все время бормотал проклятие моему старику за то, что тот якобы обманул его. Пять-шесть раз он выезжал на мне в соседские деревни, и я старался так его трясти, что думаю, у него селезенка с печенкой поменялись местами. Кончилось это тем, что он перестал на мне ездить, кобылу. Меня теперь использовали только для переноски мешков на мельницу или в город, на базар. Мой старик использовал меня только для того, чтобы ездить на мне верхом. Теперь на мне перевозили груз, но это меня нисколько не унижало. Я же сказал, что я жил только внешне, внутренне я умер, а мертвому мулу нечего стыдиться. Раз я потерял своего старика, мне все было безразлично. Меня могут спросить, ну, хоть что-нибудь тебе понравилось в новом месте? Отвечаю, ничего. Ни дом, ни двор, ни хозяин, ни жена его, ни дети, ни скот, ни выгон. Само это низинное село мне было глубоко противно, с его обилием мух, с его болотцами, наполненными черепахами, с его вечным ночным воем шакалов. Однажды на рассвете я из скотного двора перемахнул через плетень, и в досталь потравил кукурузу на приусадебном участке моего хозяина. Сколько мог кукурузных стеблей съел, а что не мог съесть топтал ногами. Мне было все равно, что бы со мной ни сделали. Я даже хотел, чтобы меня убили. Утром, конечно, меня обнаружили в кукурузе. Подняли крик, хозяин меня загнал в сарай, надел на шею крепкую веревку и привязал ее к стене. Потом он вышел из сарая, принес колотушку, которой молотят кукурузу, и, ухватившись за нее обеими руками, стал меня бить. Он бил меня изо всех сил, он бил меня кряхтя, он бил меня время от времени поплевывая на ладони, он бил меня может быть больше часу, потому что весь вымок и перестал бить только после того, как колотушка сломалась о мою спину. Ненависть, ярость и отчаяние мои были так велики, что я ни разу не охнул, пока он меня бил. Я не доставил ему этого удовольствия, и именно это его больше всего разозлило. И, конечно, ему еще было жалко сломанную колотушку. «Будешь голодать доски, богом проклятая тварь!» сказал он, уходя из сарая. Я понял, что мне не будут давать есть. «Пускай я умру», думал я, «но никогда не унижусь до того, чтобы с жалобными криками напомнить о себе или начать голодать доски сарая. Три дня без капельки воды, без клочка травы простоял я в сарае, а хозяин каждый день приходил смотреть на меня. Видно, он ждал от меня жалобных стонов и виноватых взглядов, молящих о милосердии. Так ничего и не дождавшись на четвертый день, он вывел меня из сарая, снял с шеи веревку и отпустил на волю. Через неделю я пришел в себя. Люди давно заметили, как вынослив мул, но не все знают, что у мула есть своя гордость и свое достоинство. Жить я продолжал с местной скотиной, а хозяин мой и его домашние больше меня не трогали. Утром я уходил вместе с хозяйской скотиной на выгон, а вечером вместе со всеми приходил к их постылому дому. Но, между прочим, на скотный двор меня больше не выпускали. Остальные животные там зимой получали свою вязанку кукурузной соломы. Я ничего не получал, ел только то, что сам добывал в поле. Как я сказал, по ночам я стоял у ворот рядом с вонючим свинарником. Но меня уже ничего не могло унизить. Я был мертв изнутри. И все-таки, как я уже кажется говорил, пока живое существо дышит, к нему рано или поздно приходит надежда. Так и ко мне весной пришла надежда. И пришла она очень просто. Я увидел, как на выгоне эту никчемную веслозадую хозяйскую кобылу покрыл великолепный местный жеребец. Я-то думал, что эта кобыла не только такого могучего жеребца, но и обыкновенного осла не сможет привлечь. Однако привлекла, и я все это видел своими глазами. Пожалуй, дело это настолько неясное, что ничего заранее нельзя сказать. И я тогда подумал, что если кобыла хозяина забеременела, так она обязательно родит жеребенка, а я буду рядом с ним. Я буду наслаждаться его близостью, буду любить его и охранять от всевозможных врагов. И я начал ждать. И я почувствовал, что душа моя, кровоточащая, тоской и отчаянием, стала тихо-тихо заживать. Да, я любил и люблю моего старика, думал я. Но что делать? Это счастье кончилось, и надо скорее о нем забыть. Вот родится жеребенок, которого я буду любить больше жизни. И ради этого жеребенка я должен примириться с домом моего нового хозяина и со всеми его обитателями. И тогда я подумал трезво, что они мне такого плохого сделали, за что я их всех возненавидел, ничего особенного. Да, хозяин меня здорово избил и три дня держал без еды, но ведь мало того, что я потравил и потоптал ему кукурузу, я ведь и до этого ему порядочно крови испортил. Ведь я нарочно коверкал свою походку, чтобы ему неповадно было на мне ездить. Так ведь он, бедняга, не виноват, что у него запах не такой уютный, как у моего старика, голос не такой приятный, повадки не такие мудрые. А уж хозяйку ты его за что я возненавидел, подумаешь, бросила кукурузу мне на землю, ведь она меня не думала этим оскорбить. И я сказал себе арабка будь терпимей, не везде живут так умно и сложно, как в доме твоего старика. Может они сами тарелок не знают, а ты обижаешься, что тебе кукурузу подали не в тазу. И душа моя стала теплеть к моему новому хозяину, к его домашним, не говоря о кобыле, которая явно понесла жеребенка. Я это чувствовал по ее притихшему поведению. Она даже трясти задом стала гораздо меньше. Теперь я старался на выгоне есть траву рядом с ней, чтобы кто-нибудь ее невзначай не напугал и не повредил жеребенка в ее животе. Я уже сам хотел, чтобы мой новый хозяин снова меня оседлал, и я бы ему наконец показал свою настоящую походку. Кроме того, я не хотел, чтобы беременная кобыла таскала его по соседним селам. Мало ли ребенок в животе может пострадать. Но он меня не взнуздовал. Я терпеливо ждал, теплее душой к нему и ко всем его домашним. А жеребенок надо думать, рос себе в животе у кобылы. И вот что удивительно, как меняется отношение к тому, что человек делал, когда меняется отношение к самому человеку. Теперь, когда я вспоминал то, что было в сарае, я не ощущал ни ожесточения, ни той обиды. Я даже ощущение боли не мог припомнить. Мне все время припоминалась одна и та же картина, которая казалась мне довольно смешной. Мне вспоминалось выражение лица хозяина, когда у него сломалась колотушка, и он от неожиданности растерялся и, взяв в руки оба обломка, все пытался их сложить, словно они могли прирасти друг другу. И на лице у него проступала какая-то детская обида. Он вроде бы говорил, я хотел мула наказать, а наказал себя. И вот однажды хозяин мой пришел на выгод и, поймав меня, надел на меня уздечку. Он повел меня к дому. Я шел горцующей походкой, радуясь, что наконец я ему понадобился. Нет, думал я, больше я никогда Он привел меня во двор, привязал к забору. И тут к нему подошел совсем незнакомый мне человек. Хозяин стал этому человеку нахваливать мой добрый характер, мою прекрасную походку и неслыханную выносливость. Хотя все это было правдой, мне все-таки стыдно было его слушать, ведь сам он, мой хозяин, не имел случая насладиться моим мирным характером и великолепной походкой. Единственное, в чем он мог убедиться, так это в моей выносливости. И вдруг они заговорили о деньгах, и я понял, что он меня собирается продавать, а вся его похвала это бесстыдное вранье, которому он сам не верит. Он сказал этому человеку, что раньше всегда ездил на мулах, но потом, когда у него умер мул, он вынужден был перейти на лошадь, хотя продолжал мечтать о муле. И вот он приобрел прекрасного мула, у такого солидного человека, как Хабук из Чигема. Но оказалось, что он уже отвык сидеть на муле, и теперь решил до конца жизни не сходить с лошади. Невыносимая боль снова обожгла мою душу. А как же мой жеребенок, который еще не родился, и которого я уже успел полюбить, значит, я его так и не увижу никогда в жизни. Боже, Боже, и этому человеку я готов был все простить. Душа моя снова омертвела. Мой новый хозяин надел на меня свою уздечку и, сев на мою неоседланную спину, повел меня в свое село. Мы шли целый день, и только к вечеру пришли к нему домой. Я был настолько оглушен горем, что шел, не замечая дороги и не пытаясь ухудшить свою походку. Мы вошли к нему во двор. Чтобы снова не расстравлять себе душу, я даже не думал о возможной встрече с жеребенком на этом новом месте. Но я не мог закрыть глаза и не видеть, что во дворе, куда привел меня новый хозяин, жеребенком и не пахло. Утром вместе с домашней скотиной меня пустили на выгон, и я совсем не думал о возможной встрече с каким-нибудь жеребенком. Я решил больше никого в жизни не любить. Впрочем, никакого жеребенка все равно на выгоне не оказалось. Не скажу, что новый хозяин со мной обращался хорошо, не скажу, что он со мной обращался плохо. Просто в этой деревне царили грубые нравы, как среди людей, так среди животных. Вот пример. Однажды мой хозяин привел меня на мельницу, нагрузив меня тремя огромными мешками. Для тутошных мест это обычное дело. Здесь никто не сообразует вес поклажи с возможностями животного. Мой хозяин заставлял меня таскать из лесу такие неимоверные вязанки драни, которые он сам расщеплял, что только благодаря моей выносливости я тогда выжил. Но животные в этой деревне такие же грубые, и об этом речь. Так вот, мы пришли на мельницу. Хозяин разгрузил меня и привязал к тыльной стороне мельницы. Тут же была привязана одна ослица и одна лошадь. Потом пришел еще один крестьянин и привез на осле огромные мешки кукурузы. Он разгрузил осла, привязал его рядом с ослицей и отнес мешки на мельницу. Я думал, что после этих мешков не скоро отдышится этот осел, но не тут то было. Как только его хозяин отошел, он стал выказывать явные признаки желания овладеть рядом стоящей ослицей. Его неимоверный детородный орган вышел из него как зверь из норы. Я понял, что сейчас произойдет что-то ужасное. Стараясь дотянуться до ослицы, этот чудовищный похотливец порвал уздечку и взгромоздился на ослицу. Ослица заорала от ужаса и боли. Тут из мельницы стали выходить люди и смеяться, глядя на забавы этого осла, чем доказывали собственную склонность к этим забавам. Вышел и хозяин этого осла и сперва вместе со всеми хохотал, возможно гордясь мощью своего животного. Видно, он сначала не догадался, что его осел порвал уздечку. Наверное, он подумал, что его осел ее просто сдернул. Потому что, заметив порванную уздечку, он пришел в неописуемую ярость, схватил валявшуюся тут же полено и, придерживая своего осла за порванную уздечку, стал изо всех сил калашматить его по спине. Наконец, хозяин перестал бить осла, кое-как починил уздечку и привязал свое животное подальше от ослицы. Я понял, что хозяин этого осла не первый раз таким образом избавляет его от похоти. Какие грубые страсти и какие грубые способы избавления от них. Ни животные, ни люди у нас в Чигеме так не поступают. Сколько раз я стоял на нашей мельнице, привязанной вместе с лошадьми и ослами, но никогда ничего подобного не видел. В поле, в лесу, пожалуйста, сколько твоей душе угодно. Чигемские животные стараются это делать красиво, не на глазах у людей. Уж во всяком случае не на мельнице и не у канавязи сельсовета, где полно людей. И вот с такими грубыми людьми и грубыми животными мне пришлось прожить почти год. Однажды мой хозяин оседлал меня и поехал в гости в одну далекую деревню. Через полчаса я почувствовал, что спина у меня невыносимо горит. Этот болван даже не удосужился оседлать меня как следует. Потник со страшной силой ерзал по моей спине, доставляя мне неимоверную боль. Беда наша в том, что мы мулы, человеческий язык хорошо понимаем, но сказать ничего не можем. От боли я пришел в неистовство. Несколько раз я пытался зубами схватить его за ногу, и один раз мне это удалось, но он даже не слишком быстро отдернул ногу. Местные животные и люди к боли не очень чувствительны, что лишний раз говорит о грубости их натуры. В ответ на мой укус, он изо всех сил ударил меня кнутовищем по голове, при этом, конечно, так и не понял, почему я себя плохо веду. Несколько раз я взбрыкивал, не в силах вынести боль, легал в воздух задними ногами, потом понес, но этот олух так ничего и не понял. Любой хозяин в Чигеме в таких обстоятельствах почувствовал бы что-то неладное, слез бы с лошади или с мула, осмотрел бы его, переседлал бы, а этот так и ехал. То, что я ему выдал самую безобразную походку и говорить нечего. Думаю, я перемолотил ему внутренности, если они у него не из камней сделаны. Да, что толку-то? Я попал в край грубых, недоразвитых людей, у которых чувствительности не больше, чем у бревна. Одним словом, когда мы возвратились из этого села и он меня расседлал, оказалось, что спина у меня протерта до крови. Ты смотри, сказал мой хозяин, оказывается, у него спина стерлась. А ты, дубина, не подумал, почему я всю дорогу выходил из себя. Он палец о палец не ударил, чтобы как-нибудь полечить мою рану. Всю ночь спина у меня горела, и я не находил себе места. Утром рану мою облепили гроздья мух, и к невыносимому сжению прибавилась невыносимая чесотка. И я принял отчаянное решение. Я решил смирить свою гордость, бежать от этого урода и вернуться к своему старику, а там будь что будет. В моем безумном решении была и доля разумной догадки. Ум-то свой я все-таки не потерял, несмотря на долгое общение с недоразвитыми людьми и животными. Мой старик всегда хорошо понимал животных и не выносил неумелого обращения с ними. Вот на это я и надеялся. Я не мог рассказать ему, как меня били, как я три дня без еды, без питья стоял в сарае, что за целую зиму мне не подбросили и вязанки кукурузной соломы. Но он мог увидеть своими глазами мою стертую до крови спину и все понять. Как только меня выпустили на выгон, я ушел. Точной дороги в Чигем я не знал, но я хорошо помнил, что от Чигема до первого села мы шли в сторону восхода, и от этого села до того мы опять шли в сторону восхода. Нетрудно было сообразить, что на обратном пути надо держаться в сторону заката. И я двинулся в путь. Где по дороге, где сквозь леса и горы, где сквозь заросли съедобных и несъедобных растений, на третий день я пришел в Чигем, весь в репьях, опавший, одичалый, с роем мух на кровоточащей спине. Я толкнул головой калитку большого дома и вошел во двор. Дверь в кухню была прикрыта, и я очень удивился этому. Неужто нравы старика изменились за время моих скитаний? Ведь он терпеть не может, чтобы дверь в кухню была прикрыта. Но потом я сообразил, что идет дождь и дует сильный порывистый ветер в сторону большого дома. Они прикрыли дверь от ветра. Собака, увидев меня, залаяла, но потом узнала и завиляла хвостом. Нет, все-таки собаки не совсем лишены разума, подумал я мимоходом. Все, что я пережил, стояло поперек моего горла, и я в отчаянии пересек двор, вошел на веранду и головой распахнул дверь в кухню, остановился в дверях. В ноздри мне ударил самый сладкий в мире запах, запах родной кухни, откуда мне столько раз выносили кукурузу и другие вкусные вещи. В кухне вовсю пылал очаг, и на большой скамье возле него, глядя на огонь, сидел мой старик, и я увидел его родное горбоносое лицо. Рядом с ним сидел его сын, добрая душа, охотник Иса, а у самого огня, склонившись к котлу с мамалыгой и помешивая ее лопаточкой, стояла жена Кезыма. А в стороне от дверей на кушетке сидела с веретеном старуха, и тут же возились дети Кезыма, мальчика и девочка, которых я не раз катал на себе. Арабка пришел, арабка! Первыми увидели меня, закричали дети, спрыгнули с кушетки, подбежали ко мне. Что я вижу, закричала жена Кезыма и, бросив свою лопаточку, тоже подбежала ко мне. Лопни мои глаза, если это не арабка! Старуха, бросив свое веретено, тоже подошла ко мне. А Иса, милый Иса, простая душа, увидев меня, прослезился. «Как он только дорогу нашел!» сказал Иса. «Дорога моя была куда длиннее, чем ты думаешь, Иса. Я никогда слез твоих не забуду, Иса. Ты благодарный, ты помнишь, что когда убил медведя в лесу, две лошади и два осла отказались везти его домой. Они хрипели и в ужасе пятились от этой страшной поклажи. И только я, собрав все свои силы и преодолев отвращения, согласился дотащить его тушу до дому. Да, все они собрались вокруг меня, и лишь мой старик продолжал сидеть у огня и, только повернув голову, сурово смотрел в мою сторону. Нет, нет, я не верил в его равнодушие. Я не верил, что все это время он не думал обо мне, не скучал по мне. Не таков мой старик. Ни один человек в мире не умеет так себя держать в руках как он. Арабка вернулся, арабка, только и раздавалась вокруг меня. Да, говорил я про себя, вернулся к вам ваша арабка, вернулся в родной дом после неисчислимых страданий, все так же любящий и преданный своему хозяину. Дедушка, дедушка, вдруг закричали дети, взглянув на мою спину, у него рана на спине. Тут мой старик встал, все раступились, и он подошел ко мне, молча и внимательно он рассматривал рану. Да, говорил я про себя, смотри, что со мной сделали. Оказывается, этот Геор даже не умеет седлать мула, с тихой ненавистью сказал мой старик и прибавил. Иса, поедешь к нему и вернешь ему деньги, я арабку беру назад, раз ему не втерпешь там жить. Тут старуха вынесла мне кукурузу и подала мне ее в тазу, как положено у порядочных людей, а не бросила в грязь. Господи, подумал я, все как прежде, как будто не было долгой разлуки и невыносимых страданий. И опять как прежде, куры и петухи окружили меня в надежде поклевать отскакивающие зерна. Клюйте, милые, клюйте, думал я, арабка добрый, он снова дома, он снова счастлив. Мой старик достал из лампы горящую воду под названием керосин, облил ею чистую тряпку и протер рану на моей спине. Сначала сильно жгло, но потом стало гораздо легче, потому что мухи перестали донимать. В тот же день Иса уехал к моему первому хозяину с деньгами. Я был сильно обеспокоен, что деньги моего старика пропадут, ведь сказать, что этот хозяин меня уже продал в другое место я не мог, потому что понимать-то я понимаю абхазскую речь, а сказать ничего не могу. Но слава богу, на следующий день Иса вошел во двор и сказал моему старику, что этот хозяин давно продал меня и даже слышать не хочет об этом непотребном муле. Видно, мошенник не сообразил сразу, что может за меня дважды деньги получить, а когда сообразил, было уже поздно, проговорился. Я не для того, чтобы услышать мнение этого живодера обо мне. Нет, я прислушивался к Исе, чтобы узнать, не заметил ли он случайно кобылу с жеребенком. Видно, не заметил. Странно, как можно было не заметить жеребенка, если кобыла в самом деле ожеребилась. Примерно через месяц рана на моей спине совсем зажила, и старик мой оседлал меня и поехал в село Атары. С тех пор мы с ним неразлучны, и время, когда он меня продал, я вспоминаю, как дурной сон. Живем мы душа в душу. Ну, конечно, бывают и у нас небольшие стычки. То он мной не совсем доволен, то я настаиваю на своей правоте, то он на меня поворачивает, то я заупрямлюсь, защищая достоинства солидного, знающего себе цену мула. Вот так и живем, с тех пор в другой жизни я себе не желаю. Но хватит вспоминать. Я возвращаюсь к нашей дороге. Мы со своим стариком продолжали бодро идти вперед, когда вдруг услышали страшный виск свиньи. Это был какой-то скрижищущий, раздирающий душу виск. Через некоторое время я увидел, что в 50 шагах от нас выволокли из калитки свинью, двое держали ее за ноги, третий держал за уши, а четвертый шел рядом. Свинью явно собирались зарезать, а она об этом знала и визжала с неимоверной силой. Свинью положили на траву возле калитки. Те двое продолжали держать ее за ноги, один за передние, другой за задние, а третий оттянув ей голову к спине за уши. Четвертый вынув большой нож, склонился над ней, но почему-то нож не вонзал в нее, а что-то обсуждал с остальными. Свинья, понимая, что надвигается смерть, продолжала визжать изо всех сил. Я почувствовал, что мой старик начал раздражаться. Он терпеть не может, когда кто-то какое-то дело делает нечисто. А эти явно не могли справиться со свиньей, то ли были пьяные, то ли просто неумехи. Наконец, когда мы поравнялись с ними, тот, что держал нож, сунул его в свинью, и она замолкла. Те, что держали свинью, отпустили ее и немного отошли, довольные сделанным делом. И вдруг мы со своим стариком увидели страшное зрелище. Свинья, которая казалась убитой, встала на ноги и с торчащим по рукояти с груди ножом, шатаясь, пошла. Видно, тот, кто убивал, не попал ей в сердце. Раз так, вашу мать-дармоеда, крикнул мой старик, спрыгивая на землю. Разве можно мучить животное, даже если это свинья? С этими словами он с необыкновенным проворством погнался за свиньей, догнал ее, схватил за одно ухо, вывернул ей голову, выхватил нож, всаженный ей в грудь, и с силой вонзил его снова. И, конечно, попал ей в самое сердце. Свинья замертво свалилась на траву. Молодец, мой старик. И что особенно интересно, это то, что он, конечно, немало нарезал всякой живности, но свинью он резал в первый раз. Вообще, он только в последние годы стал разводить свиней и продавать, но сам он никогда их не резал и свинину не ел. Воинственно поглядывая на этих примолкших людей и что-то бормоча насчет кривоглазых и криворуких, мой старик вскормоздился на меня и мы пошли дальше. А эти все продолжали стоять, смущенно переминаясь, то глядя на мертвую свинью, то на моего старика, словно все еще пораженные неожиданным воскрешением свиньи и ее невесть откуда взявшимся забойщиком. Снова перед нами появился Кадор, но здесь через него пролегал огромный железный мост, проходить по нему было неприятно и я был рад, когда мост кончился. Над нами с грохотом пролетел аэроплан и мой старик, остановив меня, из-под руки долго глядел ему вслед. Железо-то вы летать научили, пробормотал он, пустив меня вперед. Посмотрим, как вы мясо научите летать, чтобы вам оставалось только хватать его и швырять в котел. Что удивительно в моем старике, это то, что его ничем не возьмешь, ни аэропланами, ни машинами, ни конторами, ни большими городскими домами. Он всегда уверен, что внутри у него есть что-то такое, что в тысячу раз важнее всех этих аэропланов, машин и контор. Такая внутри у него есть сила, объяснить которую я не могу. Я ее только чувствую. И не только я, все ее чувствуют. Ее чувствует даже наше чигемское начальство, и они стараются особенно с моим стариком не связываться. Они даже сквозь пальцы смотрят на то, что он все еще держит пастуха Харлампа. Все чаще стали попадаться индурцы. В сущности, кругом были одни индурцы. Мы въехали в село абхазских индурцев. Старик мой спокойно озирался и никак не показывал, что такое большое скопление индурцев в одном месте действует ему на нервы. Днем с огнем не сыщешь другого такого человека, который умел бы так держать себя в руках. Самое смешное, что мой старик спокойно проехал индурское село, а когда мы въехали в село чистокровных абхазцев, нервы у него не выдержали из-за наших же абхазцев. Мы проезжали мимо большого кукурузного поля, которое мотыжили десяток колхозников. Старик мой остановился и, видно, захотел прополоскать горло родной речью. Он стал с крестьянами говорить о том о сём. Конечно, спросил у них насчет эвкалиптов, и они ему ответили, что насчет эвкалиптов у них тихо. Разговаривая с моим стариком, они продолжали мотыжить кукурузу, и время от времени, подымая голову, спрашивали «Мой старик сначала охотно с ними говорил, а потом стал сердиться, и я это понял, потому что он стал дергать за поводье так, словно я пытался идти, а он хотел меня остановить. Но ясное дело, что я стоял на месте, а это он начинал беситься». «Слушайте», крикнул мой старик, «Как это вы мотыжите?» «Как мотыжим?» спросил у него один мужчина, выпрямляясь над мотыгой. «Как надо, так и мотыжим». «Не по-людски вы мотыжите!» крикнул мой старик, «Вы мотыжите по-геурски». «Есть жаль, старик куда ехал», сказал этот мужчина, снова берясь за свою мотыгу. «Тоже мне учат, да еще верхом на муле». «Нехорошо это он сказал моему старику. Дело не в том, что он глупо упомянул меня, но он гораздо младше моего старика по возрасту, а по абхазским обычаям так со старшими разговаривать не положено». «Дурак!» крикнул старик мой по-русски, и я понял, что он в сильном гневе. «При чем тут мой мул, если вы оскотинились?» С этими словами он соскочил с меня как мальчишка, перелез через плетей, спрыгнул на поле и, наклоняясь к стеблям кукурузы, начал разгребать землю из-под них. Попутно он выдергивал стебли, слишком близко росшие друг от друга, которые надо было срезать мотыгой. «Зовсем оскотинились!» повторял он, продолжая разгребать землю под стеблями кукурузы. И каждый раз видно было, как из-под них высовываются сорняки, слегка заваленные землей. Дело в том, что эти колхозники ленились выполоть сорняк из-под каждого стебля, а чаще всего просто заваливали корни кукурузы землей. Они это не нарочно делали, а просто ленились. Если было удобно выполоть сорняк одним ударом мотыги, они его выпалывали, а если было неудобно, заваливали землей. Снаружи получалось, что поле нормально промотыжено, но ясно, что невыпалтый сорняк через неделю прорастет. Где ваш совесть, кричал мой старик, вы что не в Абхазии родились? Колхозники, слегка смущенные правотой моего старика, помалкивали. Старик мой стоял, побледнев, и я видел, что кадык его так и ходит ходуном, словно у него в горле докатывают невысказанные им слова. Так это ж колхозная, наконец миролюбиво сказала одна крестьянка, че ты убиваешься, старый? Я почувствовал, что старик мой так и опал. Ну и что ж, что кумхозная, тихо сказал мой старик, грех так работать, кукурузу жалко. Старик мой разжал руку, и несколько кукурузных стеблей, вырванных им, упали на землю. До этого я, честно говоря, надеялся, что он их перебросит мне на улицу. Но теперь у меня так горло перехватило, что я бы, наверное, не смог сделать и глотка. До того мне было жалко его. Он и ругает колхоз, и в то же время видеть не может нечистую работу даже на колхозном поле. И терпеть все это невмоготу, и податься ему некуда. Вот какие дела. Старик мой повернулся, и сопровождаемый молчаливыми взглядами «Ох, как тяжело!» взгромоздился на меня. И мы пошли дальше. Вот так мы шли и шли, а мимо нас пробегали машины то в одну, то в другую сторону, а иногда проходили арбы, запряженные буйволами, а иногда проскакивали нарядные коляски, запряженные двумя лошадьми. В этих краях такие коляски называют фаэтонами, и это уже признак, что близится город. Постепенно старик мой пришел в себя. Я это почувствовал, потому что ноги его расслабились и перестали сжимать мой живот. Конечно, до конца улучшить настроение ему теперь ничего не может. Вскоре старик мой свернул с дороги и подъехал к крестьянскому дому, стоявшему неподалеку. Видно, он решил, что мне пора отдохнуть и чего-нибудь поживать, да и ему перекусить подъехав к воротам. В глубине двора стоял дом, а рядом с ним виднелась кухня. Дверь в кухне отворилась и оттуда вышел человек. Когда я стал переходить двор, я разглядел его и обмер. Такое чудо я видел впервые в жизни. К нам приближался человек, черный, как обугленная головешка. Нет, слыхать-то я таких слыхал. Слава Богу, я кое-что повидавший на свете мул. Но такие живут только в заморских землях. И после этого мой старик называет меня арабкой. Я араб. Нет, он араб. Не успели мои глаза привыкнуть к этому арабу, как из кухни высыпала почти дюжина арабчат и побежала в нашу сторону. У меня в глазах так и замелькали черные пятна. Тут из-под дома с лаем выбежала собака и тоже черная, без единой светлой шерстинки. Господи, подумал я, что же здесь творится? И вдруг видно взволнованный собачьим лаем на плетень вскочил петух, весь черный, как ворон, и сердито заклокотал. Я почувствовал дурею. Что же это за чертов край, подумал я, что здесь и люди, и животные, и птицы, все в одну масть. Но тут, слава богу, рыжий телок вышел из-за дома, и куры показались, хоть и не белые, но все же с пестринкой. Чувствую, как-то легче стало. Старый араб отогнал собаку и, улыбаясь белозубым ртом, подошел к воротам. Только я подумал, на какой же тарабарщине мой старик будет разговаривать с ним, как хозяин поздоровался на чистейшем абхазском языке. Откуда же взялся этот абхазский араб? Сначала, когда я увидел этих арабов, у меня сразу же мелькнула мысль, индурцы нам их подбросили. Но теперь, когда он заговорил на чистейшем абхазском языке, и детки затороторили по-абхазски, я решил, нет, индурцы тут ни при чем. Не стали бы они так хорошо говорить по-абхазски, если бы их чернаки нам подкинули. Значит, каким-то другим путем они к нам попали. Придется, видно, крепко поработать головой, чтобы разгадать эту тайну. Старый араб открыл нам ворота и впустил нас во двор. Ты все на том же муле хабук, сказал он с улыбкой, оглядывая меня. Нет, это уже другой мул, сказал мой старик, слезая с меня. Трудно даже сказать, до чего мне неприятно было слышать эти слова. Я уже восемь лет ношу своего старика, и мне кажется, что мы всегда были вдвоем. Но когда я слышу такое, мне становится ужасно тоскливо. Это так горько думать, что у твоего хозяина и до тебя был какой-то мул, и вероятно, после тебя будет. Такова жизнь, я знаю, но так не хочется думать об этом и знать это. Мой старик спешился, вынул удела из моего рта, приторочил поводья к седлу и пустил меня пастись во двор. «Смешная лошадь, смешная лошадь!» кричали арабчата, петляя вокруг меня и подо мной, так что я боялся невзначай отдавить кому-нибудь из них ногу. Видно, они в первый раз видели мула. Глупышки, думал я, кто из нас смешней, я или вы? Я хоть и здорово проголодался, но сначала с опаской попробовал траву во дворе этого араба. Но с первым же клочком убедился, что по вкусу это настоящая абхазская трава и по цвету она вполне зеленая. Тут из кухни вышли две женщины. Одна была старая и черная, а другая средних лет и белая, как обычная абхазка. Она стала отгонять от меня детей, чтобы они не мешали мне спокойно есть траву. И я понял, что она жена сына старого араба. И я подумал, вот она белая абхазка, а дети все у нее черные, без единого белого пятнышка. Что же это делается, подумал я. Здесь арабская кровь оказалась сильнее абхазской, и все дети получились один другого черней. Там русская кровь оказалась сильнее абхазской, и ребенок оказался чересчур белым. Если абхазская кровь будет так слабеть, индурцы совсем на голову сядут. А при чем тут индурцы, вдруг подумал я. Я чувствую, что кажется заразился от своих абхазцев, и все наши беды готов свалить на других. Я же слышал, что сегодня чистокровнейший абхазец оскорбил моего старика, сказав, что нечего, мол, учить нас, сидя верхом на муле. А я говорю, нечего свою дурость сваливать на индурцев. Слушайтесь во всем таких мудрых людей, как мой старик, и вы никогда не погибнете. Моего старика пригласили на кухню, но он, ссылаясь на жару, сказал, что посидит на веранде. Вместе со старым арапом они уселись за столом, а белая абхазка и старая арабка стали приносить из кухни и ставить им на стол угощение. Я ел траву, изредка поглядывая на них и прислушиваясь к их речам. Видя черноту старого араба и слыша его абхазскую речь, я все никак не мог их соединить, и мне все казалось, что внутри этого араба сидит белый абхазец и говорит за него. Однако постепенно я привык к этому чудному сочетанию абхазской речи и арабской черноты и стал более спокойно слушать, о чем они говорят. Мой старик, конечно, стал расспрашивать абхазского араба насчет колхозных дел. Первым долгом он у него спросил, не заставляют ли их сажать эвкалипты. Старый араб отвечал, что эвкалипты их заставляли сажать в прошлом году, а в этом году их заставляют сажать тунгу. Что это еще за тунга? Подивился мой старик. Это такое растение, отвечал старый араб, у которого страшный ядовитый сок. От него мгновенно умирает что человек, «Зачем же им этот ядовитый сок?» встревожился мой старик. «Кого они собираются травить?» «Не-е-е», успокоил его старый араб, «травить они никого не собираются, ни людей, ни скотину. Этот сок им нужен для аэропланов. Аэропланы без этого сока взлетать не могут, могут только ехать по земле, как машины». «Час от часу не легче», сказал мой старик. Тут они выпили вина, и старик мой, опрокинув выпитый стакан, намеком сказал, чтобы дела их врагов так же опрокинулись, как этот стакан. Они продолжали есть и пить, и старик мой стал рассказывать о делах Чигемского колхоза. Он рассказал и про низинку, и про табак, и еще про колхозную ферму, заведовать которой представили никудышного человека. Про ферму только я один знал о ее причине. Дело в том, что мой старик надеялся, что именно его, как лучшего Чигемского скотовода, попросят заведовать фермы. Но его никто об этом не попросил, а сам он из гордости себя ни на что не предложит. Этот человек, сказал мой старик, даже при Николае не мог завести пару овец. Что же он сможет сейчас? Он же загубит всю скотину. Точно загубит, согласился старый араб. Если так пойдет дальше, сказал мой старик, в деревнях из четвероногих разве что собаки останутся. Собаки останутся, согласился старый араб, потому что власти к собакам интерес не имеют. Попомни мое слово, сказал мой старик, будет много железа и мало мяса. Это точно, опять согласился старый араб. К ним недавно трактор пригнали, так он с головы до хвоста весь железный. Они поговорили еще с полчаса, выпили по несколько стаканов вина, и мой старик стал собираться в дорогу. Старый араб со своими арабчатами проводил нас до калитки. Мой старик попрощался с хозяином дома, сел на меня, и мы пошли дальше. Я успел хорошо отдохнуть, подкрепиться, и мой шаг был легким и бодрым. Не прошли мы от дома этого араба и одного километра, как вдруг на небольшой лужайке возле улицы я увидел рыжего жеребенка, стоявшего возле своей матери. Вот это да. Оказывается, встреча с арабом это хорошая примета, надо запомнить на будущее. Меня так и обдало нежностью, но я сказал себе «Держись, арабка, не позорься перед своим стариком, следи за своим шагом, не выдавай дрожи в ногах». Я шел, стараясь не смотреть в сторону жеребенка, но не мог же я нарочно закрыть глаза, чтобы не видеть его, это было бы просто глупо. Когда мы проходили мимо него, он стоял забавно раздвинув свои шаткие ноги и весь изогнувшись покусывал себя под лопаткой. «Ох, ребята, чувствую, изведут». Когда мы прошли мимо него, у меня появилось ужасное желание оглянуться, но я сдержал себя и не повернул головы. Правда, в это мгновение какая-то наглая муха села мне навека, и я был вынужден изо всех сил мотнуть головой. И снова на короткое мгновение я увидел его. Теперь он перестал чесаться и, сияя белым пятнышком на лбу, удивленно смотрел в мою сторону. Видно, что-то в моем облике заинтересовало его. Довольный этой встречей и собственной сдержанностью я шагал и шагал по дороге. Часа через два, пройдя еще один мост через неизвестную мне реку, мы вступили в город. Мимо нас беспрерывно пробегали большие и маленькие машины, и я стал невольно привыкать к их неприятному запаху. Теперь вся дорога была выстлана черной смолой. Ходить по ней было хуже, чем по земле, но приятнее, чем по камням. Множество людей проходило взад и вперед, и то и дело слышались слова на разных языках. Когда раздавались знакомые слова, я узнавал грузинскую речь, менгрельскую речь, армянскую речь, турецкую речь и греческую. А когда не встречал ни одного знакомого слова, я понимал, что говорят по-русски. Я, как и мой старик, по-русски не понимаю ни одного слова, потому что по-русски говорят только в городах, а мы в них очень редко бываем. Мы подошли к большому дому, где жил Сандро. На вид дом большой, да я знаю, что у Сандро здесь только одна комнатушка. Мой старик спешился, ввел меня во двор и привязал к штакетнику забора. Я стал ждать. Городские мальчишки, игравшие во дворе, окружили меня, восхищаясь мной и по неопытности принимая меня за лошадь. Вообще меня часто принимают за лошадь, а за осла никогда не принимают. Вскоре из дома вышел Сандро вместе с моим стариком и золотистой длинноногой девчушкой, дочкой Сандро. Мой старик вел ее за руку. Я знал, что он обожает эту свою внучку, да я и сам не мог отвести от нее глаз. Пожалуй, она единственное человеческое дитя из тех, что я видел, которое по красоте облика я бы сравнил с жеребенком. Дедушка, маленькая лошадь, крикнула девчушка и подбежала ко мне. Мой старик подсадил ее в седло и, взяв меня за уздечку, вывел на улицу. Я понял, что мы идем рассматривать дом, который собирается купить Сандро. Между прочим, я сразу почувствовал, что он чем-то смущен и что-то хотел бы скрыть от моего старика. Конечно, я был уверен, что он собирается просить у него деньги на покупку дома. Думаю, старик мой тоже был в этом уверен. Я знал, что он сперва немного поупрямится, а потом даст. Но в том-то и дело, что смущение Сандро никак не было связано с этим. Да мало ли он в своей жизни у кого денег вытянул. Нет, нет, я чувствовал, что здесь что-то другое. Пусть с меня шкуру сдерет медведь, подумал я, если тут что-то не скрывается. Не знаю, почувствовал ли мой старик то, что почувствовал я. Так ведь его сразу не поймешь. Ни один человек в мире не умеет так все же сдается мне, что мой старик на этот раз ничего не заподозрил. Иногда мой ум работает быстрее, чем ум моего старика. Мы прошли несколько улиц и подошли к калитке какого-то дома. Сандро открыл калитку и пропустил нас во двор. Это был очень маленький дворик с очень сочной травой, с несколькими хорошо ухоженными фруктовыми деревьями и цветами перед крыльцом. Домик был небольшой, но тоже хорошо ухоженный. Я почувствовал, что дом старику понравился. Особенно он ему понравился, потому что был с участком земли, так я думаю. Хороший дом, сказал мой старик, кивнув головой. Вызывай хозяина, поговорим, поторгуемся. Хозяина нет, сказал Сандро, дом продает горсовет. А хозяин что, умер? Спросил мой старик, и вынув у меня изо рта у дела, прикрепил поводья к седлу, чтобы я мог попастись на этой жирной, не видавшей скотину траве. Теперь я окончательно убедился, что старик мой ничего особенного в облике Сандро не заметил. Он только думал, что Сандро станет у него выклянчивать деньги, а больше он ни о чем не думал. Не то, чтобы умер, сказал Сандро и замявшись добавил. Здесь жил один грек, так его вместе с женой арестовали и в Сибирь отправили. Вот оно как, сказал мой старик и замолчал. Сандро тоже молчал. Я сразу же почувствовал, что здесь что-то не то. А детей у него не было что ли? спросил мой старик, прерывая молчание. Он взглянул на меня рассеянным взглядом и я почувствовал, жалеет, что вытащил у меня изо рта у дела. И напрасно, потому что я все равно не мог есть траву, зная, какой ураган надвигается. Я посмотрел на Сандро и хотя он был немного смущен, но не понимал, что нависло над ним. Были двое, отвечал Сандро, их забрали в Россию родственники. Вот как, сказал мой старик, все еще сдерживаясь. Значит, родителей сослали в Сибирь, детей забрали в Россию, а дом тебе продают. За какие такие заслуги, интересно? Я сейчас лучший танцор ансамбля, сказал Сандро. Сейчас же многих арестовывают, а дома их продают самым заслуженным людям города. Я тебя понимаю, отец, но не мы же их арестовали. Не я, так другой купят. Сдается мне, не понимаешь, отвечал мой старик, все еще сдерживаясь. И за сколько же тебе продают этот дом с землей? Он снова оглядел участок. Мимоходом он взглянул на меня и мне кажется остался доволен, что я неподвижно стою и не ем эту кладбищенскую траву. Мне бы в горло она сейчас не полезла. Я же знал, какой ураган вырвется сейчас из груди моего старика. Но он его все еще удерживал. За две тысячи рублей, воскликнул Сандро, стараясь обрадовать моего «Две тысячи рублей», усмехнулся мой старик. «Наше время это стоимость двух хороших свиней. Вот ж небывалое дело, чтоб за две свиньи человек мог купить приличный дом». «Так горсовет назначил», разъяснил Сандро, «Что же мне увеличивать цену?» И тут мой старик сказал «Сын мой», начал он тихим и страшным голосом. «Раньше если кровник убивал своего врага, он, не тронув и пуговицы на его одежде, доставлял трубки его дому, клал его на землю и кричал его домашним, чтобы они взяли своего мертвеца в чистом виде, неоскверненным прикосновением животного. Вот как было. Эти же убивают безвинных людей, и, содрав с них одежду, по дешевке продают ее своим халуям. Можешь покупать этот дом, но ни я в него, ни ногой, ни ты никогда не переступишь порога моего дома. С этими словами мой старик подошел ко мне, вдвинул мне в роту дела с такой силой, что чуть зубы мне не выбил, я при чем. Сгреб девчушку с седла, чтобы сесть на меня и уехать из города. Тут-то Сандро опомнился и подскочил к отцу. «Отец!» закричал он. «Не горячись, прошу тебя. Я ведь для этого тебя и вызвал, чтоб посоветоваться. Я и сам чувствовал, что тут что-то нечисто, что я две тысячи рублей не мог достать, мне б друзья одолжили». «Ха-ха-ха», сказал мой старик, помедлив, и снова посадил девчушку на меня посоветоваться. Так вот мой совет, возвращайся в деревню. «Мать твоя голову мне продырявила своими причитаниями. Время такое, и тебя забрать могут. Или плясуны у них неприкасаемые?» «Да, ну, неприкасаемые», ответил Сандро, вздохнув. «Платона панцулая уже взяли». «Че ж ты ждешь?» спросил мой старик. «В том то и дело, отец», ответил Сандро, помрачнев. «И оставаться страшно, и уходить страшно. Уйду», скажут, испугался, потому что был любимчиком Лакобе, а с Лакобой знаешь, что они сделали?» «Прямо уходить не надо», сказал мой старик, подумав. «Я тебе все устрою. Я найму хорошего доктора, он временно испортит тебе колено. Тебя выбракуют, и ты вернешься домой». С этими словами мы покинули этот выморочный дом и пошли к Сандро. Старик мой явно успокоился. Он был доволен, что и сына не потерял, и совесть свою не осквернил. Ночью старик мой переночевал у Сандро, а утром мы двинулись обратно. Мой старик как обещал, так и сделал. Он нанял хорошего доверенного доктора из села Атары. Тот так подпортил Сандро колено, что он еще месяца два хромал после того, как его выборковали и отпустили в деревню. В ту же осень мой старик нанял четырех греков, и они выстроили Сандро дом так, чтобы он стоял на виду, и мой старик со своего двора мог видеть, всегда ли открыта дверь в его кухне, и если не открыта, то криком напомнить ему или его жене, что такая забывчивость позорна. Теперь после всего, что я рассказал, я хочу спросить, есть ли у вас на примете старик подобный моему? Если есть, покажите. В том-то и дело, что показать вам нечего. Сейчас я расскажу про знаменитые огурцы Сандро. На следующий год Сандро взялся возле своего дома выращивать для колхоза огурцы, и он получил неслыханный урожай огурцов. Сколько ни шарили в кустах колхозники, проходившие мимо его бахчи, огурцов осталась тьма тьмущая. Слух об этих огурцах прошел по всему району, и из Кенгурска приезжала комиссия за комиссией, и все они пробовали огурцы и уносили с собой в мешках, а огурцов все равно было полным-полно. И начальство, приезжавшее пробовать огурцы, говорило, что Сандро вывел новый сорт, который сначала надо распространить по району, а потом по всей стране. А самого Сандро говорило начальство, будем выдвигать в депутаты. Болваны, кричал мой старик, я раньше в этом месте загон держал, там навозу на полметра. Но его все равно никто не слушал. В середине лета сорвали огуречную плеть, на которой насчитывалось до ста огурцов, и снарядили четырех чигемцев, чтобы они ее отвезли в Мухус на сельскохозяйственную выставку. Сандро хотел с ними поехать, но ему сказали, что теперь он почти депутат, а для перевозки плети с огурцами можно использовать людей попроще. Сначала эти четверо чигемцев, осторожно не осыпав огурцы, донесли плеть до Анастасовки. Но когда они сели в машину, пассажиры стали удивляться их необычные ноши, и они, хвастаясь неслыханным урожаем огурцов, стали всех угощать. Правда, они и хитроумно, по их разумению, от плети отрезали огурцы ножом, а не обрывали. Так что на месте отрезанного плода оставался пятачок, чтобы было видно, что огурец там в самом деле рос. К тому же один из пассажиров машины оказался с большой бутылью чачи, и он стал всех угощать чачи, а наши давая им подсовывать огурцы, аккуратно отрезая их от плети, так, чтобы оставались пятачки. Так что когда они приехали в Мухус, на плети оставалось около двадцати целых огурцов и великое множество пятачков. Посланцы Чигема пришли со своей плетью на выставку, но там у них ее не приняли. Смотритель выставки сказал, что на плети маловато огурцов. Так видно сколько было, отвечали чигемцы, показывая на пятачки. Мало что видно, сказал смотритель. Люди будут думать, что я и мои помощники съели эти огурцы. Ну и пускай все думают, уговаривали его чигемцы. Главное видно, сколько на ней огурцов было выращено. Не, не, наотрез отказался смотритель, отпихивая от себя плеть, которую чигемцы пытались разложить на его столе. Это проходит как вредительство. Удрученные упорством смотрителя, посланцы чигема вышли из помещения выставки и стали раздумывать, как быть дальше и что делать с оставшимися огурцами. И тут один из них заподозрил, что смотритель выставки, скорее всего, эндурец армянского происхождения. А, сказали остальные, тогда все ясно, разве эндурец когда-нибудь будет способствовать нашей славе? И тогда они зашли в винную лавку и стали там пить вино, закусывая оставшимися огурцами. Чигемцы, узнав о неудаче с выставкой, до того озлились на смотрителя, что окончательно распотрошили бахчу Сандро. А в райцентре, между прочим, ничего не слыхали об этом всем. Осенью из района приехала новая комиссия, чтобы взять огурцы на семена для других колхозов. Но им не удалось нашарить в кустах ни одного плода. И комиссия очень обиделась на Сандро, хотя он ни в чем не был виноват. «Такой депутат нам не нужен», сказали члены комиссии, уезжая в Кенгурск с пустыми мешками. На этом закончилась история со знаменитыми огурцами Сандро. Мне часто снится один и тот же сон. Мне снится, как будто я на гребне холма, разделяющего котловину с обида на две части, купаюсь с жеребенком в пыли. Там есть такое место, облысевшее под спинами лошадей, мулов, ослов. Трепыхаясь спинами в теплой пыли, мы их сладостно почесываем, почесываем, а ноги наши весело бьют по воздуху, и кажется, что мы бежим по небу. И мы смеемся, смеемся от счастья, а потом мы вскакиваем на ноги и отряхаемся от пыли. И тут я вижу, что мой старик спускается за мной в котловину с обида, и в руке у него горсть соли, а лицо у него такое, какое редко теперь бывает. По лицу его видно, что крестьянское дело не погибло, и справа по склону холма пасутся его козы и овцы, и слева по склону холма пасутся его коровы и буйволы, и он знает, что крестьянское дело будет вечно, и никогда не кончится, и я буду вечно, и он будет вечно, и трудно даже сказать, до чего в такие мгновения мне неохота просыпаться. Фазиль Искандер Сандро Ищегема Часть Третья Читал Медведь Обыкновенный Все книги в моей озвучке вы можете услышать в телеграм-канале Медведь Обыкновенный Аудиокниги Медведь